Девушки отдыхают Поздравляю вас, месье Ларер Господин Надо в восторге от вашего романа Он хочет приобрести эксклюзивные права И готов обсудить гонорар и условия публикации В любое удобное для вас время С уважением, ваш С Вы знаете, что после выхода вашего романа Дэн Браун плакал А Фридерик Бигбедер поклялся, никогда не писать И заняться продажей подержанных автомобилей Извините, господа, прошу вас Месье Ларер ответит на все ваши вопросы на презентации Позвольте представить вам автора нашумевшего романа Запах вечности Месье Ларер Как известно, Роман уже вышел в Нью-Йорке Эксклюзивные права на экранизацию Приобрел Берегу Сейчас наше издательство Презентует книгу здесь, в Париже Говорят, он русский Вполне возможно Но это нонсенс После Набокова русские разучились писать Ворона с места Сокол на место Что вы сказали? Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Вы кто? Моя фамилия... Дверь. Простите? Дверь закройте. Я могу зайти потом? Не надо потом. Вы уже зашли. Присаживайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну? Что? Вы автор? Почему автор? Вид у вас недокормленный. Моя фамилия Шангирей. Как? Шангирей через черточку. То есть через тира. Вообще-то через дефис. Помните, у Лермонтова... Послушайте, при чем здесь Лермонтов? Вы кто? Я новый заместитель генерального директора. Вам должны были сообщить. Просто у вас дверь была приоткрыта, и я... Минуточку. Сядьте. Ага. Настя, соедини меня. Нет, мне нужно прямо сейчас. Анна Иосифовна, здравствуйте. Извините, что беспокоит, а Митрофанова. Тут пришел молодой человек. Утверждает, что он ваш новый заместитель. Да, поняла. Конечно, сделаю все, что смогу. До свидания. Митрофанова Екатерина Петровна. Первый заместитель Анны Иосифовны. Очень приятно. Я так понимаю, что вы вместо Веселовского теперь будете работать с авторами? Вероятно. Прошу прощения. Зовут-то вас как? Александр. Алекс. Мм. Прелестно. Алекс. Юстас. Кать, ты только не погаси. Там... Простите. Разрешили? Вот. А крови-то крови. О, Боже. Пульса нет. Саша, это кто? Да бог его знает. Ну что, наверное, надо скорую вызвать. Полицию, наверное. Где начальник хозчасти? Я не видел. Так, Настя, пойдите, позовите Беляева. Срочно. Да-да. И не пускайте сюда Анну Иосифову. Ты Павлу звонила? Нет. Подожди, так это что, убийство? Да, ты тоже заметила? Так, выходим отсюда все. Выходим, выходим, выходим. Оля! Давайте, давайте. И не дребеться там. Значит так, послушайте меня внимательно. Если кто-нибудь из вас выложит хоть какую-нибудь информацию об этом случае, будет лично мной найден и уволен. Понятно? Да, понятно. Особенно это касается тебя, Оля. Понятно. Ну, все, что стоим, расходимся на рабочие места. Понятно, ясно. Так, господин особо любопытный. Но всем же сказали идти работать. Или вы по-русски не понимаете? Простите, вы кто? Моя фамилия Шангирей. А вы Стрешнев. Александр Стрешнев. Второй зам. А почему второй-то? Так, Екатерина Петровна, что здесь случилось? Несчастье, Павел Николаевич. Все издательство на ушах. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Николаевич. Вот. Пульс проверяли? Сразу. И что? Как у медного всадника. Сережа, вызывай полицию и службу безопасности сюда. Быстро! Слушаюсь. Вы меня искали, Екатерина Петровна? Здравствуйте, Павел Николаевич. Ого, а кто это его так? Твой подопечный. Нет, первый раз вижу. Ну как это первый раз? На нем одежка твоего прихода. Комбинезон мой. Ну. Мужика не знаю. Так, понятно. Иди работай. Я у себя. Скандал, однако, будет. Анна Иосифовна знает? Я просила ее сюда не пускать. Никаких подробностей с ней не обсуждать. Павел, Павел. Анна Иосифовна, зачем вы пришли? Пожалуйста. Идите к себе. Его убили. Вам не надо на это смотреть. Сейчас приедет полиция. Екатерина Петровна проводит вас в кабинет. Павел, ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь? Мы обсудим это позже. Катя. Нас предупреждали. Нас же предупреждали. Анна Иосифовна. Анна Иосифовна. Анна Иосифовна. Врача! Вызовите скорую. Кто-нибудь. Испугался. Ну ничего, ничего. Сейчас подышим с тобой свежим воздухом. Добрый вечер. Добрый? Это просто безобразие. А что случилось? Представляете? Снова стащили лампочку. В парадной. Мы с Масиком чуть шею не сломали. Правда, Масик? Ничего. Мы найдем на них управу. Зачем только за домофон платим? Да, Масик? Немедленно прекратите. Слышите, я вызываю полицию. Черт знает что. Наркоманы проклятые. Эй, сосед. С вами все в порядке? Собака. Не бойтесь, Масик не кусается. Врача вызвать или полицию? Нет, нет, спасибо. Вас проводить? Нет, благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извольте, я объясню. Вы допустили утечку информации. А я обещала, что тот, кто выложит фотографии в интернет, будет уволен. Господин Береговой, вы уволены. У вас еще есть вопросы? То есть вы увольняете меня, потому что кто-то выложил фотографии нашего убитого в интернет? Нашего? Может быть, он и ваш. Но не наш, но не наш. Этот человек здесь никогда не работал. И об этом мы официально сообщили полиции. Так не я же выложил эти фотки в сеть. А мне плевать, кто их выложил. Репутация издательского дома нанесен ущерб. Вы отвечаете за программное обеспечение, а следовательно и за интернет. А как я могу контролировать, кто и что выкладывает в интернет? Вот за это я вас и уволила. Потому что вы даже это не можете делать. Саша, я его назад не возьму. Ага. Береговой-то здесь при чем? Другим неповадно будет. Всем этим блогерам, одноклассникам. А шаг в сторону, расстрел. Типа порядок есть порядок. Вот именно. И я не вижу в этом ничего смешного. Когда у тебя комп накроется, кто его чинить будет? Ой, знаешь что? Начальник IT-отдела мне никогда его не чинил. И вообще, что у нас там с отгрузками в Твери? Да погоди ты со своими отгрузками. У нас людей ножичками режут. Саша, мне некогда годить. У нас здесь производство, а не институт благородных девиц. Вот что ты улыбишься? У меня ведь нет времени на шутки. Давай серьезно. Я абсолютно серьезен. Хорошо, может поговорим о нашем новом заме? Где он сейчас, кстати? Ну, я его сегодня не видела. А ты что-то узнал? Давай в кафе. Жуть как кофе хочется. Через пятнадцать минут. Слушаюсь. О, Мехмед, спасибо большое. Ты читаешь мои мысли. Спасибо. Спасибо. М-м-м, как всегда. Тьфу. А, если так. Маня! Тихо-тихо. Слушай, ты что, дурак, что ли? Я сейчас заикаться начну, Саня. Господи, завожу. Манюня, после твоих дюдиков свет в комнате, влесить страшно. А кто убийца? Вот закончу роман, тогда узнаешь. Ага. Маня, привет. Привет, солнышко мое. Кофе взять? Да, естественно. Как там наш роман? Все, между прочим, нетерпение. Звонят, пишут. Угу. Слушай, а тебе здесь, ну, не шумно. Может, я всех выгоню? Да не, нормально. Вы, главное, со встречным сами пересядьте, а то сейчас будете мне спить взгляды добуранить. Между прочим, тут на тебя все глядят. Ага. А чего ты здесь сидишь, пишешь, а не дома? Потому что, если бы Анна Иосифовна отдала бы мне Мехмеда, я бы сидела дома и не парилась. Мехмеда? Честно говоря, я не очень понимаю, зачем тебе Мехмед. Ага. А-а-а-а, понятно. Да. И что значит «а-а-а»? Просто я без Мехмеда такой кофе не сварю. Да-да-да, я как раз таки об этом. Котя, ну, не могу я его писать. Я везде его пробила, нет такого шингирея. Ни в издательском бизнесе, ни в прессе, ни в рекламе, нигде. Нет и не было. Ну, а может быть, это псевдоним? Саш, ну, какой псевдоним? Псевдонимы вон наши. Писатели берут. И то, потому что Маня Поливанова на обложке не напишешь. А Шангирей, он же почти как Лермонтов. Да, странно, странно. Зачем Маня новый зам? Она даже, когда Веселовского брала, с нами советовалась. Вот именно. Может, Литовченко приказал? М-м. Павла, как собственника, интересует только прибыль. И мы с тобой эту прибыль даем. Ну, зачем-то же она его взяла? Вопрос. А может быть, кто-то из нас уже лишний, а? Это что значит лишний? А меня знаешь, что интересует? Кто вчера Павла так быстро вызвал, а? Я ему лично не звонил. А что ты на меня так смотришь? Я ему тоже не звонила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, ладно. Да, Настюш, сигналы? Нет, нет, нет. Я сам зайду сейчас. Сигнальные экземпляры новой книги привезли. Они у Анны лежат. Пойду заберу. Потом договорим. Настенька, вы, как всегда, обворожительны. Ой, спасибо, Александр Николаевич. Хоп! Хоп! Диетическое? А где? А все там. Проходите, забирайте. Ага, ага. А что наша Анна Иосифовна? Болеет. Звонила только что. Сказала, до конца недели не появится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Условия не выполнены. Время упущено. Казнь состоится по расписанию. Условия остаются прежними. Сообщите, если они приняты. Советую не упрямиться. Глупость будет караться смертью. Первая казнь состоится через неделю. У вас есть еще время подумать. В серьезности наших намерений вы убедитесь послезавтра. Добрый день, Екатерина Петровна. Да, Настя. Анна Иосифовна приехала? Нет. А кто? Здрасте, Екатерина Петровна. Саш, а что происходит? Почитай. Это очень интересно. Ну и что это за чушь? Где вы это взяли? Это я взял. Пришел за сигналами. На столе лежала папка, оно случайно упало. Из нее выпало вот это вот. Ага. А вы-то что здесь делаете? Я? Просто зашел. Просто зашли в кабинет генерального директора. Даже я себе этого не позволяю. Хорошо. Вы считаете, что это реальная угроза? Я не считаю, просто вижу, что написано. Но если бы Анна Иосифовна получала эти бумаги, я бы прекрасно об этом знала. Точнее, мы бы знали. Не факт. Есть простой способ это узнать. И позвольте узнать, какой? Спросить у нее. А вы теперь у нас главный по расследованиям, да? Как говорится, сокол с места, ворона на место? Да нет, Катюша, тут наоборот. Судя по всему, сокол на место. Скажите, а в той коморке камеры видеонаблюдения не было? В какой коморке и каких камер? Ну, где убили человека? Камер не было, а где они есть? Я что-то не понимаю, это допрос? Вы спросите у начальника службы безопасности, да? А убийца тоже у нее спросил? Это убийство не имеет никакого отношения к издательству. Это несчастный случай, ясно? Да ясно. Мне интересно, откуда это у нее? Распечатать она не могла. На компьютере Анна принципиально не работает. Не могла. Подождите. Может, вы все-таки объясните, кто вы? Ведь, деля я право и сам не знаю. А вы уверены, что Анна Иосифовна не пользовалась компьютером? Просто там под столом рядом с розеткой сетевой разъем. И все это распечатано на ее личной бумаге. Владимир Сергеевич, упала что-то. Жанна, оставь. Володька, не бузи. Сядешь за руль в таком состоянии, опять в аварию попадешь. Вторую ногу сломаешь, не дай бог. Федор Андреевич. Кончи психовать. Может, оно и к лучшему, что ты уходишь. Если бы я уходил. Я не просто ухожу. Меня увольняют за несоответствие. А ты ж профессионал. Оглядишься, отдышишься. Может, найдешь работу еще лучше, чем в нашем болоте. Федя, у меня мать больна, серьезно. Я операция нужна, очень сложная операция. Для этого деньги нужны большие. А у меня ипотека, это черт бы ее побрал. Куда мне оглядываться, Федь? Володь, послушай меня. И все из-за этой стервы, чтобы ей сдохнуть. Убил бы, честное слово. У вас тут война, что ли? На улице слыхать. Володечка, а ты нам принтер починил. Брысь. Ой, это ваш носочек? Смешной какой. Мою. Все. Честь имею. Владимир, я хотела сказать, вы такой... Спасибо, Жанна. Отойди, пожалуйста. Хороший руководитель. Подождите, Александр. Просто Алекс. Это вам. Спасибо. Дорогой Алекс, прошу меня извинить. После вчерашнего происшествия в издательстве я немного приболела. Буду бесконечно благодарна, если вы найдете возможность приехать ко мне сегодня. Адрес на обороте. Володь! 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 Я ухожу, Оля. Володь, мне нужно с тобой поговорить. Если у тебя снова виснет сеть, к сожалению, это уже не ко мне. Митрофанова уволила тебя из-за фоток в интернете? Да, да. Это я их выложила. Ты? Володя, мне нужно сказать тебе, что-то очень важное. Это имеет отношение к убийству. Я все выяснила. В этом деле замешана твоя мадам. Какая мадам? Да, Митрофанова какая же еще? Добрый день, я Кань Осиповна. Она ждет. Проходи. Спасибо. Алекс, душа моя, что ж вы так долго? Я обеспокоилась. Здравствуйте, Анна Осиповна. Вы бледны? Или мне кажется? Кажется. Пойдемте в дом, голубчик. Сегодня как-то прохладно. А какое было лето, чудо. И осень настоящая. Как у Бунина, помните? В трепетный сумрак козявшего сада бьется со степей, волнами прохлада. И медленно рдеет царя. Да, да. Любите поэзию. Такая редкость. Нравится? Очень. Девятнадцатый век. Люблю все настоящее. Идемте, душа моя. Чай остынет, а остывший чай уже не чай. Вы знаток фарфора? Просто интересуюсь. Мне подошло больше прикладное искусство. Например? Например, немецкая майорика. Кружки Хершфогеля. Еще Рейнский и Штангенкруг. Спасибо, милая. А Лимош не нравится? Насколько я помню, Франция. Там делали эмаль. Да-да. Я хотела в блоге реальный дюдик выложить. Ты понимаешь, что из-за твоих дурацких игрушек меня с работы выкинули? О, Володя Береговой. Здорово. Здорово. Ну что, я слышал, ты присоединился к нашему профсоюзу униженных, оскорбленных и уволенных? Да, вроде того. Да ладно, не бери в голову. Прорвемся. Удачи на бирже труда. Спасибо. Слушай, Веселовский, что ты тут забыла? Да ну его. Значит так, преступник всегда оставляет следы, правильно? Вот я и снимала все подряд, а потом выложила фотки в блог, покинула кличи с Катю Лик. Так, я больше не хочу об этом говорить. Прости, я ухожу. Володь, подожди. Никто ничего не нашел. А я нашла. Поздравляю. Вот, это пропуск. И? Теперь смотри внимательно. Вот, а это через 15 минут. Здесь пропуска нет. Вы не курите, вот пепельница, не стесняйтесь. Анна Ахматова всегда говорила, что курение... Цепь унижений. Нужно всегда спрашивать у кого-нибудь разрешения. Нет, не курю. Аликс, вас когда-нибудь унижали? Да. Не выношу унижений. Я слишком долго терпела. Но смолодушничала и поплатилась. За что? Да в том-то и дело, что не знаю за что. И это вдвойне унизительно, понимаете? Не совсем. Вы говорите об убийстве? Убийство – это последнее звено. Аликс, я в неудобном положении. Скажем так, мне вас навязали. Я о вас ничего не знаю, а должна вам все рассказать. Давайте сначала попробую сам. Ну, попробуйте. Некоторое время назад вам стали присылать письма с угрозами на ваш электронный адрес. Сначала вы все это игнорировали, даже удаляли. Потом это стало вас раздражать. Потом вы испугались и распечатали, и почему-то решили обсудить это со мной. Поверьте, те, что вы нашли на моем столе, самые безобидные. Очень неосмотрительно было оставлять их в кабинете. Не предполагалось, что в день вашего появления в издательстве произойдет убийство. А кто еще знал, что вам угрожали? Понимаете, у нас особенная атмосфера, у нас особенная обстановка. Мы одна семья. То есть охрана была не в курсе? Да никто не в курсе. Только я и... Я вы. Но бумаги нашел один из ваших заместителей и поставил в известность другого вашего заместителя. Точнее, заместительницы. А вот это уже не важно. Вряд ли мы сможем восстановить репутацию издательства после этого убийства. Алекс, если бы вы знали, как я презираю того человека, который вторгся в мой мир. Пойдемте на воздух. Здесь становится душно. Хорошо, допустим. А при чем здесь Митрофанова? Вот. На это есть третья фотография. Смотри. Вот. Это ее манжета. У нас запонки больше никто не носит. Увидела пропуск и под шумок вытащила. Зачем вытащила? Чтобы никто не догадался, что он, ну, труп этот, к ней приходил, понимаешь? Потому что у него, у трупа, был ее пропуск. А почему ты так уверена, что это был именно ее пропуск? Да потому что там ее фамилия. На фотографии видно. О-В-А. О-В-А. Митрофанова. Это факт. Да мало ли фамилий. С буквами ОВА на конце. Володь, ну ты чего? Рука ее? Я тебе точно говорю. Ее. А зачем она тогда пропуск вытащила? Чтобы скрыть улику. Чтобы никто не догадался по этому пропуску, что она здесь замешана. Надежда Кузьминична, позвольте узнать, почему я должна искать вас по всему издательству. Обед же закончен. Бегу, Екатерина Петровна. Бегу. Побыстрее, пожалуйста. Десять секунд буквально. Очень интересно. Позвольте узнать, а вы что здесь делаете? Я вас, кажется, уволила. Документы в отделе кадров. Простите, запамятила вашу фамилию. Но, впрочем-то, это уже не важно. Вы же тут уже не работаете, поэтому и делать вам здесь нечего. Оля, я вам советую пройти на свое рабочее место, пока вы еще здесь работаете. Знаете что, Екатерина Петровна? Вы не имеете права оскорблять людей только потому, что вам это нравится! Родя, не надо. Остановись, пожалуйста. Подожди, Оля. Вы ведете себя как истеричка. Ученник из него никакой, но перспективных авторов чувствуется верстом. Хотя, Вадик Веселовский был лучше, но с ним пришлось расстаться. А давно вы всех их знаете? Давно. Они выросли на моих глазах. Сашу я еще помню ребенка. Мы дружили с его отцом, он руководил крупным издательством. А Катюшину бабушку знала двадцать лет. А в издательстве они? Со дня основания, Саша. А Катюша? Пять лет. Была поначалу такая неуверенная, говорила шепотом. Шепотом. А Веселовский чей ребенок? Вас коробит наша семейственность? Нет, Вадика я нашла через кадровое агентство. У них с Катюшей был очень красивый старомодный роман. Думали, что они поженятся, но все кончилось и ему пришлось уйти. То есть, Веселовский уволился вскоре после расставания с Митрофановой? Я его уволила. Ему бы и в голову не пришло уйти. Он работал, несмотря на то, что Катюша стала похожа на тень. И день ото дня чувствовала себя все хуже и хуже. Это Чехов. Цветы запоздалые. Княжна Марусь чувствовала себя день ото дня все хуже и хуже. А доктор не обращал на нее никакого внимания. Мы невозможны. Но, впрочем, как и все таланты. А настоящий талант может с легкостью вступить на территорию невероятного. Что вы сказали? Вы про талант? Талант всегда трудно, Алекс. Что с вами, Алекс? Алекс, душа моя. Мой хороший. Сейчас погуляем, а то я помою тебе лапки, да? Добрый вечер. Добрый. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Я написала, куда следует, какие безобразия творятся в нашей парадной. Благодарю вас. Угу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Переживаешь? Ну вот еще, переживать из-за всякой ерунды. Ну, положим, это не ерунда, а человек. Ты какого лешего его уволила-то? И ты туда же. За дело я его уволила. Напрасно, Кать. И очень подозрительно. Почему это подозрительно? Потому что во всех детективах так избавляются от свидетелей. От каких еще свидетелей? Свидетелей преступления, дорогая моя. Смотри. Убийство — раз. Выложенные фотографии в интернете — два. И ты убираешь человека, который мог бы найти концы. Три. Мань, ну что ты несешь? Какие концы? Он же айтишник, айтишник. Он мог бы найти, откуда эти фотографии, как они оказались в интернете. Ну там, адреса, пароли, явки. Ты что-нибудь в этом петришь? У-у-у. Значит, тебе не выгодно в этом разбираться, и ты избавляешься от свидетелей. А? Это еще зачем? Ну, за тем, что ты каким-то образом причастна к убийству. Ну что ты на меня смотришь? Я понимаю, что ты-то не причастна. Но у людей может сложиться такое впечатление. Так. У-у-у. 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 Я так понимаю, в этом доме, ой, выпить-то нечего. Котч. Мань, а я ведь одна. Ну, совсем одна. И этот еще говорит. Вам говорит, только со свиньями, представляешь? Чего это ты одна? Я у тебя есть. А это он просто так в запале тебе сказал. Я так испугалась. Я ведь думала, что он меня вообще убьет. Вот. Вадим? Там ведь был Вадим. Он же все видел. И даже палец о палец не ударил. Я не могу вот это вот. Ну, не рви. А Вадим твой, я тебе всегда говорила, еще тот гусь. И правильно его старуха наша штурнула. Не называй, пожалуйста, ее старухой. Хорошо. Ради тебя не буду называть ее старухой. Все вокруг называют ее старухой, а я не буду называть ее старухой. Маня! Катюша, ты мне лучше скажи, мы с тобой что будем пить? Шампанское или мартини? Шампанское. Угу. Наш человек. А мы с чем будем пить шампанское? С клумникой? Да. Все, давай успокаивайся. Я в магазин. Быстро. Слушай, у меня душа начинает болеть. Не рефи. Все. Одна нога здесь, другая там. Я ушла. Слушаю вас. Алло, Владимир. Добрый вечер. Меня зовут Александр Шангири. Я новый сотрудник издательства. Мне нужно с вами поговорить. А Митрофановой? Это она вас попросила об этом. Я не желаю о ней говорить. Так ей передайте. И еще. Того мужика это она убила. И я это докажу. Владимир. Все, до свидания. Алло. Да. Да. Сосед, а вы куда это на ночь глядя? Вот решил пройти прогуляться. Угу. Сначала приключения ищут, а потом по башке получают. Алло. Алло. Саша, привет. Ты как? Катерина, ты что ли? Я-то нормальный. Ты-то как? Прекрасно. Говорят, Береговой в кафе сцену устроил. Орал, что ты к убийству причастна. Ну, Сань, ну ты же понимаешь, что это ерунда. И он полный придурок. Да и это он так в запале. Ну, в запале, не в запале. А ведь сказал же, Катя, он что-то знает. Сань. А? Ты с ума сошел? И Поливанова еще туда же. Говорит, что я таким образом избавляюсь от свидетелей. Я тебе еще утром сказал, зря ты его уволила. Зря. Слушай, ты далеко? Нет, не очень. А что? Может, ты к нам приедешь? Поливанова пошла за шампанским. Поговори. Поливанова у тебя? Это хорошо. Ну, ладно, еду. Не унывай. Угу. Иду, иду. Мань, заходи. Сейчас трешник подъедет. Алло. Алло. Вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует... Месье Трояр, слышали новость? Русский, написавший «Запах вечности», украл этот роман у какого-то никому неизвестного бедняги. Современная литература меня не интересует, тем более русская. Я предпочитаю Дюма. Я вас понимаю. Я сразу говорил, что этот Ларер – самозванец. Вот, посмотрите, это же он. Месье Воришко, берегите карманы, господа. Месье Ларер, у меня есть вчерашняя газета. Не вы ли её написали? Куда же вы? Мы хотим взять у вас автограф. Уважаемый господин Седер, это как наваждение. Я не понимаю, что происходит. Как мне дальше жить? Уверяю вас, автор романа – я. И только я. Господин Надо расстроен этой ситуацией, но я уверен, всё разрешится наилучшим образом. Делаю для вас всё возможное. Ваш С. Господин Ларер? Да. Вам повестка в суд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, разъездились тут сумасшедший дом какой-то Так, тут Маня! Тихо, тихо Господи, смотришь, я напугал, я тебя не бью Я тебя сразу узнал, по фактуре Ты-то что тут делаешь? Мне Катюха позвонил, попросил приехать, я машину на улице оставил Ага, ну раз приехал, на, помогай Нет, ты этого, гаденыша вот этого, вот видел? Какого? Какого? Тут у Катики не двор, а след шумахеров какой-то Маня! Ой, Маня, давай-ка ты звони, у меня руки заняты Ага Чего? Катюша! А что, дверь открыта? Эй! Катя, это мы, чего у тебя дверь-то нараспашку? Простите, пожалуйста, вы не подскажете корпус-два? Ну, это уж слишком Тебя никто не спрашивает? Надо алкоголем каким-нибудь Катюша, лежи, я тебе говорю Саня, я пошла за водой Давай, лежи! Сейчас я тебе шампанского налью, горло прочистю Саня, меня что, хотели убить? Глупости, ну кому ты нужна? Ворюга какой-нибудь Здравствуй, вы доктор? Проходите, мы вас ждем Я же сказала, не надо никого вызывать Анна Иосифовна не переживет, если узнает Так ты пей, пей, говорю я тебе Пей Зачем это? Затем! Саша, напои ее Чего мы стоим-то? Давайте, раздевайтесь, проходите За папу, за дедушку, через не хочу Ну, давай, ну, давай Давайте, проходите Давай, 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 давай Помогу я! О, здрасте вам, здрасте Так, Саша, иди отсюда со своим шампанским Вы, зачем? Кто вас? Меня никто, я просто пришел поговорить Я же просила никого не вызывать Слушай, я что, кого-то вызывал, он сам сюда вперся, на, попей Простите, я просто не знал, что вы больны Она не больна, ее только что душили Попей, я тебе говорю, легче будет, вы кто? А я Шангирей Кто? Шангирей Так, все, я звоню в скорую и вызываю полицию Нет, никуда звонить не надо Нет, надо Саша! А, что случилось? Да, в принципе, все в порядке Только нашу Екатерину Петровну сейчас чуть не задушили Мы пришли, а она тут валяется на пол Ядрен батон, Катька, где у тебя телефон? Маня, ну я же сказала, не надо никому звонить Надо Маня Так, а я что набираю? 112 или 03 или 02 Подождите, вы знаете, действительно, наверное, сейчас не надо никому звонить Можете мне помочь? Помочь? Может, плавнички? Ой, да отстань ты Мне нужен мед, лимон и какой-нибудь травяной чай А, нет, чай есть А вы кто? Меня зовут Алекс А вы мне обещали мед и лимон Я? Вот мед Спасибо И лимон Можно еще маленькую ложечку? Можно А вы откуда взялись-то? У вас есть еще какой-нибудь алкоголь? Виски подойдет? Вполне Я работаю в издательском доме Лиана Да, интересно Давно? Давно, три дня А что у вас здесь произошло? Я сама не понимаю, Катя была в плохом настроении Она мне позвонила И я приехала ее поддержать Просто сегодня в издательстве произошла ужасающая сцена Володя Береговой Он кричал от того, что Катя его уволила Ну, в общем, вы меня понимаете? Понимаю Да, и я побежала за шампанским А Катюша позвонила Сашке И Саша приехал, и мы вот пришли Вместе? Нет, мы встретились во дворе А когда зашли в квартиру, Катя была на полу почти без сознания Ну, почти или без сознания Возьмите Спасибо Я уверена, что она была без сознания Сначала, когда мы поднялись, она уже сидела на полу А как вы вошли? Она сама открыла? Ну, как она сама открыла? Дверь была не заперта Спасибо А сумка ваша? Что? Сумка Нет, это Катина сумка А как вас зовут? Маня Маня Да что это вы мне тут задаете? Какие-то вопросы, как будто это я на допросе Вы вместо того, чтобы разговаривать, лучше бы звонили в полицию Нет, нет, Маня, не надо в полицию звонить Они все равно ничем не помогут А вот репутация издательства будет испорчена Почему? Ну, согласитесь Издательство, в котором душ начальников Вряд ли вызовет у кого-нибудь доверие Ну да, здесь я с вами соглашусь А мне кажется, что я вас знаю Вы писатель? Нет Как же я теперь по улицам ходить буду? Слушай, я тебе электрошокер подарю Такая забористая вещица, вообще ни один маньяк не сунется Простите, а вы телефон где нашли? Нашла телефон, я под шкаф Это кто? Бабка на место Веселовского определила Откуда взялся? Ну, Мань, давай Да не надо, Сань, сейчас с твоим питьем с... Извините, а чья это перчатка? Моя А вторая? Я не знаю, ну, там, наверное Я не понимаю Я ничего решительного, ничего не понимаю Сначала вот этот маньяк Потом меня чуть насмерть машина не сбила Теперь этот живой клонс А какая машина? Так, манья, никто тебя не сбивал Ненормальный какой-то подвор уносился Друзья мои, ну, давайте дерябнем За здоровье нашей драгоценной Екатерины Петровны Так, нет, нет Алекс, да? Да-да, сейчас А че я-то не... Дай сюда Будь здоров, Катюш Давай Спасибо Здравствуйте Добрый день Мамуля Сыночь Привет, моя хорошая Здравствуй Привет Здравствуй, мой дорогой Ну, как ты? Да я-то ничего Как твоя ножка болит? Да все хорошо, мам Вот тебе гостинцы Володенька, да ничего мне не надо Суп сам варил Занимайся своими делами, зайка Мамуля Ты очень хорошо выглядишь Так отдыхаешь все время, лежу целыми днями Ну, ничего Скоро твоя курортная жизнь закончится Сделаю тебе операцию Вернешься домой Так что лежи, расслабляйся, отдыхай, пока есть время А заведующий что говорит? А че говорит? Говорит, наблюдать будут За динамикой какой-то следить Ну, я с ним лично сейчас поговорю А то пока эти айболиты зашевел Шалусь Что, мамуль? У тебя ничего не случилось? Да нет, ничего у меня не случилось У тебя все в порядке? Ну да, все у меня чудесно Устал просто очень Владимир? Здрасьте Здравствуйте Ну, не очень-то вы вежливы Как вы меня нашли? Обижайте, я же детективы пишу А если серьезно? Ну, если серьезно Есть у вас в отделе девушка Жанна Она вас обожает Вы в курсе? Так вот Я сказала ей, что у меня сломался компьютер И никто его починить, кроме вас, не может Потому что я никому Своей бесценной рукописи не доверяю Ну вот Она растаяла и рассказала мне Что каждое утро вы приезжаете сюда Как ваша мама, Володя Спасибо А я вам... Ой, Марина Покровская? Да Здравствуйте Здравствуйте А можно попросить у вас автограф? Ну, конечно У нас все девчонки зачитываются вашими книжками Очень приятно Как вас зовут? Лена Спасибо большое Спасибо Вам спасибо Володя А когда выйдет ваш новый роман? Скоро, девушки, скоро Ой, хорошо, что не уехали Мне очень надо с вами поговорить Понятно Работу ищите Что вам от меня нужно? Катю Митрофанову вчера вечером пытались убить Что? В собственной квартире Девочка моя, ну разве так можно? Надо было отлежаться А есть ли осложнение? Ничего Очень много работы И у меня тем более нет больничного Глупости С простудой надо лежать в постели Тебе сейчас не больничный нужен А чай с молоком Теплое одеяло И хорошая книга в руках Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли домой Нет! Анна Иосифовна, я правда достаточно хорошо себя чувствую Напрасно Не люблю, когда дети болеют Есть в этом что-то неправильное Старики должны болеть Катюша, а зачем ты уволила этого славного мальчика Из электронного отдела Я, конечно, ничего не утверждаю Но, на мой взгляд, совпадений предостаточно Сначала она вас увольняет Потом этот жуткий скандал в кафе А вечером ее душит Я ее не душил Да Но, согласитесь, мотив-то у вас был И весьма серьезный мотив Знаете что? Идите к черту! Выметайтесь из машины! Выметайтесь! Выметайтесь! Я сама не пойду Силой вытаскивайте Слушайте, ну холодно же Ты... С чего вы вязали, что Митрофанова причастна к убийству? Я ничего не знаю Угу Понятно С вами все ясно Ладно, довезите меня до метро Поехали Поехали, поехали Ты сделала массу непростительных ошибок Во-первых, наказала ни в чем не повинного человека Во-вторых, заставила его всех нас ненавидеть И в-третьих, устроила скандал в издательстве Да еще при посторонних Посторонних? Ну да, там же был Веселовский, а разве он нам не посторонний? Катюша, ты знаешь наши принципы, мы никогда и ни с кем не расстаемся врагами Нам нужна безупречная репутация Тебе придется все исправить Как? Ну, во-первых, ты восстановишь мальчика на работе Во-вторых, извинишься перед ним И в-третьих, впредь подобные решения будешь всегда согласовывать только со мной Вы кто? Я Шангирей Мы договаривались с Мариной Алексеевной о встрече Мариночки нет Она меня ни о чем не предупреждала Это Викуся Моя несравненная тетушка Здравствуйте Салют разрешите? Проходите Спасибо Заходите, Алекс Викуся Проходите, проходите Викуся Ой, Манечка Ну, что ж такое, я ж тебя предупреждала, что придет человек Ну, ты ж сказала, что его зовут Алекс, а не Шарпик Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, ты уже уходишь Да-да-да, вы знаете, мне нужно успеть до пяти И в контору, в жилконтору Вы смотрите на вешалку Вы знаете, эта вешалка досталась мне от моей мамы Я хотела ее выбросить, а Маня ни в какую Такие вещи нельзя выбрасывать Если б вы видели, в каком она была состоянии Мы привезли ее из наших бараков с Оржевки Вы помните тамошние бараки на Оржевке? Кусечка, отстань, пожалуйста, от человека Никаких барак он не помнит Проходите, пожалуйста Проходите, не стесняйтесь Послушай меня Обязательно угости гостя кофе Конечно Там хлеб и краковская колбаса Без пропуска не пущу Петр Михайлович, ну дома забудь Ну ты ж меня в лицо знаешь Я же сказал, без пропуска не пущу Давай, давай, не стой на душе Здорово, Михайлович Привет, Володь Мне бы начальник отдела кадров Он в библиотеку пошел Позовешь? Сам сходи Да меня вроде как уволили Ну пропуск-то у тебя есть Это прадедушкина квартира Вам повезло Не каждому удается жить в квартире прадеда Да мне бы и не удалось Тут после революции всех уплотнили Здесь коммуналка была душ на сорок Ну а потом, когда советской России понадобились аэропланы То обратно всех разуплотнили А при чем тут аэропланы? А прадедушка был авиаконструктор Вот Да Он еще при царе начинал Его после революции с дуру-то чуть не расстреляли Но потом, когда поняли, что самолет сами-то не построится Весь пролетариат выбрали отсюда А вот прадеда оставили Позвольте, а как фамилия вашего прадеда? Поливанов, как и моя Правда, он за этим столом о самолетах думал А я всякую фигню детективную пишу Помогите, пожалуйста, Анна Чушлова Ну, конечно Спасибо Значит, вы не та, за кого себе выдаёте? Вы не Покровская Поливанова? Ну, почему же не та? Я Это я Автор второсортных детективных романов Почему же второсортных? Потому что все детективы второсортные Если бы я была настоящим писателем То я бы написала Муму А фамилия моя была бы Тургенев Хотите колбасы? О, Павел Семенович Здравствуйте, я вас ищу А, Береговой привет Я так понимаю, я пропуск твой должен вам сдать? Должен Только указаний пока не поступало Каких указаний? Ну, чтобы изъять Так что, не суетись, Володя Вообще, эпидемия какая-то с этими пропусками В смысле? Теряю Подруга твоя, сердечная, Митрофанова Потеряла Настя, секретарша Бабкина, тоже Подождите, подождите, а Митрофанова когда пропуск твой теряла? Ну, когда? Недели две А ты что, находил, что ли, Володь? А? Да нет, я просто спросил Садитесь А вы почему вчера к Катьке припрылись? Ну, нас-то она позвала А вас? Поговорить хотел Для этого я к вам пришел Ну, говорите Расскажите мне про Веселовского Вспомнила бабушка первую ночь А зачем он вам сдался? Вы с Лимоном будете? Да, спасибо А правда, что его уволили После истории с Митрофановой Ну, история так себе Она любила его А он родину Вот и все А подробнее? Ну, подробнее мне кажется Что Катя очень любила Веселовского Или, может быть, принца ждала Хоть какого-нибудь Но вы знаете, как бывает Не у всех получается Понимаете? Понимаю Ничего вы не понимаете У вас же проще все у мальчиков Чем у девочек Почему? Потому что Потому что так принято считать А вам что, не проще? Думаю, одинаково Ну, вас же девочка не может заставить сделать аборт? По-моему, никого нельзя заставить Слушайте, бросьте Вы что, никогда не попадали в зависимость От другого человека, что ли? А давайте я вам бутерброд сделаю С колбасой Спасибо Просто, когда Вадим пришел К нам в издательство Катя была на седьмом небе от счастья Ну, закрутился роман Командировки, общие интересы А потом был аборт Да Этот гад сказал Катюше Мол, рано еще Нам Еще только жизнь начинается Вот Ребеночка истребили А оказалось, что от него Другая-то дура Тоже залетела параллельным курсом Но только там-то малыш будет А Анна Осиповна его по статье уволила? Нет Нет Ну что, старуха скандалов не любит Но волчий билет она ему обеспечила Что значит волчий? Ну, пообещала Что в издательском бизнесе Этот ферг больше работать не будет И обещание свое сдержала А где он сейчас? В колбасе Ну, в смысле На колбасной фабрике Он там в отделе маркетинга Или в кадрах Отвратительный Вонючий Тип Ой А вы расследование, что ли, ведете? Ну Нет, только не врите, что вы человек новый Пришли познакомиться с Катиными друзьями Просто Просто Анна Осиповна Попросила Помочь Слушаю Владимир, здравствуйте Это Екатерина Петровна Митрофанова Я бы хотела с вами встретиться Вы можете подъехать завтра в издательство Мне с вами разговаривать не о чем Я никуда не поеду До свидания Анна Осиповна получала письма с угрозами И попросила меня в этом и разобраться А почему именно вас? Для меня это тоже загадка Ну И нарыли что-нибудь? Я думаю, что эти письма Не имеют отношения к убийству Анонимка это такой Своеобразный способ свести счеты Можно? А, да, конечно Он все равно не работает Ему лет сто А что касается сведения счетов Мне кажется, это такой Бабский способ Действительно бабский Я даже как-то не подумал Но мне кажется, в них есть что-то такое Что связывает их с убийством И Что же? А зачем ваша подруга волила Берегового? Ну, я не знаю В истерическом припадке В помутнении рассудка С ней такое бывает Допустим А зачем ее вообще хотели задушить? Кому она мешала? И что такого она могла знать? За что ее хотели убить? И почему она открыла дверь? И почему повернула спиной к входящему? Да потому что она думала, что это мы с Сашей А, то есть нападавший полагался на удачу? Откроет дверь, задушу Не откроет, ну и ладно Я такая смешливая Что я вас очень хорошо знаю Это вряд ли Нет Вы сидели за длинным-длинным столом У вас была совершенно очаровательная улыбка Человека, который достиг нирваны Я сказала, что-то не так Нет, нет, что вы Просто Просто мне пора И так вас отнял много времени И спасибо за чай И клубасу Так жалко, что вы уходите Ну, ничего страшного Мы же завтра Вы же будете в издательстве? Все непременно буду До свидания До свидания Совершенно случайно У вас нету телефона Веселовского? Милый, ну ты где? Давай быстрее Мы же опаздываем Да тут сумасшедшая какая-то Пойдем быстрее Угу 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 Владимир, это Митрофанова. Если вы не хотите ехать в издательство, давайте я к вам сейчас приеду. Говорить куда? Пожалуйста. Добрый вечер. Здрасте. Володь, это к тебе. Здравствуйте. Сразу что-нибудь закажете? Воду, кофе. Надеюсь, он у вас вкусный. У нас очень вкусный кофе. Танечка, кофе просто классный. В общем, мне бы с вами поговорить. Я времени много не займу. Меня Дэн зовут. Дэн с туалетов. В журнале день сегодняшний работаю. Дослышали, наверное. А мы с Володькой тысячу лет дружим, ужинаем, вот. А вы, кстати, ужинать будете? Здесь мясо на гриле, просто улет. Володь, Володя, скажи уже что-нибудь. Здравствуйте, Екатерина Петровна. О! Вы в издательстве работаете, слушайте. Сдавали мы как-то с фотографом нашим Сапоговым материал про этого писателя. Как его? Ну, Володь. Не знаю. Я с писателями не работаю. Ага. А вы, Екатерина Павловна? Петровна, писатели бывают разные. Владимир, мне бы с вами поговорить. Наедине. Да мы вроде уже разговариваем. Можете продолжать. У меня от друга секретов нет. Понял. Схожу в бар, возьму водички, а то, знаете ли, в горле что-то пересохло, да. А вы вот что, присаживайтесь, да. А то, как говорится, в ногах правды нет. Спасибо. Всегда пожалуйста. В общем, я бы не стала с вами возиться, если бы не Анна Иосифовна. Возиться? Ей вечно всех жалко, она всем хочет помочь. Короче, возвращайтесь на работу. До свидания. Подождите. Как это, возвращаетесь на работу? Да вот так. Ваш кофе. Продолжение следует... Ваш кофе. ПОЛЕШИВАЕТ Это где-нибудь не соиной со再its бороться, я могу… Скажите, вы могли бы уделить мне завтра несколько минут? Насчет работы, я думаю, вам все ясно? Можете завтра выходить. Что у вас с голосом? Ничего, простыло. Екатерина Ивановна, а вы кофе-то пейте, а то Танечка варила, старалась. Петровна. Петровна. Пардон, у меня на отчество имена помню, а отчество… Я тогда вам нахамил. Извините меня, я не хотел. Хотели, еще как хотели. Даже теперь не знаю, как мы будем с вами работать. Работать? Слушай, я же говорил, что все рассосется. Вы выбрали, что покушать? А мы выпьем. Вискаря. Дай, Екатерина Васильевна. Или вы не пьете? Это ровно. Тем более. Короче, три по сто виски и яблочный сок. А покушать? Надо говорить, есть. Покушать – это ужасно. Хорошо. Кусок мяса на гриле и побольше. Конечно. Кушать. Кто-то, я думаю, что это мне сегодня все ухо режет. Я должна перед вами извиниться. Я дала Ане Иосифовне слово. Она считает, что я вас уволила несправедливо. А вы как считаете? Это не имеет значения. Раз она так говорит, значит, так и есть. Извините, я ошиблась. Послушайте. Неужели вы в самом деле думаете, что я намеренно выложил эти фотографии в сеть? Или мог это как-то проконтролировать? Ну, я не знаю. Мне тогда казалось, что я поступаю правильно. Вы допустили утечку информации. И это ударило по престижу и репутации издательства. А почему вы считаете, что всем плевать на репутацию и престиж? А то-то вам не плевать. Мне не плевать. Просто я не воплю об этом, так? Чтобы меня постоянно слышало начальство. А я, значит, воплю, да? Ну, показательные выступления вам иногда удаются. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Друзья, не будем ссориться. Екатерина Сергеевна. Петровна, я... Мир. Секреты, значит, приехали выведывать. Так нет никаких секретов. Здрасте. Здрасте. А вы еще по шее получите, что сюда приехали. Не любят в конторе нашего брата? В конторе? В издательстве. Завидуешь, что кто-то, как я, вперед идет, а они загнивают. Как там вообще в нашем отчем доме? Старушку в богадельню еще не отправили? Правнучку? Первопечатника нашего Василия Федорова, а? Иван? А, простите. Не спросил, как вас зовут. Значит, Иван? Нет, первопечатника звали Иван, а не Василий. А, да и бог с ним. Ну, как вам? Нравится? Мои идеи. Все до одной. Привнес, так сказать, культуру в колбасу. А почему ушли из издательства? Свободу творчества зажимали? Зажимали. Зажимали. Да и зарплата здесь в два раза больше. Вот теперь бабка и бесится. От нее же просто так никто не уходит. Вот она теперь ядом и сходит. Все в жизнь травит. Она вам отравила? Да бог с вами. Где она, где я? Так что вас конкретно интересует? А то, знаете, времени совсем нет, совещание за совещанием. Ой, господи, Викуся. Доброе утро, моя родная. Опять всю ночь не спала? Да я бы так всю жизнь Викуся не спала. Все писала бы и писала бы. Тоже мне, Маргарет Митчелл. А я роман закончила. Вот, теперь ляг и выспись. Нет, 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 нет. Я в издательство. Меня там ждут. Подождет твоя Катя. А с чего ты взяла, что это Катя? О, какая ты. Слушай, а этот, как его, который к тебе вчера приходил? Шарпи? Он кто у нас в издательстве? Не знаю. Алекс. Алекс? Мань, ты ничего себе опять не придумываешь. Придумываешь? Опять я себе все придумываю. Манечка. Глупость это все. Викуся. Пошли завтракать, завтракать. Чистить перышки и в бой в окопах позавтракаю. Нет. Карету мне. Карету. Я встретил вас и все. А вы работали с авторами? Да. Работал. Да. С авторами. Если их так можно назвать. С Маней Покровской. Не читали? Нет. Ой. Со скуки помрете. Нет, ну серьезно. Зато самомнение, ах. Ей бы вагоны разгружать, а она в телевизор лезет. А кто ее в телевизор привел? Кто? Я? На коленях редакторов умолял. Она ж перед камерой двух слов связать не могла. Вы, кстати, с ней поосторожней. Она не та, за кого себя выдает. В каком-то смысле. Ну, так сказать, из себя все такую правильную строит. Святая такая вся. Со всеми дружит, всем помогает. Но при случае сожрет и не подавится. Мне так не показалось. Что вам показалось, не показалось. Вы там без году неделя. Уходите оттуда. Вот вы кто? Шангирей. Нет, вы редактор, пиарщик. Не пиарщик. Не важно. Вы поймите. Вам там делать ничего не дадут. Потому что решает все бабка. А она в маразме. Скольким хорошим авторам она отказала? Она отказывает талантам? Отказывает постоянно. У нас в отделе русской прозы Оленька есть. Она такие детективы пишет. Ах, мы ее бабки посылали по чужими фамилиями. Ни в какую. Свято место занято Покровской. Бланки ведомостей прихватите-то? Да, поняла. Ради бога, простите. Ничего страшного. Оленька, еще отчет по электронке не забудьте отправить. Хорошо, Анжела Викторовна. Спасибо. Оленька. Я занят. А, это вы что-то забыли? Один вопрос. Скажите, пожалуйста, детективы ваши Ольги вы посылали на электронный адрес, верно? Ну да, разумеется, а что? На какой? Ну, на Папкин, конечно. А в чем дело? Дело в том, что Анна Осиповна не пользуется компьютером. Откуда вы узнали адрес? Откуда узнали, что он вообще в принципе существует? Ах, вот оно в чем дело. Так ты у нас, оказывается, засланный казачок, да? Так откуда? Пошел вон, Штирлиц недоделанный. Я тебя порву, как Тузик Грелку, понял? Задушу, как Отелло Дездемону. Отелло Дездемону заколол. Советую перечитать. Вали отсюда! Колбасных успехов! Дверь закрой! Здравствуйте, Маня! Здрасте! Приложите свой пропуск, а то этот Цербер меня до второго пришествия промаринует. Я не могу. Понятно. Ну и мужики, скандаловы эти, что ли? Вас боюсь. Вы что, у меня пропуска нет? Мне еще не дали. Ну и как вы тогда проходите? Насте звоню в приемную. А что сейчас не звоните? Думаю, вы своим поделитесь. Он у вас в заднем кармане. Доставайте. Достал? Идемте. Вечно засуну, потом найти не могу. А вот, нашла. Ну и слава Богу. Да. Хорошего дня. И вам того. Жанна, ты не знаешь, где у Володьки установочные диски лежат? Не знаю. Всем привет. О, Володька. Владимир Сергеевич! Вы вернулись. Да вроде того. А мы по вам так скучали, так скучали. Все приходят, спрашивают, где вы. А я верила, что вы вернетесь. Владимир, здравствуйте. Меня зовут Шангирей. Я звонил вам, помните? Можно вас на пару слов? Вас восстановили на работе, поздравляю. Скажите, а кто еще, кроме вас, знал, что Анна Осиповна пользуется интернетом? А почему, собственно, я должен... Кто-то из вашего отдела? Из моего никто, интернетчиков со стороны нанимали. Да какого черта, в конце концов? Адрес и пароль регистрировали вы? Я. Послушайте. Кто еще знал адрес и пароль? Быстрее, Владимир. Эта девушка Ольга из отдела русской прозы? Оля здесь абсолютно ни при чем. Эти фотографии просто глупость. Шутка. Какие фотографии? Из-за которых меня уволили. Спасибо. Настюша, привет. О, здравствуйте, Марина Алексеевна. А я роман закончила. Поздравляю. А кто убийца? А я вот сейчас взяла тебе и сразу все рассказала бабуле у себя. Да, она сейчас в город уехала, но скоро будет. Да? Тогда увидишь Митрофанову, скажи, что я у Саши в кабинете посижу, у него открыто. Ага. Хорошо. Книжки пойду почитаю. Дело хорошее. О школе для молодых девиц. Желательно сохранить у молодых девушек привычку краснеть перед мужчиной. Этот легкий румянец украшает их, а он может утратиться. Но румянец у меня наличие стоит. Так. Пономерка. Ну-ка. Пономерка. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы утверждаете, что ваши дела вел литературный агент по фамилии Шадер. Да, Ваша честь. Но такого человека не существует. Мсье Лорер, для подтверждения авторства романа «Запах вечности» вам предложили написать рассказ в той же стилистике. Когда вы представите его в публике? Пожалуйста, пропустите. Мсье Лорер сейчас не будет делать никаких заявлений. Ждите. Добрый день, мсье Троян. Здравствуйте, мсье Лафар. КОНЕЦ КОНЕЦ О, Мань, привет. А где Саша? Здрасте. А я вам не помешал? Вот говорила мама в детстве, закрывайте дверь и польта вынесу. Саша, нужно подготовить релизы на открытие нового магазина. А, да. И обсудить список вопросов для прессы. Да. А тебя я жду через пятнадцать минут у себя. Зачем? Как зачем? Ты что, забыл? У нас сегодня встреча с читателями. Три. Действительно забыла. А, Маня. Саня, я и правда забыл. Представляешь? Так. Ну и что привело в мой кабинет величайшую писательницу современности? Боже мой, Дидро. Очень редкое издание. У меня очень хороший вкус. Саня, а что вот это такое? Это моя закладка из этой книги. Вот зачем ты ее вытащила? Я теперь не в жизни найду. Ну так я страницу-то запомнила. Да? Да. А вот эти буковки что означают? А, И. Монограмма. Чья? Моя. Александр Иванов. Ты? По маме. Шутка. А вот эта буква, это что значит? Слушай, писательница, это просто буква. И моя закладка. Какая страница? Сто сорок вторая. Сто сорок вторая. Ты зачем приходила-то? Вот. Мне? Да. Спасибо. Роман. Какой роман? Толстой, блин. Война и мир. Сань. Маня, ты детектив закончила? Манечка! Слушай, ты же наша умница. Маня, ты Достоевский. Месяц — роман. Месяц — роман. Так, а кто убийца? Раскольников. Кто? Шутка. Прочитаешь, все узнаешь. Почему я должен возиться с этим барахлом? Мы эти отдел или дом быта? Завел в порядке? Они же тебе на шею сели. Не ворчи. Оставь, я сам сделаю. Кушайте, Владимир Сергеевич. Вам витамины нужны. Спасибо, Жанна. Не стоило. А может, вам по дому чем помочь? Ну, там убраться или приготовить? Благодарю. Я пока справляюсь. Ты бы вот не ухмылялся, а взял бы старый монитор и на склад отнес. Я занят. Я как вспомню, что он там лежал. Этот зарезанный. У меня мурашки по всему телу. Так, я в русскую драму посмотрю сервак. Он у них что-то глючит. А может, чайку? Нет, Жанна, я пойду на склад, а то мы тут с вами хламом зарастем. Надежда Кузьминична, доброе утро. Мариночка, прекрасно выглядите. Спасибо, вы тоже. Я роман закончила. О, поздравляю. Ну, хоть у вас все в порядке. Да, а у кого у нас не в порядке? Это убийство. Это же кошмар какой-то. А что дальше будет? А что дальше будет? Конец света. По календарю Майя все сходится. Опять? А вы не чувствуете? Может, все-таки обойдется? Мариночка, это я так. Просто устала. А, Надежда Кузьминична… Да-да, Мариночка, это и так. Пейте, пейте ваш кофе. Хорошо выглядите. Спасибо, вы тоже. Мариночка. Кто здесь? А, это вы, Владимир Сергеевич? Я, Надежда Кузьминична. Я… А я тут даже мимо не хожу. Боюсь. Как вспомню… У вас тряпочка есть какая-нибудь? Носовой платок. Подойдет. Ага. Перегорела? Перегорела. Что же входите-то, если боитесь? Так, дверь открыта была. Володенька, а у нас тут компьютеры опять барахлят. Еле грузятся. Я к вам Федю уже отправил разбираться. А может, все-таки вы, а? А то он в прошлый раз так накрутил. У нас потом полдня… Спасибо. Интернета не было. Хорошо, я приду, посмотрю. Спасибо, Володенька. Это так замечательно, что Екатерина Петровна вас вернула? Угу. Кровь. Господи. Старая, наверное. Не убрали? Пожалуйста, следующий вопрос. Вы, пожалуйста. А как вы тут интересно рассказывали про свой новый роман? Вот скажите, сюжеты вы в голове выдумываете или из жизни срисовываете? Выдумываю, но… Вот. А остальные писатели, а как? Пишут, значит, на основе реальных событий нашей повседневной жизни. А вы, значит, народ обманываете? Ну, вы знаете, я должна вам сказать, что вообще детективы их выдумывают. Ну, если это, конечно, не документальная история… А ваши, значит, не документальные? Нет. Ну… Так вот и выходит, что все ваши романы — это вранье и обман народу населения. Друзья мои, у нас очень мало времени. А чё, не так, что ли? Следующий вопрос. А как вы относитесь к экранизации ваших романов? Да, честно, должна вам сказать, никак не отношусь. А как вы начали писать? В пять лет родители мне показали буквы, с тех пор… И начала. Здорово, Мехмед. Привет, Уленька. Привет. У меня к тебе один вопрос. Ну? Ты кому-нибудь говорила про бабкин комп? Про что? Ну, про то, что я ноутбук Анне покупал. Устанавливал сетевые разъемы, почту открывал. Помнишь? Володь, ты ошибаешься. Ничего такого, я не помню. Ну, как же так? Мы еще смеялись с тобой, что Анна компьютер ненавидит, а ноутбук себе приобрела. Да не помню я ничего. И вообще, какая разница, ставил ты ее комп или нет? Да никакой разницы. Просто сегодня утром меня новый зам об этом спрашивал. Я-то здесь при чем? Ни при чем. Кроме нас с тобой об этом никто не знал. Володя, у меня работа и по горло рукописи до черта одна талантливее другой. А ты меня паришь здесь всякой ерундой? Ну, хорошо. Извини, не хотел тебе мешать, пойду. Володя, прости, пожалуйста. Я правда устала. И телефон свой забыла в кабинете, а мне позвонить надо. Маме. Ты меня подожди, я быстренько. Я подожду. Да, я скоро. Михалыч, тут Ольга только что не проходила. Николаева, что ли? Из русской прозы. На улицу пошла. Спасибо. Я часто пишу немного про себя. Вспоминаю детство, вспоминаю свою большую любимую собаку. У вас в книжках все время собаки. Мне мама читает. А про кошек вы знаете? А то у нас кошка, а собаки нет. Про кошку сможете? Ну, хорошо. Я в следующий раз обязательно напишу про кошку. Про рыжую. Хорошо, договорились. Про рыжую. Думаю, Марина Алексеевна ответила на все ваши вопросы. И пора перейти к автограф-сессии. Простите, а можно еще два вопроса? Извините, на сегодня достаточно. А я отвечу. Здравствуйте, я слушаю вас. Скажите, где вы берете сюжет для своих романов и когда вы начали писать? Здравствуйте. Давайте уже автограф-сессию. Да. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы чуть позже. Хорошо? Вы после автографа подойдите ко мне, ладно? Возьмите, пожалуйста. Аня, напишите, пожалуйста. Я не знаю, откуда. Он только что меня об этом спрашивал. Если он узнает, все пропало. Ты понимаешь, все пропало. Конечно, тупой, но в компах разбирается получше нашего. Так ему надо-то сложить всего два и два. Да я точно тебе говорю. И что мне теперь с ней делать? Здрасьте. Убить? Послушай, мне нужно срочно с тобой встретиться. Я не дурю. Прямо сейчас. Ты можешь приехать? Не надо мне врать, что ты не можешь. Хорошо, давай через час. Спасибо, что это было очень вкусно. Сейчас. Ну что, дозвонилась? Да, слава богу. Просто у меня мама так же, как и у тебя, немного болеет в последнее время. Татьяна. Ну ладно. Я пошел, много работы. Ты же поговорить хотел. Ну ты все равно ничего не помнишь. О чем говорить? Как вас зовут? Татьяна. Татьяна? Разрешите? Пропустите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Будьте добры. Спасибо. Ой, простите. Марина Алексеевна, вот здесь для, здесь для тети Дуси, для уборщицы, для Сереги охранника, для Люськи она в утро, ну и для Галки, конечно же. А Галка это кто? Ну как? Галка очень любит ваши книги. Просто ей, знаете, не повезло, она ногу сломала. Но она была готова даже на костылях помонять. Подожди. Марина Алексеевна подпишет нашим потом, после мероприятия. Конечно. Извините. Господа, давайте как-то организованно. По одному. Марина Алексеевна каждому подпишет книгу. Каждому. Давайте. Как зовут вас? Народа сегодня было много. Если бы не этот скандальный товарищ. Не переживайте, вы все отлично организовали. Спасибо. На здоровье. Большое спасибо. Галке привет. Пусть выздоравливает. Конечно, обязательно. Ну как ты? Да нормально. Бодра как блоха. Не представляю, как вы это выдерживаете. Да, должна вам признаться, что писать романы гораздо проще. Может кофе? У нас замечательный кафетерий. Круглосуточный. Берешь книжку и сидишь с ней до утра. Да? Я бы не отказалась. А вот там у вас что? Там детский уголок. А что такое фарш? Фарш. Фарш такая комедия легкого содержания. С чисто внешними комическими приемами. А что такое драма, я знаю. Это когда мама приходит домой с работы, а Мишка врет, что уроки сделал. Пойдем, Сонечка. Спасибо вам большое. Угу. До свидания. До свидания. До свидания. Так вот, вы где спрятались? Вы были заняты, и мне показалось, что я вас отвлекаю. А я подумала, что вам надоело ждать. Интересно. Алекс Юстас. Опять вы? Вы что, за нами следите? Почему вы считаете, что я слежу за вами? Катюш, спасибо. Езжай без меня. В смысле, без тебя? Катя… Екатерина Петровна, пойдемте, я напою вас восхитительным чаем. Пойдемте. Вы знаете, я написала первое слово как раз из таких кубиков. Мама или папа? Нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Этицкая сила, какого черта ты меня с работы дернул? Что за нетерпячка такая? Не ворчи, Дэн. Видишь эту машину красную? Ну, вижу. Сейчас мы за ней поедем. Куда? Пока не знаю. Ты издеваешься? Это машина Ольги. А, Ольги. Ну, тогда это все объясняет. А кто такая Ольга? Ольга из отдела русской прозы. А, Вовчик, послушай. Я понял, это прикол, типа она снимает скрытая камера. Извини, не до шуток. Да подожди. О том, что я бабке компьютер устанавливал, никто не знает. Она просила меня об этом никому не говорить. Понимаешь? Ну, не очень. Я об этом сказал Ольге. И? А теперь меня новый зам спрашивает, кто еще кроме меня знал о том, что у бабки есть компьютер. Теперь понимаешь? Нет, ни черта не понимаю. Новый зам в курсе того, что я открыл бабке почту. Ольга выложила фотографии с убийства в интернет и меня уволили. Уволили. Но потом-то вернули или нет? Да может, она специально выложила эти фотографии в сеть, чтобы меня уволили. А так а теперь-то тебе какая разница, если тебя вернули? А такая вот. Сегодня слышал, как она по телефону говорила, что теперь мне придется убить. Убить? Ого, ни фига себе. А кому сказала? Да новому заму, наверное, этому. Кому еще? Тихо. Идиот. Давай. Поехала, кошечка. Пристегнись. Я в детстве любила писать про лесную полянку, где играют щенята, медвежата. Щенята? Ну да. Я всегда любила собак. Вот. А потом… Спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо большое. А потом, когда взрослее стала, стала писать всякую ерунду про космические корабли. Угу. Вот. Тут очень хорошо, правда? Да, здесь можно взять книжку и сидеть, читать, читать. Я однажды в таком магазине до утра просидел. До утра? Да. Захотелось ночью почитать Мэрин Гофф и пошел читать. И очень рад вас видеть, Маня. Я тоже очень рада вас видеть. Я просто думала, что вы сегодня ушли. Совсем. Просто было много народу. Я не очень люблю суету. Угу. Почему вы меня так разглядываете? Как? Испуганно. Я знаю, кто вы. Я вспомнила Париж, Алекс. У меня превосходная память. Простите. Надо идти. Простите. Простите. Допустим, этот новый зам пришел в издательство не просто так. Они с Ольгой решили обвести Бабку вокруг пальца. За ответственно подставить меня. Звонит кому-то. Если дело в Бабкином компьютере, то все логично. Я могу разобраться и меня выводят из игры. Это в кино. Про шпионов периодически кого-то выводят из игры. При этом еще в зубы дают. Тебе в зубы уже давали? Да нет пока. Ну вот. О, пошла куда-то. Дэн, за ней. Митрофанова пытались задушить? Мне это рассказала Покровская. Она тогда у нее была. Так может они вместе и замешаны в этом деле? В чем замешаны? В убийстве того мужика. Может Митрофанова никто и не душил? У них там заговор какой-то. Понимаешь? Я ничего не понимаю. Заговор, душители. Каша какая-то. И еще этот ваш новый. Ешкин кот. Шангирей. Вот именно. А в итоге труп. Нет, сначала труп, потом заговор. Кстати, а кто труп? Что там? Елки-палки. Чуть не запалились. Я буду трупом, если мы сейчас не выясним, с кем она встречается. Это одна отговорка. Пробки. Слушать ничего не хочу. Ты меня понял? Жду тебя в кафе. Сейчас она пойдет в кафе. И что? Пойдешь за ней. В каком кафе? Кто? Я? Меня она знает. Попытаешься сфотографировать того, с кем она встречается. Да. И послушаешь, о чем они говорят. А языка тебя из-за линии фронта не притащить? Камера в мобильном у тебя нормальная? Обижаешь? На нее сапогов как-то целый. Репортаж снял. Хорошо. Давай-давай-давай. Черт бы тебя побрал со всеми этими твоими заговорами. А если они меня того, кто будет мои бренные останки из их багажника вытаскивать? Ты? Дэн, я прошу тебя как друга. Все расскажу бабке. Слышишь? Ага. Я не шучу. Ладно. Как говорится, если что, считайте меня коммунистом. Я тебя в машине жду. Ага. Попробуйте. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ Ты на тело, я не ранен, ахрен. Топиться собрались? Здесь топиться неуютно и холодно. А потом мне придется, как Петрыкину Нестора Петровича вас спасать. А я должна вам признаться, что плаваю я хуже пушечного ядра. Как вы меня нашли? Просто шла за вами и все. Что вы рванули-то от меня, как под колеса? Вы же жениться на мне не обязаны. Что, так тяжело? Я не хочу ничего говорить и никому ничего не хочу объяснять. Так, а фишка в том, что мне ничего объяснять не нужно. Я и так все знаю. Вы написали тот роман «Запах вечности». Только тогда у вас идиотский псевдоним был. Алекс Лорер. Скажите, Алекс, а вы сразу стали писать по-французски, как Набоков? Ну или переводили? Стоять. Это неприлично, Алекс. Я все-таки дама, хоть и пишут детективы. Ой, какой же это был роман. Хит-продаж в Европе, список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Прекратите. Вся богема рванула в Париж. Никто, никто не верил, что вы из России. Даже считалось оскорбительным подозревать вас в том, что вы русский. Отпустите меня. Правда, слава была вашей недолгой. Ну, с другой стороны, как посмотреть, когда все узнали, что вы сперли этот роман у безызвестного, но очень талантливого писателя, вы стали еще популярнее. Он доставляет это удовольствие? Нет. Я просто говорю то, что вы хотите мне сказать. Я ничего вам не хочу сказать. А я следила за судом. Почему вы позволили себя растоптать? Почему вы не подали на экспертизу? Как вы могли? Как вы с ума не сошли? Ваши творения, миллионы ваших книг носят чужое имя. Это невыносимо было. Где вы были все это время? Я болел. Болел? Да вы могли написать десяток таких романов, а вы позволили себя растоптать. У меня украли жизнь. Я больше не могу писать. Это вранье. Вы не писать не можете. Ну, я это точно знаю. Здравствуйте. Салют, салют. Что будете кушать? Идите колотеть, Танечка. А, это же наше кафе. А если днем никогда не был, не признал, не признал. Так что принести? Эм, кофе и булку с кремом. С кремом, нет, только с изюмом. С детства обожаю изюм. Ну, что там у тебя? Белочка в дупле, пароль 16. Ты ее видишь? Практически осезаю. А этого? Не пришел пока что. Слушай, не звони мне, всю операцию провалишь. Я уже думала, что ты не приедешь. А вот, и бельчонок. А ты, как будто ничего не случилось. А кем был тот человек? Какой человек? Который вас обманул. Моим литературным агентом. Кто он? Я ее никогда в глаза не видел. Мы общались по почте. Он занимался договорами. Ну, в общем, все было на нем. Присылал мне какие-то бумаги, я их подписывал. Но не читал, мне было неинтересно. Так удачно он занимался моими делами, а я? Я писал, писал. Так а суд? Он что, в суде никогда не был? Туда не приходил? С журналистами не разговаривал? Это же громкое дело было. Показывали с утра до вечера. У него был адвокат, очень хороший адвокат. И он ходил в суд. А, хорошо, а второй? Второй? Ну да, чье имя на обложке? Я его не знаю. Как не знаете? Какой-то случайный человек. Я думаю, что он счастлив, что его так употребили. Не просто же так, он про этот комп спрашивает. Значит, он что-то знает? Да ну, с чего ты взяла? А вдруг бабка все знает, вдруг она ему все рассказала? Откуда? Да мало ли откуда. Я, конечно, не со своего мыла отправляла, но он профессионал. Извините. Пардон. Истерия. Хорошо тебе рассуждать, а я подставилась. Он ничего не докажет. Береговой еще как докажет, он в компах реально шарит. Господи, а как же мы хорошо все придумали. В эту руку с манжеты он сразу поверил. И все рухнуло из-за бабки этой чертовой. Да нет, воду мутит не она, новый этот. Да при чем здесь он? Побили у него еще странно. Хотя, погоди, Володя сказал, что тот с ним сегодня разговаривал. Ну, а что мне сказал? Вот-вот. Вы пересели. Я не хочу из-за этого терять работу. Бабка церемониться не будет. Да. Тут сквозняк, а у меня, знаете ли, бронхи. Ага. А еще я булочки фотографирую. Инстафуд называется, да. Да. И потом, вы знаете, выкладываю. Ты приласкай его, он тебе все и выложит. Не хочу я его ласкать. Я не знаю, как от него избавиться. Ты что, не понимаешь? Этот идиот мне противен. Потерпишь. Что-нибудь еще? Эээ, да. Танечка, а давайте я вас сфоткаю. Только вон там, вон там, там светлее. Зачем? Я собираю фотки красавиц, которые носят мне такие восхитительные булочки. Ты меня совсем не любишь. Ну что ты, левее, Танечка? Конечно, люблю. И я тебе позвоню. Спасибо, солнышко. The best. Теперь буду лайки собирать. А булочку можно с собой? М? Все дело в деньгах. Их казалось так много, что отдать их мне он просто не смог. Никто же не предполагал такого успеха. Нет, я знал, что роман неплохой. Но чтоб такое попадание с первого раза. И такая куча денег. Дай счастливому денег. Да. Он обвинил меня в плагиате. Я даже не понял сначала. Презирал всю эту мужчиную возню. Это дикость какая-то. Этот же роман написал я. Конечно, надо было бороться, сообщать в газеты. А я испугался. Да. Наверное, я слабак. А это вы сейчас хвастаетесь? Чем? Тем, что слабак. Ой, как я не люблю лицемеров. Прям до лап по шее. Ну, такой вот бедный писателешка. Затравленный злодеем. Да вам просто нравится быть несчастным. Сочувствия, да, хочется? Сострадания. Ну, как же так? Я же гень. А весь мир против меня. Мы сто лет с ним знакомы. По-моему, даже преподают в консерватории. Я не заходил сюда столько времени, а вот сегодня решил зайти. Маня, а почему вы мне верите? Столько лет мне никто не верил. Почему вы считаете, что я не верю? Вот вы тогда во Франции говорили по-французски, а писали? По-русски? Угу. Вы не ответили на вопрос. Идите в пень. Ну что, тупындр, что ли? Я знаю, я чувствую, что это ваш роман. А почему мой? У меня что, наружу написано? И наружу тоже написано. Я просто помню, как вы в Париж на этой пресс-конференции рассказывали о своей книге. Так может говорить о своем романе только автор. Ну и что, что вы профукали документы? И верили в свои заботы к какому-то негодяю? Ну что? Что это меняет? Да все. Да нет, ничего это не меняет. Ничто не изменит того, что этот роман написали вы. Да, он тоже так же говорил. Кто? Не важно. Это просто красивые слова. Слушайте, я несколько лет ждала, когда Алекс Лорер напишет новый роман. И тогда вот эта вот вся шатия братья, я бы посмотрела с удовольствием, как она будет выкручиваться. Но нет, вы же испугались. Вы же загнали себя под плинтус. Я вообще не понимаю, как вы терпите чужую фамилию на собственной книге, Алекс? Никак. Я ей даже в руки не верю. Знаете что? Только благодарности мне не надо. Я вообще благотворительностью не занимаюсь. В смысле благодарностей? Да вы можете меня поцеловать по-нормальному, как человек. А не так. Спасибо за доверие и чуткость. За то, что поняли, в какой сложной ситуации я оказался. Угу. Понятно. Ну, как хотите. С тебя, вискарь. Смотри, что принес. С изюмом. С кремом не было. Спасибо. Эх, тяжела наша шпионская доля. Ты их сфоткал? В лучшем виде. С кем она встречалась? А я в чем знаю. Вот с этим. Точно не будешь? Тогда я съем. С нервов в жуть, какой аппетит разыгрался. Ничего себе. Угу. Ты слышал, о чем они говорили? Плохо. Там шумно было. Она говорила, что она подставилась. А он, что ничего доказать нельзя. А еще, что ты идиот, и что тебя нужно приласкать. Ну, чтобы что-то там выведать. Да. По-моему, я полный кретин. Угу. Точно не будешь? Так ты полагаешь, что она уволила этого мальчика, чтобы показать служебное рвение? Уверен в этом. Да. Это похоже на Катюш. Бедная девочка рассчитывает занять мое место. И еще эта отвратительная история с Вадиком. Мне кажется, ты погорячилась. А у меня не было другого выхода. Они все мои дети, а детей надо иногда и наказывать, а не только любить. Дети бывают мстительными. Нам не нужны скандалы в издательстве. А, Саша? А вот тут мы не можем знать наверняка. Да. А сам ты что думаешь по этому поводу? Я думаю, что Шангирей во всем разберется. А ты его не переоцениваешь? Это незаурядный человек. Да. Вот это я заметила. Как тебе удалось достать информацию? Алекса я знаю уже давно, сто лет. Мы учились вместе. Потом он куда-то уехал, пропал, и мы долго не общались. Ну, о подробности его биографии мне рассказал один словоохотливый адвокат. Француз. Разве бывают словоохотливые адвокаты? Вопрос цены. Молодец. В любом случае убиваем двух зайцев. Находим корень зла и получаем перспективного автора для нашего издательского дома. Литератор, у которого ты украл свой роман, так ничего и не написал. Хотя пытался. Первый опус у него провалился, его с большим трудом продали, а второй так вообще не стали печатать. Поэтому ты тысячу раз мог доказать свое авторство. Ты знаешь, один раз какой-то юноша, должно быть поклонник романа, догнал меня на улицу и плюнул мне на ботинок. Да ладно. Да, тем самым выразил свое презрение мне, как жулик, который крадет чужие книги. Что ты дрожишь, Масик? Добрый вечер. Не такой уж он и добрый. Вы не слышали? Сегодня всю ночь во дворе, всю ночь была собака. Мой бедный Масик просто извелся, глаз не сомкнул. Нет, не слышали. Странно. А вы очень похожи на писательницу Покровскую. А вы не первая, кто мне об этом говорит. Но мы-то только похожи. Ну-ну. Всего лучшего. До свидания. До свидания. Не бойся, не бойся, мой хороший. Наверх. Мамочка тебя в обиду не даст. Мы пробоним всех злых собак. Мы сделаем из них шапки. Да. Достаточно аскетично. Живут авторы мировых бестселлеров. У тебя там в холодильнике мышь повесилась. У меня есть чай. Здорово. А это что? Кроссворд. Только я его еще пока не разгадал. А я тебе помогу. Я же умная. Я детективы пишу. Давай. Подожди. Я должен тебе кое-что сказать. Послушай, ты никому ничего не должен. Просто побудь здесь со мной. Сейчас. Сейчас. И перестань думать свои грустные мысли. Откуда ты знаешь, что они грустные? Потому что ты далеко-далеко. Потому что я как будто одна сейчас. Понимаешь? Ты спустись с небес на землю. Поцелуй меня. Понимаешь, называется он. Ты спустись с небесSER. Я люблю на землю. Подожди. Может быть, пожалуйста, knit. Ты совсем не улыбаешься. Я разучился. Так, ну-ка скажи мне, как тебя в детстве звала бабушка? У тебя ж была бабушка? Ну, конечно, была. Ну и как она тебя звала? Не Алекс же? Шуркой. А когда ругалась с Сашкой? С Сашкой? Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь. А почему ты со мной? Пожалела? Вот ещё. Я же сказала, что благотворительностью не занимаюсь. На. Что это? Твой роман? Нет, это твой роман. Это мой личный экземпляр. Зачем? Так, послушай меня. Ты вот в этот роман вложил всю свою душу. Как я могу верить тебе, если ты сам себе не веришь? Сашка, не дури. Сашка, не дури. Сашка, не дури. Не дури. Продолжение следует... Аликс? 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 А ты что тут делаешь? Читаю. Ты же сказала, мне нужно вернуться на землю, вот я и... А, ну так, а почему на улице-то? Не хотел тебя будить. Ты что, совсем сумасшедший, что ли? Я проснулась от страха чуть... В общем, давай договоримся, что в следующий раз будем читать вместе, хорошо? Хорошо. Хорошо. Ты знаешь, мне кажется, что я действительно схожу с ума. Мне постоянно мерещится черная собака. Черная собака? Да. Ну, это понятно. Ну, черная собака, это знаешь что? Что? Пора к психиатру. И пошли уже домой, а, сэр Генри? Ну, холодно вообще-то. Пошли. Провидению припоручаю вас, дети мои, заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла ластают безраздельно. Продолжение следует... Месье Тройян, вы еще рассчитываетесь здесь что-нибудь поймать? Надежда умирает последней, месье Лафарн. Да, так говорят у меня на родине. Бон кураж, бон кураж, месье Тройян. Удачи, месье Тройян. Не как топиться надумали, господин Ларер? Или как у вас там по-настоящему-то? Меня зовут Шангирей. Александр Шангирей. Сашка, значит. Тут Саша топиться глупо. Холодно и грязно. Здесь даже рыба не водится. Зачем же вы тогда здесь с удочкой сидите? Процесс важнее результата. Это для них я, Мишель Тройян. А так я Тарасов Михаил Вадимович. Коханопесменник из Киева. Бывший гражданин СССР. А теперь мирный французский обыватель. Как и у вас. Две жизни. Два имени. Так что мы с вами, Саша, родственные души. А меня вы откуда знаете? Ну, я же не все время рыбу ловлю. Иногда я телевизор смотрю. Ваше здоровье. Да. Лихо они вас обложили. Русский Выскочка присвоил французский роман. Этот роман написал я. Вполне возможно. Только это уже не имеет значения. Почему не имеет? Потому что роман существует. И люди, читая его, открывают для себя новый мир. Ваш мир, Саша. А какая фамилия стоит на обложке, абсолютно не важно. Обывателя очень скоро это интересовать не будет. Тем более, с самого начала на обложке стояла не ваша фамилия. Но вы же не ларер, а шангири. Угу. Так что, вот вам мой совет. Плюньте на все это и идите дальше. Не смогу. Ну, это сейчас вам так кажется. Пройдет десять лет, и вы будете вспоминать об этом с улыбкой. Но для этого надо прожить эти десять лет. Саша. 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 Подальше. 완성. Pour雷 envoy. Ты всё он forests cure? Пройдёт каждый день. Это также очень интересные heat. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Пока вы спали, сэр Генри, я приготовила чудные тосты и великолепную овсяную кашу. А вы любите тосты? Я не очень люблю говорить, но есть обожаю. Бэрри Мор. Мне, правда, пришлось сбегать в магазин, воспользоваться вашими ключами, которые висели на гвоздике. Ну и надела вашу рубашечку. Мне кажется, что я могу себе после вчерашнего это позволить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да? Овчанка очень вкусная. Ну, ешьте на здоровье. Тебе осталось отгадать ключевое слово. Ну, если б только ключевое. А это те самые угрозы, что получала бабка? Да. Где-то я видела такую бумажку. Это именная бумага Анны Иосифовны. Там монограмма внизу. А, И. Стрешнев. Что Стрешнев? У Сашки в кабинете. Я видела. Да, он мне еще наврал тогда, что это за кладка. Почему наврал? Ну, мне показалось так. А лес был чистый или… В том-то и дело, что нет. На нем была буква. Латинская буква «С». Здрасьте. Катя, Катя, ты уже знаешь? Ой, не знаю, Надюша, поверь мне. И знать не хочу. Говорят, наш зам и не зам вовсе. Говорят, это Алекс Лорер. Да, и что? Ну, как что? Теперь и зацепка есть. Пришел в день убийства, так? Раз. Под чужой фамилией. Два. Да, работал. То уходит, то не ходит. Это три. А? Угу. Дело в том, что наш спектакль состоит из двух действий. Первое действие — фарс, второе действие — драма. Фарс и драма? Угу. Так, слушай, настоящий писатель, я понимаю, что вы без затеи-то говорить не умеете. Ну-ка, давай попробуй объяснить простым смертным. Смотри. Угу. Анна Иосифовна получает письма с угрозами. Они приходят на ее личный электронный адрес, о котором в издательстве никто не знает. Да, тем более все уверены, что директриса компьютерами пользоваться не умеет. Все верно. Но с кем-то она переписывается. И для этого ей нужен компьютер и электронный адрес, про который в издательстве знает только один человек. Береговой? Да. И с кем она переписывается? Как минимум с одним человеком. Вначале я думал, что это Береговой, потом думал, что твоя Катя, зачем-то же она его уволила. Я тебе говорила, что Катька уволила его с горяча. Может и так. А может быть он что-то знал, о чем не должен знать никто. В любом случае, мы с тобой перепутали эпизоды из спектакля. Эпизод из драмы попал в фарс, и это мы пока объяснить никак не можем. Так, погоди. То есть письма — это фарс? Да. И фотографии. Точнее, то, что они попали в интернет. А убийство — это драма? Да. И это две разные истории? Не совсем так. Фарс соприкасается с драмой. И в точке их касания возникает то, то, что я пока объяснить не могу. Понимаешь? Нет. Поехали. Куда? Здравствуйте. Здрасте. Марина Алексеевна, здрасьте. Здрасьте. Маня, ты кому-нибудь говорила, кто я? Ну, когда бы я успела? Например, когда я спал. Никому не говорила. Маня. Ну, Катя позвонила. И все? И Надежде Кузьмин, но она никому не скажет. Понятно. Здравствуйте. Я помогу. Спасибо. А ваша пропуск? Вот. Хорошего дня вам. И вам также. Анна Иосифовна у себя? Екатерина Петровна. Что? Она вас просила немножко подождать. Настюш, привет. О, отчет. Слушай, дай-ка мне посмотреть. Ха, слышала новость? Новый-то наш вовсе не Шангирей, а некто Алекс Алекс Лорер. Ну, и что из этого? Если Анна Иосифовна решила, что он нужен издательству, какая разница? Ну, в принципе, никакой. Только репутация у него подмоченная. Да и чем, собственно говоря, он здесь занимается? Кстати, на рабочем месте его опять нет. Ну, наверное, чем-то важным. По поручению Анны Иосифовны. А, ну да, ну да. Самое главное, чтобы мы здесь, с тобой, занимались не менее важными делами. А то, как говорится, ворона с места. Настя, если Александр Николаевич пришел, пусть заходит. А Катюша пока подождет. Хорошо, Анна Иосифовна. Барден муа, Катюша. Босс сначала хочет поговорить со мной. Вуаля. Владимир Сергеевич, вы чай будете? Буду. А сколько вам сахара положить? Два. Держите. Спасибо, Жанна. Жанночка, можно вас попросить оставить нас на несколько минут, если вас не затруднит? Ну, десять минуточек буквально. Спасибо. Я, по-моему, вам уже все объяснил. Митрофанову я не душил. Здравствуйте. И вы здесь. Вам я тоже уже все рассказал. Ну, к сожалению, не все. Ой, какие у вас хорошие мандарины. Можно я одну штучку возьму? Я тебя посищу. Спасибо. Так. Что вам от меня нужно? Я знаю, что вечером того дня, когда Екатерина Петровна пытались задушить, вы были возле ее дома. Зачем? Отпираться бесполезно. Да, Алекс вас видел. Вы сидели в машине и кому-то звонили по телефону. Правда, было темно, и лица вашего я не разглядел. Слышь, чувак! Лампаду погаси! А за десять минут до этого Маню чуть не сбил какой-то полоумный водитель. А с чего вы взяли, что это был именно я? Потому что Марина Алексеевна показала сегодня мне вашу машину. Она стоит на стоянке возле издательства. Это болевой. Угу. Что вы там делали? Ну, вы же классическая жертва, Владимир. Вы ей виноваты не будете, но посадят именно вас. Да не душил я эту стерву Митрофанову! Не душил! Не душили, это правда. Но ведете себя очень глупо. Конечно, он ее не душил. И в издательстве не кричал. И Катерину к свиньям не посылал. Кричал, но не душил. Я даже ударить ее хотел, да, признаю? И у дома я ее был, но из машины не выходил. Что и требовалось доказать. Откуда это у вас? Нашел. Если не секрет, где? На складе. Прости, я кажется, все съел. Я тебе еще почищу. Нет уж, спасибо, я сама почищу. Опаньки. Катюша, девочка моя. Извини, что заставила тебя ждать, но нам с Сашей нужно было разобраться с отчетами. Павел Николаевич недоволен. В этот раз ты подготовила их очень небрежно. Простите, Анна Иосифовна, такого больше не повторится. Ну, конечно, не повторится. Саша тебе все объяснит, и в ближайшее время отчетами будет заниматься сам. А ты отдохнешь. То есть, вы считаете, что я не справляюсь со своими обязанностями? Ох уж эти девчонки. Смотри, какой красивый. На заказ шили. А то я вижу, воротнички у тебя неудобные. Шею натирают. Говорила я тебе, простуду нужно переболеть дома. А ты не послушала. Вот теперь сама не своя. Съездишь куда-нибудь. А Саша с Алексом пока здесь справятся без тебя. Справитесь? Ну, если честно, без Екатерины Петровны, конечно, трудно будет. Ну, я думаю, мы справимся. Не волнуйтесь, Анна Иосифовна. Наш колбасный король? Да, он самый веселовский. А у него что, с нашей Оленькой рандеву, что ли? Ольга, это которая из отдела русской прозы. Ну, да, именно. Откуда у вас эти фотографии? А вот это уже не ваше дело. Мой витон, Володенька, мой витон. Ну, ладно, не хотите говорить, как хотите. Вернемся к нашему прежнему разговору. Еще раз, кому вы рассказывали про электронную почту Анны Иосифовны? Ольге? Никому. Владимир, я не верю, что вы способны на подлость. Почему вы покрываетесь того, кто на эту подлость способен? Скажите, кому? Никому. Ну, значит, письма с угрозами ваших рук дело. Пойдем, Аня. Мандаринку я возьму? Скажите, в тот вечер во дворе вы не видели собаку? Собаку? Да, такую черную, большую. Собака вроде была, а что? Спасибо. С чего ты взял, что это? Спасибо, Жанночка. С чего ты взял, что это не он душил Митрофанову? Я догадываюсь, кто, только пока не уверен. Но абсолютно могу сказать, точно это не Береговой. А с чего такая уверенность? Ну, сама подумай, стал бы он кататься по ее двору после нападения? Ну, я не знаю, может, его там совесть замучила. Ага. Настолько замучила, что он 11 раз звонил ей? В тот вечер. А ты откуда знаешь? Сумку на полу помнишь? Сумка ваша? Нет, это Катина сумка. Там был телефон. Ага. Погоди, ты что, рылся в Катькиной сумке? По всей видимости, не только я, поскольку она лежала на полу. Только не знаю, к чему теперь это отнести? К драме или фаршу? Так, а сейчас мы куда? За колбасой. Вас кто пустил? Милейший. Я звоню охране. Не надо никуда звонить. Я охране сказала, что пишу новый детектив про колбасную фабрику. Пара автографов, и мы здесь. Ну, привет, Вадим. Сколько лет, сколько зим? Да уж. Здравствуй. Здравствуй, Маня. Вот, решили тебя навестить. Слушай, Вадя, как ты устроился-то, а? Дворец. Все блестит? А у тебя все дальше не подсвечиваются? Ну, что-то непорядок. Знаешь, хорошо было бы лампочки вернуть. Ну, прям, чтоб горели. Маня, ну. Что вам нужно? Я знаю, что письма с угрозами присылали вы вместе с вашей подругой Ольгой. А еще вы ее подбили на то, чтобы она выложила фотографии с места убийства в интернет. Вы что, серьезно, что ли? Что за чушь? Ой, я звоню охране. Не надо никуда звонить, меня генеральный директор ждет. Чей генеральный? Ну, твой. Не мой же. Я же тебе уже сказала, что пишу роман про колбасу и колбасных деятелей. Ну, а кто подходящая кандидатура? Твой директор. Ты-то в колбасе недавно. А вот начальник твой самое то. Ну, так что, Вадик, что ты скажешь в свое оправдание? Ничего. А что я должен сказать? Мне сказать нечего. Все это чушь. Зачем, по-вашему, мне это было нужно? Ну, за тем, чтобы доставить массу неприятностей Ане Осиповне. А ваша ведь Оленька непризнанный гений. Старуха, как вы ее называете, упорно не замечала ее талант. А еще она вас уволила. По вашему мнению, очень несправедливо. Да, и очень обидно. Вадик, у нас жертва руководящего производства. Да, вы очень здорово все рассчитали. Берегового Екатерина Петровна уволила сразу. И возможность вас раскрыть в ходе служебного расследования улетучилась. А потом Анна Осиповна никогда бы не стала заявлять в полицию. Я все правильно изложил? И главное, как красиво. Браво! Браво! А дальше-то что? Дальше что? Доказать вы ничего не сможете. А бабка дерьмо хлебает полными ложками. И Катенька вместе с ней. И главное, как все просто оказалось-то. Как легко написать какую-то фитюльку. А Старуха уже поверила. Поверила и боится. Круто. Вот так вот. Молодец. Так прям, как ты здорово придумал-то, а? А главное, как неожиданно. Маня, ты-то что понимаешь? А? Мань, да ты за деньги любую фигню накропаешь. А многие люди, достойные люди, Маня, пробиться не могут. Годами прозябают, слезами горькими обливаются. А ты сейчас борец за народ, да? За его счастье? Или за великую русскую литературу? Ты знаешь, я, может, и борец. А вот ты-то у нас кто? Охранники ее пустили. Да, в лицо знают. Да и проституток с московского вокзала тоже в лицо знают. Только проститутки тебе пользу приносят. А она! Круто! Екатерина Петровна! Что вам нужно? Подождите. Я хотел с Анной Иосифной поговорить. А теперь подумал, что сначала надо бы с вами. Ну? В общем, мне... Этот ваш новый зам, Шангирей, вопросы всякие задавал, про собаку какую-то. Причем тут собаку я не знаю, а вот про бабкин комп знаю. Бабкин комп. Я хотел сказать, компьютер Анны Иосифовны. То есть вы мне пришли рассказать про компьютер Анны Иосифовны? Так, если вы не хотите разговаривать, я сразу пойду к ней. Я просто ничего не понимаю. В общем, ему я ничего не сказал, а вам скажу о том, что у Анны есть компьютер, знала Ольга из русской прозы. Ольга? Да, это она выложила фотографии в интернет. Она очень хотела, впрочем, не важно, что она хотела, просто она нашла там следы убийцы. Какие следы? На фотографиях. Я вам сейчас покажу. Осторожно ты, у меня нос сломан. Да на месте твой нос, ну. Да дай, дай сюда я сам. Чего вы от меня хотите? Все равно ничего не докажете. Я не буду ничего доказывать. Я просто доломаю вам нос. Что вы еще успели сделать с вашей подругой? Угроза раз, фотография два. Сервер обрушили. Еще? Ну, что еще, еще? Оля втюхала этому вашему козлику береговому, что это Петрофанова покойника грохнула. Ну, увидела какую-то фигню там на фотографии. Ну и втюхла. Зачем? 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 Затем? Чтобы вам с волчьям жизнь мед, мне казалось. Свинья ты, Адик. Я свинья? Угу. Меня с работы поперли ни за что, а я свинья, да? Вот за что вы меня уволили, скажи? За то, что я эту истеричку перестал трахать, а? То есть вы там все порядочные, а я, значит, вот такая свинья, да? Да меня на работу теперь никто не берет. Меня даже конкуренты Бабкины не хотели брать. По ее же милости. Пойдем, Мань. А тебя и в колбасе скоро откажут. Ваш генеральный спит и видит, когда я про него романчик накропаю. Обещал не поскупиться. Понятное дело. Пиши. У тебя хорошо получается. Только возьму я с него не деньгами, а тобой, а? Тебя на романчик. Как думаешь, согласится? Вот гоненыш, а? Чтобы он провалился. Ты знаешь, Катька, как его любила? Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Оленька. Она чуть с ума не сошла, когда он ее бросил. А как ты вообще понял, что письма посылал именно он? Ну, фактически, он сам не искал во время моего первого визита. Достаточно было послушать про гений, в которых не печатают. И то, что издательство все насквозь прогнило. Угу. Вот, смотрите. Труп. А вот рука, которая вытаскивает пропуск. А вот здесь даже можно разглядеть последние три буквы фамилии на пропуске. О-В-А. Ну, и что? Ну, во-первых, запонка. Ольга сказала, что это ваша запонка. Следовательная рука ваша. О-В-А. Последние три буквы вашей фамилии. То есть он, в смысле труп, прошел визита по вашему пропуску. Значит, вы его знали и причастны к убийству. Но у меня же нет таких запонок. Я не разбираюсь в запонках. Вы понимаете, что нас обои хотели подставить? Меня этими фотографиями, а вас пропуском, который был у трупа. Но я потеряла пропуск, и мне его восстановили. И потом, объясните, зачем я буду кого-то убивать? И почему нужно считать меня убийцей? Вот мой пропуск. А почему их два? Как ты оказался в издательстве? О-о-о. Это долгая история. С чего начать? С сотворения мира. Хорошо. Вначале у меня украли роман и мое честное имя. Да, потом ты был бедный, несчастный. Я знаю. Дальше. Вот. Потом меня очень долго не брали на работу. Я что-то переводил, что-то для кого-то писал. А потом, в один прекрасный день, мне позвонил Павел. Какой Павел? Литовченко. Владелец Лианы. Мы с ним в университете вместе учились. Ничего себе. Да, он сказал, что в издательстве что-то происходит. И это очень беспокоит его маму. Э-э-э. Чью маму? Его маму, Анну Иосифовну. Прости, я не поняла. А она… Павел Литовченко, сын Анны Иосифовны. Ну, просто странно, понимаешь, все это? Почему о них до сих пор никто не знает? Ну, у них что, не было прошлой жизни, там, я не знаю, знакомые, друзья, в конце концов. У них очень, всегда были странные отношения. Дело в том, что Анна Иосифовна ушла к другому мужчине. И оставила Павла со своим бывшим мужем. Они очень долго не общались, так что прошлой жизни у них просто не было. Потом Павел, конечно, ее простил, и чтобы чем-то мать занять, купил ей издательство. Это просто невероятно. Ой. Манюня, картошка в одеяле, мясо по-французски в духовке. Приеду утром. Целую, твоя Викуся. Издательство процветает, и все благодаря тому, что Павел замечательный бизнесмен. Он ловко манипулирует конкуренцией Стрешневой и Митрофановой. Что значит, манипулирует? Ну, Катя и Саша ведь думают, что кто-то из них рано или поздно займет место Анну Иосифовны. А Павлу это и нужно, понимаешь? А, то есть они как издовые собаки. Пытаются друг друга обставить, а на самом деле тянут санки еще быстрее. Ну, конечно. А Анне остается только гладить собачек и погонять их туда, куда скажет Павел. Как ты себя чувствуешь, мама? Да тяжелый был день сегодня. Еле разобралась с этими отчетами. Спасибо, Саша, помог. А что, Митрофанова? Да что Митрофанова? Сдулась Катюша совсем. С Сашей, мне, конечно, тоже не все ясно, но он хотя бы тянет. Отчетами пока будет заниматься он. Ну, а Катерина? Да мало ли у нас работы всем хватит. Все-таки выбила ее из клея эта история с Веселовским. Будь он не ладен, не о том думает. Но если лишить ее полномочий, она совсем загрустит. Ну, вот и пусть погрустит. Не жестоко? Отнюдь. Отдых пойдет ей на пользу. Ой, Линда. Линда. Девочка моя красавица. Здравствуй, маленькая. А ты-то зачем залез в эту Санту-Барбару? Да ты что, Маня? Мне ведь Павел предложил работать в издательстве. Как же я мог отказаться? Тебе писать надо, а не в сыщиков играть. Ты знаешь, запах вечности — детектив. Ну, тогда и преступление-наказание — тоже детектив. Что ты так на меня смотришь? Я что думаю, то и говорю. Скажи мне, а Литовченко-то вообще в курсе, что ты не тырила, Роман? Ну, я не знаю, я с ним об этом не разговаривал. Прости. Да, алло. Да, Катюша, а я слушаю. Что случилось? Береговой? Тебе осталось отгадать ключевое слово. А лист был чистый или… Нет, там была латинская буква «С». Аля, там Катюша в истерике. Она думает, что Береговой подозревает ее в убийстве. В общем, я там ничего не поняла. Да, и говорит, что нашла второй пропуск. Алекс, я с кем разговариваю? Второй пропуск. А? Мань, вспомни, пожалуйста. На той бумажке у стрешнего, кроме буквы «С» еще что-то было написано? Нет. Там была только буква «С». Я должна тебе сказать… «Ман!» Вы в порядке? В порядке. Я полицию вызываю. Нет. Нет, спасибо. Помогите мне ее затащить наверх. Александр Стрешнев. Надо было тебя сразу прикончить. Но дурак старый помешал. Вы пытались меня убить уже два раза. Зачем? Мы же с вами даже толком не знакомы. Боже мой, какой ты тупой. Я же тебя уже убил. Убил 10 лет назад. И сделал это так красиво. Ты должен был покончить с собой. Но ты с Русю и поломал игру. Ворона с места, сокол на место. А вы у нас теперь главный по расследованиям, да? То есть, как говорится, сокол с места, ворона на место. Да нет, Катюш, здесь наоборот. Сокол на место. Сокол на место. Ну, конечно. Конечно, как же я сразу не догадался. Это же любимая поговорка моего агента. Он ее всегда повторял в письмах. А помнишь, как ты меня называл, а? Уважаемый господин Седер. Уважаемый господин. Я был господин, а ты мой раб. Подумаешь, ушел. Так тебе и надо. Возьму и уеду в Новгород. В Нижний. Вот и буду жить в свое удовольствие. Седер, это фамилия моей мамы. Астрешнев, отца, он нас бросил, а потом приполз обратно. И мать его приняла. Боже, как я его ненавидел. Всю жизнь ненавидел. Да, Манечка? Алло, Алекс, я вспомнила. Там не просто буква С была. Там была точка внизу. Под буквой С была точка внизу. Ты слышишь? Слышу. Я, кажется, во всем разобрался. Я утром приеду и все тебе расскажу, хорошо? Да. А это что-нибудь значит? Да? Твоя книжка спасла мне жизнь. Я тебе перезвоню. Что? Перезвоню. Седер. Нет, ну ты точно придурок. А как ты оказался во Франции? А это папеньке спасибо. Во время перестройки он работал в Ленинграде в крупном издательстве. Писателей ваших боготворил. Хотел, чтобы и я накропал что-нибудь стоящее, чтобы взялся за перо. Я ненавижу писанину! Он мог меня пристроить куда угодно. Но как же, у него были принципы. Поэтому он выбрал самый захудалый филиал своей конторы. Ну, во Франции. Угу. И ты сидел в издательстве, ненавидел свою работу, а потом... Потом пришел я с своим романом. Принес рукопись на рецензию. И папе она очень понравилась. И мне стало все ясно. И ты выстроил комбинацию, чтобы получить деньги за мой роман. Деньги? Так если бы я хотел только денег, разве бы я стал с тобой так долго возиться? Нет! Я хотел забрать у тебя все. Я хотел растоптать тебя, уничтожить твой талант. Ты ничего не напишешь никогда. Господи, как было упоительно смотреть, как ты что-то пытался втолковать в суде. Весь такой бледный, дрожащий. Просто сопля зеленая. Слушай, ты, а ты ведь хотел броситься с моста, а? Ты же собирался. Чего не прыгнул? Не прыгнул. Ты все испортил. Зачем ты вернулся в Петербург? С твоими деньгами везде хорошо. Но у меня было одно дельце. Не твоего ума. Твой отец ушел от матери из-за анусива. Хотел свести счеты? Да. За этим и вернулся. Был бы жив отец, прикончил бы его. А так осталась одна бабка. С ее драгоценным издательством. Я напросился к ней, она меня взяла к себе. Ну как же? Бедный мальчик, надо помочь. И ты решил разрушить дело ее жизни. Уничтожить репутацию издательства. Угу. Убить этого несчастного у всех на виду. Увы, было не все так просто. Твое появление не входило в мой план. Но добавил определенный шарм. Еще когда я наткнулся на эти дурацкие записки, я было решил, что бабка затеялась со мной какую-то игру. Угу. 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 И точка внизу. Да. Тогда я подумал, либо ты все знаешь и провоцируешь меня, либо старуха намекает тебе на то, кто я на самом деле. В любом случае, я должен был действовать. Немного надо прекратить. А собака? Там была черная собака. Откуда она взялась? Да чтоб он сдох. За кошкой выскочил гаденыш. Это твоя собака? Моя. Фауст. Сука, видите ли, у бабки ощенилась. Линда ее ненаглядная. Вот она и сбагрила мне щенка. Дома ночью не оставишь, скулит. Пришлось таскать с собой. А человек, которого ты убил, кто он? Догадайся сам. Писатель. Я даже знаю, как его зовут. Селут Успешный. Как? Визитка. Береговой нашел ее на складе. А фамилия Успешный, скорее всего, псевдоним. Точно. Вот видишь, одного из ваших я все-таки прикончил. Зачем? Да затем. Писал слишком хорошо. И был таким же дураком, как ты. От рекламы отказался и работал исключительно со мной. Но убивать-то зачем? Чтобы не повторять старых ошибок. И одним ударом я мог решить две проблемы. Заполучить новый роман и навсегда испортить жизнь Баби-яги. Самое сложное это было заманить его в издательство. Но я с этим справился. У этого идиота в романе была сцена. Герой попадает на секретный объект по чужому пропуску, и никто не обращает на него внимания. Я сказал, что так не бывает. И мы поспорили. Я стащил пропуск у Митрофановой. Он должен был зайти по нему в издательство, проникнуть на склад и оставить на полке визитку. Но остальное было делом техники. Камер на складе нет, так что оценить нашу с ним игру никто не мог. Труп в коридоре. А? Прям название для детектива. Старуха обилась в истерике. А главное, его в лицо никто не знал, опознать не могли. А с Митрофановой, я так понимаю, получился экспромт. Ты заметил возле ее дома Берегового и решил убийство свалить на него. Митрофанова пошла открывать дверь, думая, что это Маня. Ты позвонил на домашний, она повернулась, чтобы взять трубку и... А в чем ты ее душил? Тебе что, ножа не было? Не было. Стал бы я ее душить, если бы он у меня был. Я душить не умею. На домашний телефон звонят либо родственники, либо близкие друзья. Это не могло быть простым совпадением. В тот вечер к ней собирались только ты и Поливанова. Я должен был сразу догадаться, что это ты. Маня на такое не способна. Потом ты подкинул второй пропуск. Рассудил, что если после убийства в сумке найдут два, это всех еще больше запутает. Если б я Митрофанова убил, никто б не догадался, но в лес ты. Стрешнев, ты больной. Ты маньяк, тебе психушку... Я все-таки доведу дело до конца. Ненавижу! 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 У... Я забыла отдать тебе ключи. Зачем ты приехала? Ты же сказал, приезжай. Я сказал, перезвоню. Ну, а мне послышалось, приезжай. Гений, просыпайся. Скоро уже машина придёт. Ну, я никуда не поеду. Просыпайся, Соня, уже десять. У тебя через два часа пресс-конференция. Ну, глупости, зачем всё это мне нужно? Ну, действительно. А правильно, не ехать никуда. Роман ты у нас уже написал. Да? А остальное не твоё дело. Ну, подумаешь, пара журналистов. Старушка и без тебя справится. Детки, подъём. Я пришла, доброе утро вам принесла. Этот злодей Фаусту ни одной прививки не делал. Ветеринар сказал чудо, что собака здорова. Вот. Посмотри, что я нашла в шкафе. А мы с Фаустом подружились. Мне кажется, он был очень несчастен. А сейчас у него началась новая жизнь. Да, Фауст. Ты великолепен. А где чашки? Викусь, в буфете на нижней полке. А где мой портфель? В прихожей. А зонт? Там же. Слушай, если ты будешь в зале, я не смогу связать о двух слов. Давай я отвечу на все вопросы и сразу к вам. Хорошо. Я все понимаю. Ладно. А мы с Викусей будем ждать тебя здесь. Спасибо. Дети. К столу. А куда он? В машину приехала. А-а-а. Вы, пожалуйста. Журнал «Персона года». Скажите, почему вы новый роман написали только через десять лет? Мне нужно было основательно подумать. Согласны ли вы на сравнительную экспертизу вашего нового романа «И запаха вечности»? Это обязательное условие. Я должен подтвердить авторство первого романа. И когда мы узнаем результат, в ближайшее время. Спасибо. Знает ли французский правообладатель, что новый роман был написан для русского издательства? Все связанные с этим формальности улажены. Права и на первой, и на второй романы принадлежат нашему издательскому дому. Газета «Русский криминал». Скажите, пожалуйста, а правда, что ваш литературный агент сейчас находится под арест? Ой, здрасте. Помните меня? Меня Дэн зовут. Дэн Столетов. В журнале «День сегодняшний» работаю. Нас с вами Володька Береговой знакомил. Угу. Господа, прошу задавать вопросы. Слушайте, а в релизе написано то, что эксклюзивов не будет? Только присуха для всех? Устройте мне, если мы интервью по старой дружбе, а? Ну, а что же ваш друг Володька? Рискну утверждать, что это философский роман. Говорит, что это можете устроить только вы и… Да, еще сказал то, что классное, то, что вы не откажете. Любовь — это основная движущая силу всей нашей жизни. Так и сказал. Газета вчера, сегодня, завтра. А каковы ваши планы на ближайшее будущее? Угу. Ну, позвоните мне. Завтра утром. Господа, наша пресс-конференция подошла к концу. Господин Литовченко, господин Ларер, издательский дом «Лиана» и я благодарим вас за то, что почтили присутствие наше мероприятие. И приглашаем вас на фуршет, где мы сможем продлить наше общение в приватной обстановке. Простите, пожалуйста. А можно еще один вопрос? Да, конечно. Значит так, когда вы начали писать и где вы берете сюжеты для своих романов? Собаки, молодой человек, часто умнее людей бывают. Бывают. Софья Захаровна, при каких обстоятельствах вы обнаружили тело? Боже упаси. Его Мария нашла. Я просто мимо проходила. Так, тогда еще раз. Откуда шли? Куда? В какое время? Ну, где-то около шести было. Я с Гарольдом гулять пошла. Гарольд, это ваш муж? Какой муж? Я же говорю, с собакой. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуй, Паша. Софья Захаровна, кроме этой Марии на лестнице еще кто-нибудь был? Нет, я не видела. А где расположена ваша квартира? На первом этаже. Справа. Можете пока идти домой. Спасибо, я к вам зайду. Угу. Смерть наступила часов пять назад. От удара в височную часть. При падении. Что-то случилось? Вы себя неважно чувствуете? Да в управлении прорабатывали. Три глухоля за месяц. Пьяный, что ли? Похоже на то. Изо рта сильный запах алкоголя. Так может он сам и приложился? Он о лестницу или о перила? Вот здесь, в затылочной части, еще одна кровавая ссадина. Сначала его ударили тупым предметом по голове. Предмет нашли? Угу. Дай. Вот. Бутылка. Этажом выше нашли. На экспертизу. Угу. Само собой. Поднятые. Подойдите, пожалуйста, сюда. Так. Деньги на месте. Угу. Похоже, не ограбление. Тело соседей обнаружили? Угу. Из тринадцатой квартиры. Тринадцатой. А бабка? А бабка на первом этаже живет. Утром выходила собаку выгуливать. Труп не видела. А потом, когда возвращалась, ее встретила. Та ей на труп и указала. Во сколько это было? В начале седьмого. Сергей Петрович. Вы с ней поаккуратней. А что? Вроде не в истерике. Да писательница эта. Одна из модных. Марина Покровская. Ее еще вчера по телеку показывали. Лёлька моя от нее прям визжит. Визжит. Угу. Следователь Мишаков. Вы нашли труп. Что? Я говорю, труп ваш? А, мой. Миша. Ну и я в эту труп. Субтитры делал DimaTorzok То есть, я знаю, кем он был, пока не пришел в состояние трупа. Ну и кем же он был, пока не пришел в это состояние? Анатолий Кулагин, мой старинный приятель. Простите, а как ваше имя, отчество? Мария Алексеевна. Можно паспорт ваш, Мария Алексеевна? Конечно, можно. Ну, а что Кулагин-то, ваш приятель? Кулагин приятель гостевал у меня вчера. Да. Правда, мы с ним немножко подрались. То есть, как подрались? Обыкновенно, как люди дерутся. Ага. Как люди. Пойдемте на кухню. Мария Поливанова, а лейтенант сказал Марина Покровская. Это псевдоним. Кофе, хотите? Не, у меня свое. Но если дадите стакан, скажу спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так во сколько Кулагин у вас вчера гостевал? Ой, что это у вас? Сыворотка, правда, что ли? Не, отвар. Отвар язвенный. По часам надо пить. Так во сколько? Вы вообще-то обещали сказать спасибо. Что? За чашечку. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А вас какой раз интересует? В каком смысле? Ну, в том смысле, что Анатоль ко мне приходил дважды. Что это значит дважды? Ну, то и значит, что два раза приходил. Ага. Ну, допустим. Давайте по порядку. Значит, первый раз он пришел ко мне около восьми. Ты ужасно плохой. Страшный и беспорядочный. И беспорядочный. Ой, хохонечки, хохо. Уработалась что-то я. Нельзя так, матушка. Так вы к стулу прирастете. Нет, не пойду. Мне работать надо. Господи, боже мой. Принесла же нелегкая. Кулагин. Чего, спишь, что ли, Кулёма? А что, заранее-то не позвонить? А я телефон забыл. Толя, знаешь что? Ты вот это вот хождение прекращай. Так, давай. Говори, чего, пришел и проваливай? Мне работать нужно, роман дописывать. Да брось ты, Мань. Разве это работа? Чего, я твоих княженцев не видал? До таких романов можно дюжину в неделю дописывать. Угу. Будешь? Не будешь. Мань. Угу? Ну, поговори со мной. Чего-то муторно мне. Твой гений-то где? Все бросил? На интервью Алекс скоро придет. А, да. Видел его сегодня на присухе. Великий Алекс Лорер делится откровениями с народом. А тебя чего не взял с собой? Стесняется? Или боится, что ты ему с бабами не дашь заигрывать? Сколько вы продержались-то? Год? Два. Два года. Представляешь, сегодня годовщина. Так это надо отметить. Не надо ничего отмечать. Я тебе серьезно говорю, мне надо работать. Толь, ты не понимаешь, что ли? Успеешь. Простите. А что за Алекс Лорер? Это... Это я. Ну, все, я проиграл. Где она? Настали под газетой. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу прощения. А это что? Кошка поцарапала? Это... Нет, у нас нет кошек. Секундочку. Можно ваш паспорт? А ваш? Зачем? А мой вам зачем? Мишуков Сергей Петрович, капитан. Дальнего плавания? Полиции. Маня, где мой паспорт? Паспорт. Пожалуйста. Сорок минут. Завтра за дедушкиным столом работаю я. Поспорили, что я найду ее за двадцать минут. Не нашел. Я в кабинете. Минуточку. Шангирей Александр Павлович. А вы, говорите, Лорер? Мой псевдоним. Алекс известный писатель. Ну, не так, чтобы... Не считал. А кем вам приходится покойный? Тоже старинным приятелем? К счастью, никем. Но вы вчера с ним тоже дважды виделись? Почему дважды? Трижды? Издеваетесь? Я не издеваюсь. Первый раз на пресс-конференции в издательском доме Лиана. Роман почти закончен. И очень скоро издательский дом Лиана представит его вашему вниманию. Да, не позднее осени. Друзья мои, прошу вас, последний вопрос. Мы и так с вами уже задержались почти на час. Пожалуйста. Журнал «Русский авангард». Вот все ваши прежние книги, изданные на Западе, стали бестселлерами. Как вы думаете, почему бездуховный Запад так любит ваше, позволя не сказать, творчество? Может, вы просто потакаете вкусом его развращенного читателя? Позволю себе не согласиться с вашим высказыванием о бездуховности Запада. Оно по меньшей мере невежливо. Современная европейская литература дала миру множество замечательных имен и… А я, со своей стороны, хочу заметить, что книги господина Ларрера и в российских продажах лидируют. Надеюсь, они просто интересны и Западу, и Востоку. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас, господа. Пресс-конференция окончена. Надеюсь, мы с вами скоро увидимся снова. Удачи вам. Творческого успеха. Счастливо. Алекс, душа моя, вы ведь знакомы с Ольгой? Конечно. Уделите ей, пожалуйста, максимум внимания. Александр Павлович, как же я рада вас снова видеть. Взаимно. Ольга – большой мастер, и её эксклюзивное интервью напечатают все серьёзные издания. Ну, а для нас это очень важно. Спасибо. С большим удовольствием. Катюша. Спасибо. Пожалуйста, займись организационными вопросами. Хорошо? Простите. Я возьму водички у вас. Это феноменально. А за фотосессию, что, отвечает сие юное создание? Здрасте. Да, похоже на то. Ясно. Пардон. Ну, будем надеяться, снимки будут хорошие. Послушайте, господин Кулагин, будьте любезны, пришлите ко мне вашу статью на согласование. Это с чего бы? У нас что, свободу слова отменили? А почему вы называете его Анатолий? Это не мы его назвали, это он сам себя так называл. Война и мир, помните? Там был князь Анатолий Кулагин. Да, первостатийный подлец. А так вот, когда мы в школе проходили Толстого, то только почему-то этот князь очень глянулся. Да, понятно почему. А вы, значит, с Кулагиным учились вместе? Да. Ещё у нас родители дружили. Наши дачи рядом были. Александр Павлович, м? А вы вчера тоже здесь гостевали? Нет, я здесь живу. Не по прописке. А что, это запрещено? Да нет, не запрещено. Вы сказали, что вчера подрались с Кулагиным, а из-за чего? Ну, во-первых, это вам сказал не я, во-вторых, мы не дрались. Ну, вот, товарищи, договорились. А то то дрались, то не дрались. Я вас на всякий случай предупреждаю. За дачу ложных показаний ответственность предусмотрена. Показания капитан вам пока ещё никто не даёт. Если вы хотите брать показания, то введите, пожалуйста, протокол. Алекс! То есть вы отказываетесь сотрудничать со следствием? Вы повежливее. А то ведь я могу вас и в отделение. Слушайте, а может быть кофе, а? Спасибо. Значит, не дрались? А спасибо да или спасибо нет? Спасибо нет. Это ничего не значит, капитан. Он только себя вёл, и ему просто дали по физиономии. Просто дали и просто убили. Да вы что, с ума сошли? Нам зачем его убивать-то? Это вы должны мне сказать. Зачем? Закусывай. Гусары не закусывают. Все, Маня, развожусь. Опять? Ну, только не надо мне читать мораль, ладно? Лучше с адвокатом помоги. Пусть голый её оставит. Как подобрал её под забором нищенку, так под забором и оставлю. Но ребёнок чтоб со мной. Ничем я тебе помогать не буду. Толя, у тебя ребёнку шесть лет. Тебе зачем это надо? Тебя дома не бывает. Ей кто будет заниматься? Дура! Вот вы бабы все одним местом думаете. Я что, должен Нику на воспитание её любовникам отдать? Нет, ты должен отдать Нику на воспитание своим любовницам. Ника? Моя дочь. А что даст ей эта безмозглая дрянь? Эта безмозглая дрянь прожила с тобой Толя семь лет. И родила тебе прекрасную дочь. Ой, Маня, любая бы родила и счастлива была, что обрюхатила. Фу, Толя, прям противно. Она на всю жизнь останется матерью твоего ребёнка. Поэтому уж, пожалуйста, научись как-то договариваться. Маша, договариваться можно с теми, у кого есть мозг. А у вас, у баб. Ты чё пришёл? Ну, как чё? Поговорить? Ты ж мой самый давний друг, хоть и баба. Маня. Ну, помоги мне. Ну, что мне делать? Эта шалава завела любовника и хочет Нейку забрать и спрятать. Да ты что, спрятать хочешь? Угу. Ой, гадина какая. Любовника завела. Вот тебе надо. А то, что ты ни одной юбки не пропустил, это нормально. Так я-то мужчина, у меня потребности. Это ж понимать надо. Скотина ты, Толя, а не мужчина. Слава богу. Маня, ну, Мань, ты чего? Ну, чего? Ну, Маня! Ну, иди ты, отстань. Алекс. Маня. Добрый вечер, Мария Алексеевна. Здрасте. Манечка, нам нужно продолжить интервью. Просто Ольга хотела вот непосредственно на рабочем месте. Да, понятно. Проходите. Вы нас извините, мы буквально на одну минуту, пару вопросов. Да, сколько угодно. Там еще фотограф поднимается. Отлично, еще и фотограф у нас поднимается. А ты что такая злая, что-то случилось? Да нет, все в порядке. Тогда вот. Это на годовщину. На нашу годовщину. Привет. Очень мило. Вот у Пелагеи я потом расскажу. Угу. Я тебя люблю. Салют, Мань. Таис? Таис. Угу. Угу. Слушай, у меня боты не снимаются. Можно я в них пройду, а? Куда? В квартиру. Зачем? Как зачем? Я ж фотограф. Я фотографирую. Угу. У меня, кстати, как раз твой муж сидит. Анатоль? У тебя что, их два? Таис. А как ее фамилия? Абдуленко. Таис Абдуленко? Угу. Нет. Ну, по природе она Настя. Анастасия. Вы куда? Прошу прощения. Разрешите идти, товарищ капитан полиции. Пока да. Благодарю вас. Мань, сделай мне, пожалуйста, еще кофе. Угу. Хорошо. Спасибо. Просто Анатоль любил менять на французский лак все. Вот ей и придумал новое имя и фамилию. И фамилию? Да. Он отрезал от Абдуленко первые буквы и получил сланко. Таис Ланко. А Таис его первая жена? Нет. У него первая жена была бразильянка. Бразильянка? Да. В конце восьмидесятых Кулагин учился в Сарбоне и женился на первом курсе. Прожили год, но ребенка дочку соорудить успели. А как же ему удалось в те годы попасть во Францию? Да, у него отец был советником по культуре при посольстве в Париже. Угу. И Таис его вторая жена? Нет. Нет. Вторая жена у Анатолия была француженка. Тоже во Франции женился? Угу. Ну и с ней он очень быстро развелся. Так а сколько же у него всего было жен? Не знаю, не считала. Три или четыре раза. Он еще потом в Петербурге женился, пока не встретил Таис. Кофе натуральный и молотый. Да? Хочешь? Не, я кофе не пью. Систематическое употребление кофеина вызывает истощение нервных клеток. Серьезно? Да. Пусти. Ничего сказать мне не хочешь? Я работаю. Толя, отпусти ее, а? Ну-ну. А я знал, что она приедет. Еще вчера сказала, что ей заказали этого твоего хрена с горы. Тоже мне нашли фотографа. Но ты же сам всем объявил, что она фотограф. Она бы до этого не додумалась. И что значит объявил? Ну, это длинная история. А вы покороче только суть. Ну, хорошо. Настя приехала из Ростова. Вот. Толя подцепил ее где-то здесь, в ночном клубе. Любил ее. По-настоящему, как он говорил, стали жить вместе, но… Но Толе было важно, чтобы его новая подруга чем-нибудь занималась. Вот он и сделал ее фотографом. Алекс! Кофе? Спасибо. Пожалуйста. А как это сделал? Ну, как, оплатил курсы, купил камеру, стал пихать по редакциям. Кто же откажет своему колумнисту? Кому? Колумнист — это автор, единолично ведущий колонку в каком-нибудь издании. Да. А я, между прочим, модный колумнист. За мои материалы редакторы дерутся. А твой Лореро, он кто? Че он всем дался? Ты мне скажи, он что, действительно хороший писатель? Да. Что да? Да, хороший писатель. Толя, иди домой, а? Ой, Маня, прекрати. А то и в писателях не понимаю. Угу. Ты так говоришь, потому что он тебя, дуру, до сих пор не бросил и регулярно… Вас вывезти или вы сами уйдете? А у тебя надолго этот конфитюр? Думаю, надолго. Ольга очень въедливая. Так что, Анатолий? Так, червь книжный, я не к тебе в гости пришел. И дом этот не твой. Так, спокойней, пожалуйста. У нас полно народу. А ты никто. Толя… Ты пшик. Устое место, понял? С ней мы выросли вместе. Я всегда говорю правду, за это Машка меня уважает. И если я говорю, что она дура, то значит она дура. Понятно? Я прошу тебя, не реагируй. Ай! Ты что? Отпусти! Больно же! Пусти! Больно. Так что? Уходите? Руку сломаешь. Ладно, я уйду, уйду. Но только со своей женой. Ай! Хорошо, один уйду. Все, отпусти, Рэмбо. Стоять. Просто… Ничего не объяснить, то жить. Угу. Ой, давайте только вот без рук. Прошу меня простить. Александр Павлович на каре. Нет-нет, Таиса, это немножко другая карточка. Здесь шестьдесят четыре гигара. Дай посмотреть. О! Так я и знал. Не прошло и час, а любовничек нарисовался. Ты гляди, уже и мужа не стесняемся. Толик, я на работе. Заткнись. С тобой я дома поговорю, потаскуха. Так, я не понял. Молодой человек, вы что-то хотели? Так, стоп. Подождите-ка. А это еще кто такой? Володя Береговой. И откуда он взялся? Из офиса приехал. У Таис карта памяти кончилась. Катюша позвонил Володе, чтобы он привез новую. Они вместе в издательстве работают. Он программист. Программист? Угу. А по совместительству, значит, любовник этой Таисы. Слушайте, ерунда. Он никакого отношения к ней не имеет. Он видел ее пару раз. Так, молодой человек, я не понял. Вы что-то хотели? Слушаю вас. Хотели. Хотели. Спокойно. Спросить тебя хотели, как? Нравится? Жена моя. Пошел ты. Володя, Володя, что происходит? Что это, дебил, а? Кто это? Да, я дебил. Кулагин, проспись. Он больной, что ли? Проспись. Володя. А ночью вы не слетела на лестницу. Какое тело? Убитого Кулагина. Чушь. Когда Толя очухался, Алекс выставил его за дверью. Он ушел на своих двоих. Не очень уверенно, но сам. И больше его не били. Кто? Сожитель ваш, например. Его никто не бил. Его просто поставили на место. Кулаком. Откуда Кулагин взял, что береговой любовник его жены? Пьяный бред. Не скажите. Он его и за нее ударил? Володя просто заступился за свою девушку. За Таис Абдуленко? За Катю Митрофанову. Она его девушка? Ну, как вам сказать. Если вы Катю об этом спросите, то она навряд ли с этим согласится. Слушайте, не морочьте мне голову. Куда потом делся этот ваш береговой? Он домой пошел. То есть теоретически он мог догнать Кулагина и довести начатое до конца? Не мог. Почему? Потому что они с Катюшей собакой занимались. Какой собакой? Бездомной. А ну пошел. Пошел, говорю. Не бойся, Гарольд. Гражданичья собака. Уходи. Уходи отсюда. Безобразие. Куда только ветеринарная служба смотрит. Отстреливать их нужно. Превратили город в звери. Дого. Да, мой мальчик. Нормальной собакой уже и на улицу не выйти. Уходи. Вот скотина. Что? Да пошла отсюда! Кому, говорю, пошла? Брысь! КРИК КРИК Володь! Собаку, что ли, ударил? Да я его сейчас самого на куски порву. Володь, не надо! Вот урод, а! Пес, ты чей? Похоже, не чей. Ошейника нет? Ага. Тише, 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 тише. Не бойся, не бойся. Все хорошо. Хороший. Ну, надо же. Тихо. Кать, его посмотреть как-то нужно. Хороший. Костя вроде целый. Ну, как же целый, если он скулит? Ушиб, наверное, сильный. Надо обезболивающее сделать. Тихо, лежи, лежи, лежи. Здесь у меня в аптечке обезболивающее есть. Ты погладь его пока. Угу. Лежи, лежи. Хороший мой, хороший. Ч-ч-ч-ч. Что случилось, Катюш? Да Кулагин собаку ударил. Вон, железякой. Вот скотина, а. А я в магазин иду, слышу виск. Девчонки, вот у меня обезболивающее. Только я, я не знаю как. А откуда у тебя это обезболивающее-то? Для мамы покупал. Ну, хорошо, что не знаешь как. Сейчас вколол бы всякую гадость. Ну, в ветклинику надо ехать. Тут рядом. Катя поехала с Володей. Так что им было не до этого. Точно не будете. Мне нельзя. А почему Береговой не может быть любовником жены убитого Кулагина? Одно другого, по-моему, не исключает? Исключает. Маня, я уже все выпил. Сделай, пожалуйста, еще. Почему? Ну, спасибо. Да хотя бы потому, что любовник Таис к нам вчера вечером тоже приходил. Маня просто была в магазине. Так что с философской точки зрения это история любви. Алекс, замрите. Боже, какое одухотворенное лицо. Таис, Таис, вы где? Да, какая атмосфера, просто творец перед созданием очередного своего шедевра. Таис, почему я должна все время вас звать? Нельзя покурить попозже. Я не курю. Воды попить нельзя. Нельзя? Снимайте же! Мне нужен вот этот вот портрет. Боже, какое лицо. Александр Павлович, пожалуйста, не шевелитесь. Прошу прощения, это Маня. Какая Маня? А, да, Маня. Вам кого? Мне Настю. Кого? Да бросьте. Я знаю, она здесь. Артем! Все в порядке, милый. Он ушел. Не беспокойся. Хорошо. Пойдем. Куда? Э-э, Темочка, я сейчас не могу. Я… Я на работе. На какой работе? Ты будешь ждать, пока он вернется? Мы сейчас. Я быстро. Что опять случилось? Пожалуйста, пожалуйста. Артем. Замечательно. Здрасте. Здравствуй. Настя, ты уже успела вернуться? Откуда? Маша. Ты? Нет, не я. Познакомьтесь. Артем Гудков. Журналист. Так, а я знаю вас. Репортер года. Ну, конечно. Самый лучший репортаж о деревенских школах. Вы знаете, это было… Это было давно и неправда. Пойдем. Я вернусь. А я так понимаю, что никакой работы у вас не получится, а я готовлю ужин? Нет. Я бы хотела еще выпить кофе. Он у вас просто фантастический. Слушайте, как вы его готовите? О, это секрет. У нас в редакции кофе готовит настоящий турок Мехмед. Я брала у него уроки. Приготовление кофе. А Гудков, значит, тоже ваш знакомый? Да. Маня с ним работала. Да, Маня? Ну, мне кажется, это вообще не имеет никакого отношения к делу. А вот это позвольте решать мне, что имеет отношение к делу, а что не имеет. Пойду работать. И почему вы удивились тому, что Абдуленко вернулась откуда-то? Ну, когда вы увидели ее на лестнице? Да. Это действительно странно, потому что, когда я шла обратно из магазина, я встретила ее на улице. Ровно за три минуты до этого. Иди, иди. Не бойся. Ушла эта гадкая псина. Иди, мои хорошие. Здравствуйте. Софья Захарна. Ой, здравствуйте, Машенька. Вы тут поаккуратнее ходите. У нас во дворе собаки бездомные шастают. Может быть, даже бешеные. Вы не волнуйтесь. Уже не шастают. Ну, дай-то Бог. Настя! Ай, Дара, ну куда ты меня тащишь? А вы уже закончили? Ну, может, у меня галлюцинации? Ну, вы точно видели, что это была она? Мне показалось, что она. Хотя у меня зрение плохое и астигматизм… Астигматизм. А вернуться она не могла, пока вы с соседкой разговаривали? Нет. Мы с соседкой практически не разговаривали. Я сразу домой пошла. А когда вы на лифте ехали, не могла она по лестнице подняться? Нет. Молодой. Прошу прощения. Сахарок забыл. Буквально три кусочка. Александр Павлович. Да. А во время интервью Абдуллинка куда-нибудь выходила? Ну, она постоянно куда-то выходила. То попить, то позвонить. А позвонить кому? Как вы думаете? Не знаю. Наверное, Гудкову. Ага. Ну, значит, возвращаемся к Гудкову. Присядьте, пожалуйста. Гудков, выходит, тоже ваш друг. М? Кто этот человек? Что ты подкрадываешься? Я не подкрадываюсь. Так, три, четыре. А сколько у нас народу будет? Ты не хочешь говорить про него? Почему я не хочу говорить? Это Артем Гудков, он журналист. Как-то ты не очень уверенно про это говоришь. Ну, потому что он бывший журналист. Слушай, что ты меня сбиваешь, а, Алекс? Я тебя не сбиваю. Почему бывший-то? Потому что. Потому что его отовсюду увольняют. Он даже у нас работать не смог, старуха его на дух не переносит. Почему? Ну, потому что он везде ищет правду и поднимает массы на революционную борьбу против тирании. Массы, как правило, не поднимаются и его отовсюду увольняют. Надо же. Тысячу лет его не видела. А он приятель Таис? Шут его знает. Наверное. А почему ты так вздыхаешь? А потому что я очень не люблю, когда что-то хорошее пропадает даром. А он действительно был хороший журналист. Был, да всплыл. Слава была. Профукал, всё. Ну, немногие люди могут сохранить заработанное. Спасибо, что просветили. Ещё Таиса сбежала. Сейчас эта бодяга затянется до утра. Здорово, ребята. Чего у вас дверь, Тернас Пашку? Заходи, кто хочет. Дэн, привет. Мария Алексеевна, привет. Куда дел мою козочку, маленький цветочек, мою кысочку? Тётя пропала. Да ты что? Ещё утром укатила на интервью к великому писателю и за целый день не позвонила племяннику. Да? А ты знаешь, что они даже ещё не начинали. Серьёзно? Да. Я весь день на нервах, как институтка, жрать хочу, помираю. Но ты же знаешь мою тётю. Мой нежный цветочек. Если она в кого втепится, то как бульдог не оттачит. Да. Так. О! Тётя. Дениска. Ангел. Господи, ты откуда? Эти гадкие люди тебя мучают? Нашлась. А Эд кто такой? Дэн? Угу. Журналист. А не многовато ли журналистов для одного интервью? А у нас вчера был день визитов. Дэн наш добрый товарищ, а Ольга, которая брала у меня интервью, его родная тётя. Угу. А Володя Береговой его лучший друг. Так и зачем он приходил? К тёте. Просто к тёте? Да. Что вас удивляет, капитан? У меня тоже есть тётя. Но я за ней хвостом не хожу. Ну, к нам друзья ходят просто так. А вчера Дэн оказался как нельзя кстати. А где же фотограф наш? Пойду посмотрю. Ужинать. Пойдёмте? Я думаю, что фотосессия у вас навряд ли случится, потому что Таис можно ждать до завтра. Марья Алексеевна, огромное вам спасибо, но мне бы хотелось закончить всё-таки сегодня. Так. Дэн, уйми свою тётушку. Нет. Глухой номер. Да. Железная хватка. Я жарить котлеты. Пойдёмте, Александр Палыч. Пойдёмте, пойдёмте. Что? Это Таис. Ну, вот. А ты переживала. Хочешь попробовать? Ну? Ну и где она? Ты что? Где? Это потаскуха. Где? Говори, я всё равно её найду. А? Говори, слышишь? Сволочь. Так, ребята, что здесь происходит? У вас же вроде приличный дом. О-о-о. Слушай, может он сам пойдёт, да? Урод потлатый. Но вряд ли. Упись его! Ну-ка, рука! Толик, ты всё-таки теперь. Значит, говорите, порезались. Угу. Я так понимаю, что это был второй приход Кулагина. Угу. А бутылку он разбил сам. Сам. А лестницу? А лестницу. А если я проверю, есть ли на ней ваши отпечатки? Их там не будет. Посмотрим. Смотрите. И что было дальше? Да ничего. Где моя жена? Да она уже ушла, и тебе пора. Мань, я провожу его. Алекс, ты что с ума сошёл? Давай, вставай. Дэн, куда вы собрались? Не-не-не, это обязательно. А то будет тут ночью забывать, кому интересно эти серенаты слушать. Конечно. Я тебя убью. Не сегодня. Дениска. Давай. Тетя, не волнуйся за меня. Пошли, давай. И куда вы собрались его провожать? В соседнюю парадную. У него там квартира, которая ещё от родителей осталась. Ну да, потом он сказал, что ему нужно на дачу, мы вызвали ему такси. Адресок дачи, значит, известен. Ну конечно, Мартышкино, Ладожская, 15. Дайте, пожалуйста. Угу. Мартышкино? Да, есть такой населённый пункт Мартышкино. Там есть улица Ладожская, есть там дом 15. Угу. А Абдуленко с Гудковым, где они были в это время? Я не знаю. Таис пришла минут через двадцать вся в слезах и стало понятно, что работы уже никакой не будет. А Гудков? Что Гудков? Больше не приходил? Нет, не приходил, Гудков. Алло. Анна Осифовна. Да, добрый день. Я прошу меня извинить, но обстоятельства складываются. Значит, больше к вам никто не приходил? Слава Богу, нет. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Дэн с Ольгой сразу ушли, а Таис я постелила в комнате для гостей. А почему она осталась? Потому что она боялась идти домой из-за Анатолия. А как же шестилетняя дочь? А все в порядке с дочерью, она была под присмотром. У Насти как раз приехала сестра из Ростова, Наташа. Подождите. Выходит, супруга покойного вышла от вас только утром? Ну, выходит, что так. А каким же образом она вышла, если в парадной лежало тело ее мужа? Перешагнулась, что ли? Ничего она не перешагивала. Я ее вывела. Как это вывели? Что вы так на меня смотрите? Я понимаю, что нельзя. Ну, просто я как представила, что на нее все накинутся. А она и так была, знаете, в каком состоянии. Да как же вывели-то вы ее? Через окно, что ли? Да почему через окно-то? Через черный ход. Запасной выход есть. Вот ключ. От дедушки остался. И кто еще через этот ход? Не знаю. Сама им лет десять не пользовалась. И где сейчас эта Абдуленко? Понятия не имею. Я, между прочим, могу вас привлечь за укрывание преступника. Я вам говорю, я не знаю, ну… А вы что, и таист тоже в убийцы записали, а? Сергей Петрович? Тут понимаете, в чем сложность? Ребята Анатолия в машину запихнули и велели водителю везти его прямо до Мартышкина. Нигде не останавливаться, чтобы клиент не требовал. Но он ведь как-то вернулся. Убили-то его в нашей парадной. Это точно? Убили-то много. А вы-то что утром делали на лестнице, когда труп нашли? Когда труп нашли? Артём? Артём? Артём wind Толя… Толя… Толя, что с тобой? Когда труп нашли, мусор выносило. Так, запишите телефоны всех тех, кто у вас вчера был. Ага, конечно. И что ж мне теперь делать-то с вами? А что теперь делать? Что делать? Убийцу искать. И на всякий случай предупреждаю, что главный подозреваемый пока что ваш сожитель. Потому как именно он затеял вчера ссору спокойным. А вот это совершенно безосновательно, капитан. Не скажите, гражданин... Шангирей. Шангирей. Не скажите. Алекс никого не убивал, это ежу понятно. У тебя телефон Дэна был. Да. Извините. Ну, понятно ежу или непонятно, вот, разбираться будем. Поэтому из города никуда не уезжать, телефоны не выключать. 58... 44... А паспорта ваши пока у меня побудут. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Маня! Что? Ну, можно в другой раз. Мне писать надо. Писать? Я вообще не понимаю, как можно писать, когда у тебя под носом убили человека. И я не понимаю. Я не могу писать. Вчера Кулагин был и жив, даже драться лез, а сегодня его нет. И точка. А зачем он к тебе приходил? Кто? Кулагин. Он всегда раньше так делал, когда поговорить хотел. Что-то я не замечал. Ну, это еще до тебя было. А, понятно. Что тебе понятно? Алекс, мы с тобой два года вместе. Ты прекрасно знаешь мое отношение к Кулагину. И злишься ты только потому, что я тебе не рассказала про Артема. У тебя с ним был роман? А я не хочу сейчас об этом говорить. Ну и не говори. Мне все равно. Да? А вот в этом и проблема. Потому что тебе все равно. Потому что думаешь ты только о себе и сосредоточен только на себе. Алекс Ларер написал новый роман. Алекс Ларер вот вышел. Маня, это неправда. Что неправда? Тебя когда интересовали мои книги? Когда ты их читал в последний раз? Ну да, это же не книги, это бульварное чтиво. Ну прекрати. Что прекрати? Если тебе все равно, я скажу тебе. У меня не было романа с Артемом. Мне очень-очень этого хотелось, но романа не было. Ну ничего страшного. Еще не все потеряно. В каком смысле? Будешь носить ему передачки в тюрьму. Как когда этот бравый капитан посадит Гудкова за убийство. Олег, знаешь что? Что? Да пошел ты к черту. Я не могу. Мне надо работать. Ну тогда уйду я. Мне тоже надо работать. И напоминаю, у Мишакова главный подозреваемый ты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Рассказала. Под протокол. У меня, знаете, нет особого желания повторять это по тысяче раз. Простите, но я должен задать вам пару вопросов. Ну? Что же вы молчите? Я вся во внимании. Вы позвольте? Пожалуйста. Спасибо. Значит, труп обнаружили вы? Нет. Слава Богу, не я. Но полицию вызвали вы. Ну, кто-то должен был это сделать. Расскажите мне по порядку, как это было? Извольте. Утром Гарольд попросил меня прогуляться с ним. А Гарольд — это ваш муж? Молодой человек. Мой муж умер 20 лет тому назад. Гарольд — мой кавалер. В смысле? Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль. Простите? Ну, чему вас только учат, а? Иди сюда. Иди, мой маленький. Иди, иди. Иди, мой хороший. Вот. Это такая порода собак. Помните у Ван Дейка на картине портрет детей Карла Первого? Там два очаровательных спаниэля. Гарольд, дядя милиционер ничего не знает. А это отвар язвенный. Надо пить по часам. Ага. А, между прочим, окрас для этой собаки вывел сам герцог Мальборо. Ага. Ну, значит, отправились вы гулять с герцогом, то есть с Гарольдом. Как долго гуляли? Ну, минут десять-пятнадцать. А потом? А потом, когда я возвращалась обратно, Мария, это из тринадцатой квартиры, сказала, что на площадке лежит человек. И не дышит? Так, а вы, когда выходили, вы, значит, этого человека не заметили? Ну, как же я могла его заметить, если он лежал этажом выше? Логично. И на всякий случай хочу заметить, что пока главный подозреваемый ваш сожитель. А ты никто. Толя. Ты пшик. Пустое место, понял? Если я говорю, что она дура, то значит, она дура. Понятно? Я не прошу тебя, не реагирую. Ай! Ты что? Отпусти! Больно же! Просто дали и просто убили? Да вы что, с ума сошли? Нам зачем его убивать-то? Это вы должны мне сказать. Зачем? 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 Открылась бездна, звезд полна. С корабля на бал. Приемная дочь Мустафы Кемаля, Ататюрка, была пилотом-истребителем. Она часто ввязывалась в неравный бой. Ну, и где она? Испечу Алексу пирог с малиной. А проблема именно в том, Алекс, что тебе все равно. Потому что ты думаешь только о себе. Артем? Артем? Замечательно. Маша, ты? Нет, не я. Познакомьтесь, Артем Гудков, журналист. Пойдем. Я вернусь. Я вернусь. Артем Гудков. Артем Гудков. Тайс. Артем Гудков. Так. А лестницу на ночь вы закрываете. Я. Всегда. Всегда, с тех пор, как началось это безобразие. Какое безобразие? А это, по-вашему, не безобразие? Вот вы мне скажите, вы представитель власти. Мог тридцать лет тому назад в приличном доме оказаться трупом? Мог. А закрываете, значит, строго в одиннадцать? Вот я им говорила, я вам не прислуга. В приличных домах для этого дежурные существуют, а не в один голос. Софья Захаровна, окажите услугу. А они это кто? Жильцы. Они думают, что у меня других дел нет, кроме как двери за ними закрывать. Понятно. А в этот раз, когда закрывали, ничего подозрительного не заметили? Не хватало еще, чтобы у нас на лестнице. Значит, не заметили? Нет. Ладно, спасибо. Вы знаете, сейчас вообще очень много подозрительного. Вот к Марии люди ходят, да? И ночью ходят, и днем. Кто они такие? А что, вчера к Марии еще кто-то ночью приходил? Кому? Ну, к Поливановой. Может и не приходил, но в арке, около парадной, караулил. Я когда дверь закрывала, там фигура курила. Огонек мерцал. Мужчина или женщина? Было темно, я не разглядела. Но я объявила, двенадцатый час, двери закрываются. А она что? Ну, фигура в смысле? А… ноль внимания. А случайно этот человек не похож был на Александра Шаль… Кого? Тьфу ты черт! Сейчас. Александра Шан… Шангирея. Кого? Вот. Сожитель Поливановой. Может… эээ… да, а может… может и нет. А может, это сама Мария была. Поливанова? Да. То есть, вы утверждаете, что вчера вечером, в начале двенадцатого, вы видели Марию Поливанову в арке, около дома. Ну, вы знаете, темно было, я не разглядела. А как вы сказали фамилию сожителя? Да, кстати, вы сказали, что Кулагин к вам вчера первый раз пришел на веселе. Откуда не сказал? Кулагин. Давай, давай, давай. Сейчас. Я еще статье напишу, как ты меня к моей жене не подпускаешь. Ничего ты не напишешь. О, старый знакомый. Нечем будет. Еще раз руку на меня поднимешь, я тебя… Он мне салон не испачкает, а? Три счетчика. Старый знакомый. Старый знакомый. Такси? Здравствуйте. Я вчера в десятом часу у вас заказывал машину. Да, Кирчевная пятнадцать, да. Мне кажется, что я вас забыл… Что? Телефон, да-да-да, именно телефон. Могу я встретиться с водителем, который меня подвозил? А какие раньше праздники были, а, молодой человек? Демонстрации. Да здравствуйте наши советские ученые. Ура! Кругом чистота и порядок. А сейчас все распустились. Кругом грабеж и разбой. Разбои в парадной у вас тоже случаются. Типун вам на язык. У нас образцовый дом. А-а-а! Что такое? Помогите! Спасите! Милиция! Успокойтесь! 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 Дверь закройте! Убывают! Держи, город, держи! Стой! Стой! Кому говорю! Стой! Стой! Приезжай! Черт! Стой! Держите! Пейте, пейте, неотравленные! И куда вы так помчались? А откуда-то вы знаете, что я помчался? Я видела. А человека, который от меня бежал, вы видели? Нет, человека не видела. Я видела только, как вы по лавкам скакали. Еще подумала, зачем. Скажите, а у вашей соседки, Софьи Захаровны, родственники есть? У Софьи Захаровны родственники есть, но она с ними в контрах. Потому что она думает, что они хотят квартиру у нее отобрать, а ее саму сдать в богадельню. Что вы так на меня смотрите? Мария Алексеевна, а вы мне всю правду рассказали? В каком смысле? Ну, про вчерашний вечер. Конечно, все. Да. Но даже если я что-то и забыла, то Алекс бы обязательно вспомнил. У него особенность такая есть, он всегда все замечает. А мне так не показалось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Софья Захаровна! А? Здравствуйте. День добрый, Лена Анатольевна. Потеряли что? Нет-нет, я так, хожу. Как ваш Гарольд? Благодарствую. Здоров. Ну, всего хорошего. Да-да. Всего вам, всего. Ой, Господи. Ваш? Да. Держите. Только я ведь вчера не вас подвозил. Я помню. Вы же этого, который рассуждать любит, ко мне в машину сажали. Да, это его телефон. Просто он со вчерашнего еще не отошел. Да, накидался-то он вчера знатно. Ну, пускай больше не оставляет. А то у нас ведь народ разный работает. Могут и не вернуть. Скажите, а вы его до дома довезли? Ну, как и договаривались, само собой. Ладожская пятнадцать, даже до крыльца довел. Ну. Простите, а вы его вчера называли старым знакомым. Или я ошибаюсь? Точно. Да бывает же такое. Я его вчера два раза подвозил. Первый раз еще трезвым. Он мне своими теориями всю дорогу мозг полоскал. Им же ничего не нужно бабам-то. Лишь бы мужик был покрепче да повыносливее. И чтоб три раза подряд мог. Ну, и бумажник посолидней. Хотя и без бумажника. Баба, я тебе скажу, существа крайне низкоорганизованные. Она тебе и так даст. Ты, главное, историю, пожалуйста, ей расскажи. А можно и не рассказывать. Два лишних стакана налил, и все, она твоя. Вот так. Ну, а что делать? Приходится слушать. Бывает, за сменой не такого наслушаешься. Да. А вы его куда везли? Ресторан «Монт Плезир» на Невском, знаете? Да. Ну, вот. Спасибо. Мария Алексеевна, а вы мне еще один телефон не сказали? Чей? Артема Гудкова. У меня нет телефона Артема. Он его очень часто менял, и мы не общались с ним много лет. Жаль. А вы говорили, что вместе с ним работали? Да совсем недолго мы работали с ним вместе. И где? В издательском доме. Лиана. Угу. Лиана. Пора мне, Сергей Петрович, дело у меня по горло. А вам желаю удачного расследования. Это вам. Счастливо. Мария Алексеевна, подождите. Я не понимаю, вот скажите мне, как это получается? Вы говорите, Толя Кулагин, ваш друг детства, вместе росли, а у вас ни слова сожаления, ни одной слезинки. Вам что, его не жалко? Хотите честно? Да. Мне жалко. Дочку жалко, жену его жалко. Хотя, думаю, теперь заживет она прекрасно. Прекрасно? Ну, конечно. Я просто не люблю, когда унижают зависимых людей. А она, дуреха, от него зависела. И он этим пользовался. Что значит, пользовался? То и значит. Еще изменял ей направо и налево. Ребенка грозился отобрать. А мог? Что? Ну, ребенка отобрать. Это сейчас модная тема, особенно у вас. У кого у нас? Ну, у артистов, фигуристов всяких. Женятся, потом разводятся. А потом давай друг у дружки детей таскать. То он у себя в замке спрячет, то она в Лондон увезет. И все это по телеку крутится. Родственники руками машут, детишки плачут, народ смотрит. Красивая жизнь. Сергей Петрович, Толя Кулагин был наиотвратительным человеком. Ничего хорошего в своей жизни не сделал. Никогда никому не помог и никого кроме себя не любил. Присмыкался перед сильными и слабых унижал. Ну, вы прям портрет законченного негодяя мне нарисовали. А так оно и есть. Вы знаете, я вам даже сочувствую. Почему? Потому что вы сейчас будете искать злодея, тратить на него время, скакать по скамейкам. А этот злодей может не убийца. Он может герой. Санитар леса. Его медалью наградить надо. Медалью? Медалью. Ну, даете. А как же гуманизм? Вы же писательница. И что? Ну, вы же должны отстаивать эти высшие ценности. А при чем здесь гуманизм и ценности? Убили мерзавца, а я должна жалеть? Интересно получается. А как же право на жизнь? На безопасность? А конституционные гарантии в конце концов? Вот даете. Вы прям как на трибуне, Сергей Петрович. Ладно, до свидания. Если понадобитесь, я вас… Вызовите, да. Только если я вам понадоблюсь, может, вы сами приезжайте. Поболтаем, кофейку попьем. Попьем. Да. Подруга эта ваша, за которую в Береговой вступился. Катя Митрофанова. Вы же тоже мне телефон-то ее так и не дали. Он у вас есть? Да есть. Только я сама до нее дозвониться не могу. Звук, что я взял от�я. Берегов. Ух. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Купил. Самый лучший. Все, врач сказал, вполне нормальная, здоровая собака. Завтра мы только съездим на прививочке, подлечимся слегка и жить будет можно. Вот и хорошо. Пойдем, пойдем. Вы тогда отправляйтесь домой, а я сама доберусь. Да я отвезу тебя. Какие проблемы? Где у тебя машина? Ну, она у Мани во дворе. Володь, не надо. С десяти десять минут. Ну, ладно. Тогда завтра на работе увидимся. Угу. Пока, друг человека. Эй, эй. Катя. Без тебя не хочет идти. Ну, заходи. Это теперь твой новый дом. Слушай, может, его сразу покормить? Есть хочет. Сейчас. Сейчас накормим. Ты мальчик или девочка? Он мальчик. Он мальчик. А с чего ты решил, что это мальчик? Ну, Кать, ну… Ну, если присмотреться… Ну, видно, что он мальчик. На. Ешь. Ешь. Так. Он стесняется. Сидеть. Ну, ещё бы. Такой стресс перенёс. А как ты его назовёшь? Не знаю пока. Ведь правда, нужно как-то назвать. На Лешего похожи. Ха-ха-ха. Действительно. Леший. Леший. Кать, собаки-то у меня не было никогда. С детства мечтал. Красавец. Надо ему место определить. Но чтобы он точно знал, что это его. Угу. Тебе кофе? Ой, нет. Я поеду. Спасибо. Подожди. Ты уверена? Может, останешься? Нет. Поеду. Он вполне послушный. Так что, моя помощь здесь не нужна. Только… Мне руки надо помыть. Где это можно сделать? Там, в ванной. Угу. Вызови меня такси. Кать. Может, ты объяснишь мне, что происходит? А что происходит? Ничего не происходит. Да в том-то и дело, что ничего не происходит. Ну, а что должно произойти? Тебе нужна была помощь. И я помогла. Ну, ладно. Понятно. Володь. Кать, у меня такое впечатление, что ты меня избегаешь. Может, я тебе не нравлюсь? Ну, что за детские категории? Нравлюсь, не нравлюсь. С чего ты вообще решил, что у нас, может… Да, действительно. С чего я решил? С того, что ты меня всего лишь один раз поцеловала. Ну, ладно. Ладно, я сейчас вызову такси. Подожди. Ну, просто… Я какая-то не такая. Мне сложно. Володя… 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 delayed… спинка ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, мне же на работу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, пардон, Екатерина Степановна. Здрасте. Петровна я. Да. Там внизу вас Володька зовёт, а он какого-то лешего потерял. Не буду говорить, представляешь? Мне мужское-то дело подвозь накормят. Ну, помогай. Как он у вас хоть выглядит-то, а? О, охматая собака. Я его на секунду с поводка отпустил. Он за кошкой как рванул. Так, подожди, сейчас. Слышь, Володь, у вас что, получилось? Дэн, я тебе сейчас. Все, все, понял. Получилось. Нигде нет. Зачем ты его вообще с поводка спустил? Катенька, собачке нужно было в туалет сходить, побегать, ещё чего-нибудь. Если ты не умеешь обращаться с собаками, мог бы меня разбудить. Ты как будто умеешь обращаться с собаками. Вообще-то у меня была собака, в отличие от тебя. Была? Ты мальчика от девочки отличить не могла. Так, ребята, всё брэк, понятно всё с вами. Значит, беру стратегическое руководство на себя. Володь, ты направо, я налево, Екатерина Михайловна, вы… Петровна я. Да. Да. Выпьет ровно. Александр Павлович, дорогой, здравствуйте. Давненько вы к нам не захаживали. Ну, как-то всё не было времени. Как же я соскучился по нашим с вами философским беседам. Ну, проходите. Новый роман пишете? Пишу. Предыдущая жена Дадыр зачитала. Да я, признаться, оторваться не мог. Как выйдет, первый же экземпляр ваш. Буду очень признателен. Ну, что ж, ваш любимый столик. Благодарю. Располагайтесь, да. Эдуард Викторович, у меня к вам деликатное дело. Весь во внимании. Вы знаете этого человека? Анатолий Кулагин. Он бывает у нас время от времени. Должен признаться, очень скандальный тип. Пару раз нам даже приходилось его выводить. А вы не припомните, вчера он был у вас? Был. Один? Нет, не один. А с кем? Александр Павлович, вы же понимаете, это не совсем корректно с моей стороны. Ну, я понимаю, понимаю. Только имя. Анна Новак. А вы ее знаете? Немного. Она недавно отмечала у нас свой день рождения. Балерина. Ага. А скажите, могу я поговорить с официантом, который их вчера обслуживал? Конечно. Виталий! Скажите, вы вчера видели этого человека? Да, я его обслуживал. Эдуард Викторович сказал, что он был с девушкой. Да, с девушкой. Красивая такая. Как вы думаете, это было свидание или деловая встреча? Я думаю, что свидание. Хотя довольно странное. Пожалуйста. Благодарю. Пардон. Ты специально заставляешь меня ждать. Ну, что ты? Анатолий, подожди. Расскажи мне лучше, как прошла пресс-конференция с этим загадочным Алексом Лоррером. А? Загадочный это ты. А он так, напыщенный индюк. Хочу, я тебе погадаю. Вот смотри. Здесь сказано, что ты будешь самой счастливой женщиной на свете. Цари будут бросать твоим ногам свои царства. Да. Боги спустятся с Олимпа, чтобы любоваться твоей красотой. Дикие звери возлягут возле твоих колен, чтобы защищать тебя. Анатолий, ты ведешь себя крайне неприлично. Мне можно. Я люблю тебя. Какой ты выдумщик. Да. Я придумаю тебе роман. Целую жизнь. Я выдумаю такое, что у тебя закружится голова. Я напишу пьесу. Что-нибудь заказывать будете? Извини меня, я на минуточку. Угу. Может быть кофе? У нас прекрасный кофе. Да, мне эспрессо двойной. И пожалуй, пятьдесят коньячку. Нет, сто. Вы что-нибудь закажете? Нет-нет, благодарю. А что было странного в этом свидании? Все хорошо. Да, благодарю. Да нет, ничего, пожалуйста. Подождите, это очень важно. В общем, я, конечно, специально не подслушивал. Нет, вы ради бога ничего не подумайте. Вышло случайно. Миш, эспрессо двойной и сто грамм коньяку. Сделай, пожалуйста. Угу. Да, и воды как в одинарной. Сделаем. Да что ты ко мне пристал? Да не буду я! Он умерзительный. Значит так, или ты будешь меня слушаться, или я тебе не помощник. Поняла? С ума не сходи, Петечка. Ты без меня нолик. Или, может быть, сам с ним будешь спать? А? Угу. Вошла во вкус. Может, на мне потренируешься? Анна. Ай! Вот стерва, а. Козел. Вообще-то говоря, я пошутил. У меня нет чувства юмора. Серьезно? Ничего страшного. Что я должна делать? Самое главное, ты должна его сегодня не отпускать от себя никуда. Ты знаешь его расписание? Понятия не имею. Ты идиотка. Ты должна знать о всех его перемещениях. Ты ради чего с ним осталась? Ради его прекрасных глаз? Тебе еще добавить? Послушай меня. Фиксируй все его телефонные разговоры. Особенно запоминай имена. Ну и, конечно, хорошо было бы, если бы ты сегодня поехала с ним на дачу. Сегодня? Угу. Время-то поджимает. Приедешь на дачу. Постараешься его там напоить. А выпивку капнешь пять капель вот этого. Он уснет. Заберешь телефон и увидишь. Это все? Телефон, естественно, привезешь мне. С телефоном я разберусь. Теперь самое главное. Надо, чтобы сегодня с ним никто не общался. Это нам нужно для того, чтобы… Я знаю, для чего нам это нужно. Не дура. А, ты умница, Анна. Да пошел ты. Богиня. А раньше вы эту Петечку не видели? Нет, не припомню. Благодарю вас. Угу. До свидания. Ну что, Александр Павлович, смогли мы вам чем-нибудь помочь? Да-да, благодарю. Эдуард Викторович, а вы говорили, что эта балерина справляла у вас свой день рождения. Совершенно верно. Вы не припомните, был ли на нем Кулагин? В том-то и дело, что был. Меня это еще очень сильно удивило. Почему? Ну, как бы это поточнее вам сказать, не совсем его уровень. В смысле? Кулагин – мелкая сошка. А эту Анну окружают весьма серьезные люди. Шучу, миллиард. Он хватит, а на счетах пусто. Ага, спасибо. Спасибо вам. Итак, Генрих, я бы хотел поднять этот бокал. Простите, здесь закрытое мероприятие. Мы вообще-то на работе. Пресса, журнал «Русский авангард». Сожалею, но пресса не аккредитована. Бардак. Вадим Андреевич! Вадим Андреевич, Кулагин, помните? Пропустите, это ко мне. Пожалуйста, заходите. Вот видишь. Иди погуляй. Здравствуйте, Вадим Андреевич. О, привет, привет. Ну что ж ты? Здравствуйте. Позвольте представить вам Аннет. Это Анатоль. Анатоль Кулагин. Наш, так сказать, колумнист. Ну, это хобби. Так, пара колонн в журналах. Вообще-то я писатель. Что вы говорите? Очень приятно. Надеюсь, вы не обойдете меня вниманием в своих следующих произведениях. Ну что, когда такая женщина просит? Может быть, вы напишете эссе? Еще лучше. Вы могли бы стать моим личным биографом. Кстати, это хорошая мысль. Мы завтра отправляемся в Рио на пару дней. Всей шумной компанией продолжим отмечать Анечкин праздник. Давай с нами. Начнешь писать эпиграф к своей будущей книге «Ее путь в искусстве». Ну, ты же можешь, наврешь слегка. У тебя это хорошо получается. Интересная идея. Я оставлю вас ненадолго. Да-да, конечно. Ты что творишь, дура? Ты что, с голодного острова? Сам дурак. Прекрати. Хватит. Ты не у себя в деревне. Веди себя скромнее. А не то я тебя… Что ты меня? Анатолий? Ну, куда же вы исчезли, испарились, убежали? Оу! Я вижу, у вас отменный аппетит. Вы знаете, что это признак настоящего мужчины? Анна, я… Аннет, вот что я подумала. Почему бы вам прямо сейчас не начать брать у меня интервью? Ведь нам нужно начинать с чего-то писать нашу книгу. Да. Вот мой фотограф. Я думаю, что мы пока обойдемся без фотографа. Детка, я украду его на минутку? Конечно. Пойдемте, мой новый друг. Так что, мне думается, он попал к нам по служебной надобности. Да, как журналист. Я так понимаю, это было закрытое мероприятие? Закрытое. Совершенно случайно у вас не осталось списка приглашенных. Остался. Могу и взглянуть. Исключительно ради вас, Александр Павлович. Уверен, вам это нужно для нового романа. Совершенно верно. Принеси список гостей новых. Угу. Что ж, с нетерпением буду ждать. Ко-тин. Вот еще. Все, спасибо еще раз. Иди. Эдуард Викторович, благодарю вас и простите за беспокойство. Что же, обедать не останетесь? У нас изумительное седло барашка. В другой раз. Жаль. Угу. Всего доброго. Всего хорошо. Угу. Эдуард Викторович, еще вопрос. Да. А на этих фото есть Анна Новак? Должно быть. Народу было много. Ага. Ага. Вот здесь хорошо видно. Ага. Вот она. А рядом кто? Генрих Эдуардович, банкир. Виталий, извините, я вас еще потревожу. Будьте любезны, подойдите, пожалуйста. Здесь нету Петечки, которого вы вчера видели? Нет. Нет, да? Угу. Ну, хорошо. Хотя, подождите. Так вот же он. Ну, точно он. Ну, леший ты хулиган. Зачем ты сбежал-то? Не было печали. Чудовище притащили. Ух ты! Какая красивая! А как ее зовут? Леший. Здорово. А какая порода? Да я не знаю. Вроде дворняга. Да ладно. Я таких видел. На параде. Серьезно? Ага. Яблоко будете? Нет. На каком параде? По телеку показывали. Там это, на дудках играли в зеленых шляпах. У них точно такие же собаки были. Лохматые. А чего у нее бинт? Аппендицит, да? Да нет. А мне в том году вырезали. Я теперь могу яблоки с косточками есть. Законно. Но, правда, я еще и палочки ем. А папа говорит, что я не коза. Рома, отойди от нее немедленно. Мам. Почему ваша собака без намордника? Да не волнуйтесь вы. Она добрая. В следующий раз обязательно наден. Ты куда велосипед дел? Там лежит. Пока леший. Леший, да ты у нас породистый оказывается. Володя. Смотри, Володь. Я его нашла. Катя, милая моя. Это же другая собака. Собака у нее была. Где ты ее взяла? Ребятушки. Ну чего? Кажись, нашел я вашего лешего. Ага. И ты туда же. Вот он мой леший. Вот. Вот. Вот они. Вот они. Голубчики. Рекс. Быстро ко мне. Давай, давай. Володя, ну чего ты стоишь? Катя, милая моя. Катя, милая моя. Катя, милая моя. Катя, милая моя. Катя, побежали отсюда. Куда? Давай, скорей, скорей. Куда? Я вам сейчас покажу. Давай, посмотри. Стой! Стой, кому говорю. Катю! Только суньтесь мне еще. Надо было полицию вызвать. Ну вы друзья даете. Катя, ты зачем чужую собаку схватила? Откуда я знала, что он чужой? Я позвала Леша и он откликнулся. А чего ты не сказал, что она у тебя такая? Какая такая? Ну, это, кстати, мне? Да. Ой, нет, конечно. Кстати, Катенька, это тебе. Спасибо. Да, и от меня тоже. Вот. Понял? Да, Анна Иосифовна. До... до света... Ну, чего тут? Сейчас посмотрим. О, господи! Алекс! А ты зачем вышел? Я где-то опять посел свою записьную книжку. Ты не видела? Здрасте! 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 Здравствуйте! Настя! Анастасия! Вы что-то хотели? Да. Я у вас вчера телефон забыла. Можете им отдать? У меня нет. В квартире? А, да, пожалуйста, конечно. Какой этаж? Третий. Можно на лифте. Не, я ножками. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Софья Захаровна, добрый день. Здрасте. Здрасте, здрасте. Анастасия, а вы где? Нигде нет. Вы точно его не находили? Я нет, может быть, Маня? А где она? Я не знаю. Может быть, вам на него позвонить? Он не работает. Вы совсем не помните, где его оставили? Настя! Где угодно. Я же тут у вас ночевала. На кухне? Нет, вообще. Насколько я помню, вы ночевали в гостиной. Показать, где она? А я помню. В прихожей, кажется, тоже нет. В кабинете точно нет, я бы увидел. Можете не искать, я тут работаю. Мне нужно его найти, понимаете? Очень нужно. Может быть, вы его оставили где-то еще? Нет, я нигде больше не была. А Артему не отдавали? Кому? А, Артему? Нет, зачем ему? Ну, не знаю. У вас есть закурить? Нет, у нас никто не курит. Ладно, если найдете телефон, позвоните, хорошо? Хорошо. А куда? Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Паш, алло, да, ну что у тебя там со связью? Да я понял, что на квартире у Кулагинах никого нет. Ни жены, ни дочки. А Гудков? Мне нужен его адрес. Да, и вот еще что. Узнай-ка максимум информации про Александра Шарль... Александр Павлович Шангирей. 2 августа 72-го года. Город Ленинград. Ну все, что найдешь. Да, судился, освободился. Что-то еще. Ну все, давай, до связи. Господи, бедная Машенька. Опять на ее голову испытание. Совсем недавно Володя Береговому помогала. Он в историю попал. А теперь сама. Береговой наш сотрудник. Я в курсе. Меня зовут Анна Иосифовна. Прошу садиться, господин офицер. Спасибо. Может быть, кофе у нас? Его варит настоящий турок. Мехмед. Да, действительно. Настюша, попроси Мехмеда приготовить два кофе. Хорошо, Анна Иосифовна. Итак, о чем вы хотели меня спросить? Вы знали Анатолия Кулагина? Лично нет. Кто-то приносил мне его пьесы показать, и если понравится, напечатать. Но я решительно отказала. Почему? Плохие очень. А года четыре назад Машенька просила взять на работу его жену фотографом. Я не взяла. Отчего же? Плоха очень. Скажите, а вы давно знакомы с Поливановой? Семь лет. С тех пор, как она начала писать. Ну, уверяю вас, это вполне достаточный срок, чтобы понять, что Машенька светлый и очень добрый человек. А вы общаетесь с ней только на работе? Или еще и по-дружески? Сергей Петрович, наш издательский дом организован таким образом, что все мы здесь общаемся по-дружески. Талантливые авторы, а Машенька очень талантлива. Они нуждаются в участии. И в некотором покровительстве. Значит, покровительствуете. Стараюсь. Но, впрочем, не всем. Есть авторы и сотрудники, которым моего покровительства решительно ни к чему. Например? Ну, скажем, Александр Шангирей. Он у нас европейская знаменитость. Я не ошибусь, если скажу, что в Европе Алекс в дюжине самых читаемых авторов. Не читал. Ну, что вы. Вы должны обязательно познакомиться с его произведениями. И вы поймете, что это не обыкновенный писатель. Вот, возьмите. Скажите, а у Поливановой, у нее характер какой? Взрывной? Ну, она бывает неиздержанна, конечно. Но вы должны понимать, что для писателя яркие эмоции – это своеобразное топливотворчество. 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 А как у нее эти эмоции? Не зашкаливают? Простите. Я имею в виду, ну, может она, ну, и исключительно в порыве эмоций взять и шарахнуть кого-нибудь по голове. Машенька тонкий и ранимый человек. В порыве эмоций, как вы выразились, она может заплакать. Или весь свой гонорар отдать бедствующему. Но ударить по голове она не способна. Спасибо, Настюш. Настя! Живая сама? Живая? Да, здравствуйте, Мария Алексеевна. Все в порядке. Настюш, понадобится еще чашечка. Принеси, пожалуйста. Хорошо. Кофе. Волшебство. Мехмед на посту. Анна Иосифовна, простите, пожалуйста, что я не позвонила. У меня просто такой день. Машенька. У меня с утра идет все кверх ногами. Маша. Значит, сперва в парадной. Мария. И снова здравствуйте. День добрый. Я так понимаю, что про парадную вы уже проинформированы? Да, господин офицер расспрашивает меня о нашем издательстве. А вы уже рассказали, Анна Иосифовна, господину офицеру, что я очень люблю умерщвлять людей с особой жестокостью? Машенька имеет в виду свои романы. Так что здесь у нас душа тряпички? Ага, ресторанная рецензия. Значит, форель в этом супе основная нота, напитанная ароматом пряности и восточным колоритом. Отдай. Отдай, ты в этом все равно ничего не поймешь. Это, это почему это интересно? Я в этом ничего не пойму. Потому что твои гастрономические знания заканчиваются на борщи. Да? Эх, Шурочка, вот борщица бы я сейчас, ох, навернул. Тебя, кстати, главный искал. Сказал, не видать тебе премии, как ежику хвоста. Да? Ну и ну его. Ой, представляешь, Володька Береговой себе собаку завел, и похоже, что жену. Собирается жениться на собаке? Это сенсация, дедюсик. Угу. Готовы купить? Угу. Если б на собаке. На Митрофановой. И там все всерьез и надолго. Хотя… Да, Алекс, слушаю тебя. Дэн, мне нужна помощь твоей тетушке и твоя. Помощь? Всегда, пожалуйста. Что я могу для тебя сделать на этот раз? Выкрасть президента, спасти планету или, быть может, сгонять за пиццей? Мне нужно найти одного человека. Ну, это скучно, конечно. Но для тебя все, что угодно. Тогда через час у твоей Ольги. Есть, сэр. Анна Иосифовна, добрый день еще раз. Просите меня, пожалуйста, но я, к сожалению, не смогу сегодня к вам подъехать. У меня очень неотложное дело появилось. Душа моя, занимайтесь своими делами. А наш разговор мы можем перенести и на завтра. Но, надеюсь, ваше дело связано с работой над новым романом? Отчасти. Анна Иосифовна, а Маня еще не пришла в редакцию? Маня? У меня нет. У меня нет. К сожалению, еще нет. Ну, удачи вам, дорогой друг мой. Интересно, а куда это он собрался? Я так понимаю, это вам звонил тот самый автор, который не нуждается в вашем покровительстве? А что у него за дела? А я полагаю, офицер, это не входит в вашу компетенцию. Могу я быть вам еще чем-нибудь полезна? Можете. В вашем издательстве работал Артем Гудков? Гудков? Да, Гудков. Слушайте, я вам, наверное, мешаю? Я пойду. Ерунда. Присядь, Машенька, и попей спокойно. Я надеюсь, господин Мишаков не будет возражать. Не будет. Так что насчет Гудкова? Гудков никогда не работал в нашем издательстве. Вот как? А точнее, он был на испытательном сроке, но договор мы с ним не заключили. А почему? Плох очень? Нет. Он хороший журналист, но… Вам не подошел. Совершенно верно. Вы простите меня, пожалуйста, Анна Иосифовна, я пойду. Я переживаю, Катюшу не могу дозвониться, а мы с ней договорились встретиться в редакции, согласовать замечание по роману. Не волнуйся, с ней все в порядке. Они с Володей Береговой мне позвонили. А при чем тут Береговой? Катюша будет завтра, у нее отгул. У Катюши отгул? Слушайте, ну это равнозначно, что у меня вечером занятие йогой. Ну просто у нас Катюша не занимается авторами. Но после того, как мой прошлый редактор Саша Стрешнев оказался… Машенька, кому интересно, кем оказался Стрешнев? Его давным-давно нет в издательстве. Действительно. До свидания, Анна Иосифовна. До свидания, Машенька. Может, в отделе кадров есть какие-то данные на Гудкова? Машенька, я вам уже сказала, в штате он никогда не состоял. Моя Иосифовна. Ой, что, Анна Иосифовна уже призналась в убийстве Кеннеди? А почему ваша директриса так не любит Гудкова? Не любит Гудкова? Вам показалось? Да нет, не показалось. Что он такого сделал? Ничего особенного. А все-таки? Послушайте, Артем неудобный человек. Не только для коллег, но и для своих близких людей. Он такой, знаете, шашка на голову, бунт ради бунта. Только в буре есть покой. То есть вы мне сейчас ничего не расскажете? Почему не расскажу? Если хотите, извольте. Только это все дела давно минувших дней. И старуха не очень любит это вспоминать. Старуха? Это я так Анну Иосифовну называю. А что вы ей сказали, когда ломанули за мной? Ну как что? До свидания. А что, я должен был у нее отпрашиваться? Ну это, кстати, было бы неплохо. Потому что я тут еще... Ой, а она не очень любит, когда обсуждают дела издательского дома. Ну я понял, припосторонний. Да, придется звонить Алексу. Алекс ее будет успокаивать у него. Кстати, это очень хорошо получается. Алекс у вас просто волшебник. Кудесник. Всех вас послушать, так он просто... Он просто гений. Как у вас все четко. Этот гений. Гудков революционер. Кулагин мерзавец, жена его дуреха. А вы сами-то кто? Я? Угу. Марина Покровская. Автор второсортных детективных романов. То есть, кроме имени Петечка, у нас на него ничего нет? Почему? Есть список, там четыре Петра. А, да? Ну тогда это значительно упрощает дело. Послушай, а Кулагина где убили? У него дома? У нас парадный. Вот тебе номер. Мы же с тобой вместе его в эту... в Шапитовку. Мартышкина. Да. В Мартышкина услали. Как же он тогда обратно вернулся? А вот это с тобой мы и должны узнать. Дениска. Александр Павлович. Привет, кысочка моя. Соскучилась? А? Ну, заходи. Здравствуйте. Здрасте. Конфуций. Александр Павлович, материалы еще не готовы, но я над ними работаю. У меня к вам осталось несколько вопросов. Кстати, фотографии этой Таисы совершенно никуда не годятся. Так, Конфуций, иди сюда. Иди сюда. Не волнуйся, мы к тебе не за этим. У тебя нормальная еда есть? Я щас варила. Будете вкусные? Нет, я ж спасибо не буду. Я буду. Давай неси, неси, неси все скорей. Угу. Без хлеба не ешь. У меня щас голодный обморок будет. А, да, у Алексов пара дня вчера Кулагина убили. Ну, помнишь того, которого мы пьяного выводили? Анатолия? Угу. Как, господи. Тяжелым предметом по голове. Насмерть. Кто? Алекс пытается разобраться. Его следак подозревает. Ну, и у меня, надеюсь, тоже. Ой, не говори ты глупостей. Фантасмагория какая-то. Угу. Кстати, ты не знаешь, что такая Аннет? Балерина? Угу. Анна Новак. Угу. Угу. Это, как правило, ни к чему серьезному не приводило. А когда я встретила Артема, мне показалось, что я нашла того самого близкого и самого главного человека, которому я так же важна и нужна, как и он мне. А познакомились вы в издательство? Да? Да. Ой, я на радостях написала два романа. Взялась за третий и уже строила планы, как мы полетим с Артемом в Париж. Угу. И в один прекрасный день ваши планы рухнули. Да. А вы откуда знаете? Ну, так часто бывает. Да. Он сказал, что не любит меня и никогда не полюбит, и предложил остаться друзьями. И вы? И я стала с ним дружить честно. Выслушивала его, давала советы, подсовывала знакомым редакторам, водила в кино, в рестораны. Денег давала взаймы. В общем, старалась стать для него человеком самым главным и нужным в жизни. Новак… Щи просто улет. А компот есть? Возьми в холодильнике. А… А на Новак… А почему, кстати, Новак? Насколько мне известно, мать была замужем за польским дипломатом. Компот хочешь? Не-не-не. Закончила Вагановку. Подавала надежды. Учителя даже прочили ей большие перспективы. Ладно, давай сюда своих петров, пробью их по интернету. Давай. Она даже попала в труппу Большого. Но дальше кардебалета не продвинулась. А как же она попала в ряды светских львиц? Грамотно вышла замуж за очень богатого негодяя. Он изменял ей. Она мучилась два года, потом не выдержала, нашла хорошего адвоката и развелась. А муж в то время был занят уничтожением партнеров по бизнесу. Поэтому ей безболезненно удалось отхватить особнячок на Рублевке и содержание. Незначительное, конечно, но постоянное. Вот, нашла. Это статья о ее разводе. Значит, живет она в Москве? Ну, как мне известно, да. А день рождения отмечалось в Питере. Интересно. Значит, смотри, эти трое не подходят точно. Банкир, нефтяник и депутат. Есть фотографии, и это не Петечки. А вот этот вот Котин, Петр Степанович, вполне может быть адвокат, основной офис в Москве. А здесь, в Питере, только филиал. Фотографии нет. Есть. Согласись, странно. Анет – московская светская левица, а Кулагин – достаточно среднепитерский колумнист. Вот что между ними общего? Ну, может, любовь. Сомневаюсь. Есть идея. Давай я съезжу к этому Петечке и постараюсь найти связь между ним и Кулагиным. Москву? Ну, зачем в Москву? Для начала в офис здесь, в Питере. Надо же с чего-то начинать. Рискованно. Ничего не рискованно. Я профессионал. Я все сделаю так, что комар носа не подточит. Да, ну, давай. А я тогда поеду на дочь к Кулагину и узнаю, почему он оттуда вчера вечером вернулся. О, и было ли там вообще? Он, кстати, очень охотно и с удовольствием принимал мою помощь. А почему вы расстались с Артемом Гудковым окончательно? Из-за его гипертрофированной любви к правде. По этой причине его, кстати, старуха и уволила. Типичная история. Нетипичная. У Артема было свое представление о правде. Он не признавал полутонов. У него было только черное и белое, только правое и левое. Как-то Анна Иосифовна отыскала забытого писателя, гуннера Дружинского. Ему было лет под 80. Он писал «Советские детективы». Ну, про героического майора Бунина. Помните? Старуха начала переиздавать его книги, и его снова стали читать. Это было почти невероятно. Расли тиражи. Конкуренты не понимали, в чем причина успеха. А люди просто соскучились по той идеальной, придуманной жизни с храбрыми милиционерами, подлыми злодеями. Старик воспрял духом. Написал еще несколько книг. Ну, как бы в продолжение прежних. И я с ним очень подружилась. Часто бывало у него дома. Мы пили чай и могли часами говорить о литературе. Он очень любил рассказывать о своей службе в МВД. Между прочим, Гуннер Оттович был подполковником милиции. Ой, как же он вспоминал эти свои громкие дела, в которых лично принимал участие. Ну, или знал в подробностях от своих коллег. Я слушала, не отрываясь. А потом Анна Иосифовна заказала Гудкову статью про Дружинского. Она готовила к выходу его книгу. И Артем меня попросил помочь. И я с удовольствием согласилась. Рассказала ему все, что знала. Мне просто очень хотелось, чтобы он написал хорошую статью. Понимаете? И он написал. Хорошую? Статья называлась «Медведь на воеводстве». Основная мысль в ней сводилась к тому, что весь сегодняшний книжный мусор получился от того, что такие, как милиционер Дружинский, были допущены в литературу со своими дешевыми подделками, ловко замаскированными под детективы. Точнее сказать, даже не со своими. Все эти майоры Бунины и им подобные были просто украдены авторами у настоящих писателей вроде Семенона и Стаута. И если бы полвека назад загнивающая советская идеология не разрешила печатать эти так называемые книги, сегодняшняя литературная вакханалия была бы не такой разрушительной для умов и сердец читателей. Гоунар Оттович умер от обширного инфаркта. Просто обидно. Не смогла у него прощения попросить. Просто, наверное, не знала, что именно так все закончится. Ну что вы так расстроились, ей-богу? Ну столько лет прошло. Да знаете, сколько бы ни прошло. И неужели ваша директриса напечатала статью? Нет, что вы. Старуха сделала все, чтобы статья не вышла. Угу. И попросила Артема на работу больше не приходить. Он усмехнулся, первый раз что ли, и выложил ее в интернет. А кто-то, ну, мир не без добрых людей, взял и показал распечатку старику. Я думаю, Артем был доволен своей честностью. Очень. Гордился собой. Я думаю, что он и сейчас собой гордится. И больше вы с Гудковым не виделись? Нет. Да. Что? Еду. Ваша соседка позвонила в отдел и призналась в убийстве. Какая? Софья Захарина? Да ну, бред. Сказала, чтобы мы приезжали ее забирать. Петр Степанович, Петр Степанович, как здорово, что я вас поймала. Понимаете, а вы не в Москве, а мне сказали, что вы в Москве, что здесь вас совершенно невозможно поймать. А мы с вами знакомы? Нет, мы не знакомы, но обязательно должны познакомиться. Виолетта Георгиевна. Ничего страшного. Понимаете, мне срочно, остро, необходимо, нужна ваша помощь. Увы, у меня нет времени. Вы лучший адвокат России. Спасти меня можете только вы. Послушайте, Виолетта… Георгиевна. Ничего страшного. Я же говорю вам, я очень заживаю. Послушайте, он сошел с ума. Абсолютно сошел с ума. Кто сошел с ума? Мой муж. Кто же еще? Леночка, мне звонил кто-нибудь? Он дико ревнив. Так я могу на вас рассчитывать? Я бы не спешил. Да, Зубков, по поводу наследства. Так чего муж? Мой муж вбил себе в голову, что у меня есть любовник, теперь хочет развестись и оставить меня без средств. А у вас действительно есть любовник? Ну, пока нет. К сожалению, помочь ничем не смогу. Вы не можете оставить без помощи бедную женщину. Бедную? Могу. Дело в том, что я вам уже сказал, я занят. Вы меня неправильно поняли. Мой муж очень обеспеченный человек. Если вы мне поможете, то я не останусь в долгу. Серьезно? Да. Ну, и кто у нас муж? Я надеюсь, это шутка? Нет. Я беру 40 процентов. Это грабеж. Это не грабеж. Это рынок. Туда везет. Я его убью. Виолетта, а что это значит? Так. Это твой любовник? Это кто? Муж. Негодяй, я тебя сейчас на куски разорву. Это недоразумение. Примите Виолетту. Любимый, я тебе все объясню. Если успеешь. Молодой человек, вы в учреждении. Тебя я убью позже. Ага. Ну что, молись. Я ничего не понял. Я все понял. Я адвокат. Я все прекрасно понял. Ваша жена пришла за консультацией. Иди ко мне. Успокойтесь. Я сейчас тебе устрою консультацию. Немедленно успокойтесь. Иди ко мне. Успокойтесь. Похититель жён. Адвокат дьявола. Возьми себя в руки. Я в руках. Пётр Степ... Вызывай охрану. Вы его убили. Дело в том, что он первый начал это необходимое самообходу. Вызывайте врача. Он же не дышит. Ну, знаете ли, тут не врач нужен, а полиция с пулемётами. Подождите. Не подожду. Вы мне ответите. Я так этого не оставлю. Послушайте, я не виноват, что ваш муж сумасшедший. Убийца. Кто? Я? Да. Так, ты вызвала охрану? Нет, телефон не работает. Так, беги вниз за охраной, дура. О боже. Я тебе голову сломаю, мерзавец. Иди сюда. Иди сюда. Двадцать третье мое. Двадцать третье. Открой дверь, червяк. Будь мужчиной. Ну, что там, Шурочка, что там? Нашла. Отсюда, отшюда, отшюда, шуроходу. Ну, что же вы так долго? Ну, рассказывайте. Нечего мне рассказывать. Ночью вышла на улицу, парадная встретила чужого человека, испугалась, подумала, что грабитель, и дала по голове. Суфья Захаровна. Да. А зачем вы ночь на улицу-то вышли? Погулять? Не спалось. Старые люди плохо спят. Угу. А чем ударили? Ломиком. Каким ломиком? Откуда вы его взяли? Да он у нас всегда в простеночке стоит. Мы двери подпираем, когда парадную проветриваем. Стоит. Ну, и где этот ломик? А, с собой забрала. Что? Забрала с собой. Сергей Петрович. Вот. А потом я испугалась и вам на Машеньку наговорила. Мужчина! Мужчина, остановитесь! Вот. Как-то неудобно получилось. Так-так-так-так-так-так. Так. Стойте! Стойте! Куда же вы стойте? Сюда! Вот они! Вот они! Держите! Сюда! Извините. Ага. Сюда. Это женский, я не пойду. Давай. Ты с ума сошла? Давай, заходи. Так. Это женский! Заходи, заходи. Ну, не даешь. Чистенько тут у вас. Угу. Ты как про 23-ю узнала? Очень просто. Кулагин, Анатолий Петрович. А телефон как отключил? Шнур выдернула. Давай, давай, скорее. Я обещаю, за тебя месяц буду писать гастрономические реценди. Ой, не надо, не надо. Меня уволят после твоих рецензий. Так. Что это? Альберто Барак, Риво-де-Жанейро. Не знаю, Алекс разберется. А-а-а. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите, есть кто-нибудь? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Софья Захаровна, вот что вы мне голову морочите? От работы отрываете? Ничего я вам не морочу. Говорю, как есть. А собачка ваша где? Куда дели? Что? Гарольд ваш где? Сестра забрала. Что же я его усыпить должна? Ой, он без меня пропадет. А сестре вы сказали, что человека убили? Вот что вы спрашиваете не по делу? Вы по делу спрашиваете. Я вас спрашиваю, по делу. Во сколько вы вчера вышли на улицу? Не помню. Ночь была, темно. Час. Нет, в три. И мимо вас прошел человек, которого вы прекрасно знаете, зашел в парадную и вы ударили его по голове. Вот зачем я вас спрашиваю? Зачем? Я же вам объясняла. Подумала, что он грабитель. Испугалась. А дверь в квартиру не заперла. Ну. И не узнала я его. Темно было. Да не было темно. У вас парадный свет горит. Как хотите, а убила я. Забирайте меня. Так, я не понял. Ты что исполняешься, булка, а? Ты что, совсем что ли с катушек слетела? Ты что на выдумывала-то, а? Да. Пошел вон отсюда. Что значит пошел вон? Я здесь буду стоять. Что значит пошел? Ты что в натуре? Ты что приходишь за так? Юрий, пошел вон. Уходи. Явление второе. Те же и Ляпкин-Тяпкин. Меня зовут Шангирей. Александр Шангирей. Я знакомый Анатолия Петровича. Вы меня ужасно напугали. Анатоль не говорил, что вы приедете? Да. Я, собственно, не собирался. Вот еще. Вот еще последнее. Я вас узнала. Вы Алекс Лорер. Вы мой любимый писатель. Я вас просто обожаю. Меня зовут Анна. Но для друзей Аннет. Очень приятно, Алекс. А я приехала сегодня утром, а тут никого нет. Анатоль обещал устроить мне сюрприз. Правда, не сказал какой. Но теперь я понимаю, что он имел в виду. А вы дружите? Нет. Точнее, да. Вообще не совсем. А вы давно знакомы с Анатолием Петровичем? Ну, вполне достаточно, чтобы подружиться. Он очень интересный человек. Да? А, ну да. Должен заметить, вам очень идет этот дом. Правда? Да. Спасибо большое. Вы знаете, я тоже обожаю его. Мне так нравится здесь этот простор, этот воздух. Присаживайтесь. Благодарю. Ну и кто это у нас будет? Внучок? Никто. Он просто так. Уходи. Уходи сейчас же. Сядьте. Ну, она в маразме. Она не понимает, что она говорит. Сергей Петрович, а вы что-нибудь понимаете? Понимаю. Ага. Мне мать позвонила. Я сразу сюда и примчал. Выпейте. Митюша, мальчик, ну зачем ты сюда приехал? Они же теперь тебя в Сибирь. Ты там сгинешь. Ни за что. Вот что. Что бы он сейчас здесь не говорил, я от своих слов не откажусь. Дуря, старый, что ты везешь? Митюша. Она матери позвонила. Она в тюрьму собралась. Маме даже собачку передала. Я убила. Ломиком как дала, он так и перекинулся. Ясное дело. Ну, это все. Так ты кто? Внук или племянник? Я внучатый племянник ее. Только она никого не убивала. И я тоже никого не убивал. Никто никого не убивал. Напридумывала просто. Вот и все. Митюшенька, ну как же напридумывала, когда я утречком выхожу, а он там лежит. Вы знаете, недавно с Анатолием мы были в Рио. Я чуть с ума не сошла от восторга. Это рай. А вы когда-нибудь были в Рио? В Рио-де-Жанейро? Нет. Слетайте. Вы не представляете, какой там сумасшедший вид на океан. Правда? Да. Анатолий Петрович очень счастливый человек, раз ввозит вас на океан. Ну, как бы это не совсем. Анатолий так, мой приятель. А вы где отдыхаете? Я в... Алекс, хотите вина? Или вы за рулем? Нет, я не за рулем. Тогда я сейчас принесу вина. Да. Прекрасные часы. Они не ходят? Ночью ты приходил, метюнюшка. Ну, приходил. А что припозднился-то? А что, нельзя? Да нет, можно. Только потом всякая ерунда получается. Никакая ерунда не получается. Просто у них эта дверь эта гребаная закрыта была. Я Булке позвонил, она меня и впустила. Не слушайте его, товарищ милиционер. Он же не в себе. Да ты, как будто у вас зато в себе. Вы живете в Париже? Как вам не надоедает? Кругом толпа людей. Я, вы знаете, вообще устаю от людей. В какой-то момент я вдруг поняла, что я социопат. Я бы с радостью перебралась сюда, в лес, подальше от всех. Вы знаете, признаться, увидеть вас здесь для меня было немножко неожиданно. Я так понимаю, что и ключи от дома у вас есть. Вы удивлены? Угу. А хотите, я вам открою маленькую тайну? Конечно, хочу. Мы с Анатолием скоро поженимся. Как же так? Насколько я помню, он женат. Вы знаете его жену? Нет, не имею чести. Ну что вы, фурия. Она замучила его совсем. Ну ничего, скоро они разведутся, и мы с ним будем вместе. Ему очень повезло. Вы так считаете? Да, вы замечательная девушка. А что мы все на вы да на вы? Алекс, давайте выпьем на брудершафт. Мы ведь с вами уже друзья. Друзья, давайте смелее. Вы не могли бы подать мне мой телефон? Телефон. Пожалуйста. Алло. Да, дорогой. А что тебе ночью-то принесло? Дела у меня были разные всякие. Отчитываться не обязан. Ты не выпендривайся. А то я тебя живо в СИЗО закатаю. Ага. Ты что, в федеральном розыске, что ли? Да нет, мне просто деньги нужны были. Митюша, перестань. На дозу не хватало. Да что вы говорите? Да на какую дозу? На какую дозу? Я просто хрену одному денег должен там за машину. Ну вот. А он ждать не любит. Я думал, буду так потихоньку сам отдавать. А меня с работы уволили. Подожди, ты что, машину кому-то разбил, что ли? Ну да, разбил там. Передок чуть-чуть и фару. Митюшенька шофер. Хрен этот, начальник мой. Я его машину повез на мойку и прям с толпа приехал. Руки покажи. И ноги тоже. Пожалуйста. Софья Захаровна, а почему Булка-то? Другую. Фамилия у меня такая. Булкина. В девичестве Лиходедда. Надо же. А я и не знала. Софья Захаровна. А, это самое. Штаны-то что, прям при этой сымать? Валяй, сымай. Софья Захаровна, так откуда ломик-то взяли? Я же говорю, в простеночке стоял. Хватит врать! Откуда взяли лом? Утром взяла, около Анатолия лежал. В сторонке. Толя! Толя, что с тобой? Ну, чего мы дальше-то делаем? Мне, это самое, их одевать или так стоять? Валяй, надевай. Значит, ты вчера пришел. Ну? Булка. Тьфу ты, Софья Захаровна тебя открыла. Открыла. У парада никого не было? Не, никого не было. Так, ты взял деньги и почитал домой. А она тебя провожала. Она-то? Не. Хорошо. А дверь? Чего? Когда ты уходил, ты дверь за собой закрыл? Не, открыл. Ну, там в парадной душно было. Я дверь вот этим ломиком подпер и пошел. И рядом никого не видел? Не, никого не видел. Угу. Что? Когда? Ты понимаешь, что ты меня подставил? Билечка, ты тупой, я повторяю, я не желаю иметь с тобой ничего общего. Понял ты меня? Не звони мне, слышишь? Что будет спрашивать полиция? Я сама разберусь, что говорить полиции. Все. Что-то случилось? Нет, нет, все в порядке. Звонил Анатоль. Сказал, что задержится на пару-тройку часов. Пару-тройку часов? Да. Неожиданно. Голова что-то разболелась. Видимо, давление скачет. Ага. Тогда, с вашего позволения, я пойду. Вы меня бросаете? Нет, просто масса дел. Понимаю. Понимаю. Сейчас, чемоданчик возьму. До свидания. Я провожу. Ага. А зачем вы приезжали? Вы можете передать мне, а я передам Анатолию, если хотите. Нет, нет, не стоит. Я сам ему позвоню. В любом случае, очень приятно было познакомиться. И мне тоже очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вот так, контролируй. Быстро в палату и не вставайте. Мариночка, подпишите, пожалуйста, а? А, конечно. Моя жена будет в полном восторге. Хорошо. Она обожает вас. А как зовут жену? Настенька. Она просто без ума от ваших книг. Так, а вы оставайтесь в машине. Ну уж нет. Так, послушайте, Сергей. Что? У вас же есть главный вопрос, ну, на который необходимо ответить в первую очередь? Какой? Кому выгодно, правильно? Неправильно. Главный вопрос, зачем? Когда понятно, зачем, тогда более-менее ясно, кто. А это разве не одно и то же? Нет. Не понимаю. Ну, вот, например, на днях зарезали дедушку. Жил он один, никого не трогал. Квартирка в центре, завещано сыну. И получается, сын убийца, ему больше всех это выгодно. И что? И что? Да ничего. Ни при чем здесь сын. А кто зарезал-то? Наркоманы. Позвонили в первую попавшуюся дверь. Дедушка открыл. Мам. И все дела. Где его окна? Ну, вон те, на первом этаже. Ясно. Паш. Угу. Так, а я не понимаю, зачем Куткову убивать Кулагина, а Таис стрелять в Алекса? Разберемся. Слушайте, Артем кто угодно, но не убийца. Двадцать три. Угу. Номер квартиры, говорит, не помните. Покотно и зусть. Так, а просто комбинация удобная? Чего вы мне все время врете? Не все время. А для вас какие вопросы главные? В каком смысле? Ну, на которые вы не знаете, как отвечать. Вы же знаменитость. Вам разные вопросы задают. Задают дурацкие. Как вы начали писать и где вы берете сюжет? Я вас не об этом спрашиваю. А. А если она начнет стрелять? Не начнет. Она пистолет на даче сбросила. Угу. Да нет никого. Вы в сторонку отойдите. Угу. Вам чего? Здравствуйте. Здрасте. Настя? Степочка, беги! Вы что делаете-то? Беги! Что ж, беги! Ну, прости! Стоять! Сергей Петрович, я помогу? Беги, беги! Стоять! Артем! Стой! Русков! Девушка, губляй! Дурак, а? Альберта Бараха. Как тебе это удалось достать? Путём хитроумной комбинации с помощью одной очень вредной, но очень милой барышни. А почему ты считаешь, что это имеет отношение к делу? У Петечки на этот день в ежедневнике только одна запись. Кулагин Анатолий Петрович. Подожди, мы разве не в палатах? А у секретарши на этот день только этот номер телефона. Связь налицо. Да. Только вопрос, какая? Какая? Телефон я проверил. Это юридическая контора в Рио-де-Жанейро. Здравствуйте. В Бразилии. Где в лесу много диких обезьян. Да. Они как прыгнут. Рио-де-Жанейро. Чего? Она-то рассказывала, что ездила туда с Анатолием. А Маня рассказывала про первую жену Кулагина, которая бразильянка. Держи. Черт. Телефон разрядился. У тебя есть Манин номер? Нет. Ай, должна же быть какая-то связь, связь. Маня! Ты знаешь адрес Гудкова? Ну, был у него пару раз. Поехали. А… Александр Павлович, а куда это вы скачете? Вам же нельзя. А ну-ка быстренько в палату, давайте… А мы на электрофорез. Да. Электрофорез? Подожди, а разве я прописывал? Зачем ехать? Давай позвоним кому-нибудь и узнаем Манни на телефон. Кому? Я не знаю. Ну, Володике. Точно. Звони. Трубку не берет. Видать, с Митрофановой зажигает. Ну, в смысле, с Екатериной Михайловной. Петровной? Да. А что зажигает? Ну, ладно. Володька у тебя вчера во дворе собаку бездомную подобрал. И они, скажи, к нему поехали. Ну, и там… Послушай, а ты вот в таком виде собираешься ехать? Тогда мы точно ни до какого Гудкова не доедем. Только до психушки. А? А где моя одежда? А кто же ее знает? Я не знаю. Я не брал. Шапочка Ларера. А сегодня утром она от него сбежала. Митрофанова? Собака. И они с Екатериной Степаной пошли ее искать. Петровной. А, да, 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 да. Постой, на штрёме. Да. Здрасте. Ты с ума сошел? Это же статья. Мы вернем. Ты не писатель. Ты домушник какой-то. Да. Мы все вернем. Так, давай, снимай. Снимай. Черт. Че он там с собаками-то? С какими собаками? Ну… А, с собаками, да. Они нашли двух одинаковых собак. Одну свою, вторую чужую, но точь-в-точь такую же. Да. Поняли? Выполняйте. Пойдем. Скандал был. Хозяин второй собаки жуткий бой поднял. Подожди. Че ты сейчас сказал? Когда? Про двух собак. Нашли двух одинаковых собак. Я тебе еще раз говорю. Дэн, у нас очень мало времени. Раз пошли на дела я и Алекс Лорер. У тебя есть в телефоне интернет? Есть. Посмотри, когда прилетает рейс на Рио. Отдохнуть собрался? Да ты так. А… А… И ребёнка сюда притащила? Паш, давай сюда. Да. О, посиди-ка пока, с принтера. Где вы были вчера вечером, после того, как ушли от гражданки Поливановой? Артёмочка, ты можешь им вообще ничего не говорить. Вы не заставите его отвечать на ваши вопросы без адвоката. Господи, да какого адвоката? Настя, не мешай, а? Это же ты их привела, да? Настя, я? Спокойно, всё нормально. Что тебе надо? Хочешь детективчик накропать на нашем горе, да? Всё на продажу? Паш, давай наручники. Товарищ капитан, вторых нет. Да. Так, гражданочка, сядьте-ка на место. Руки от меня, убери свои. Настя. Ни слова без адвоката не скажу. Адвоката. А давайте, валяйте. Что? Что, звоните, вызывайте сюда вашего адвоката. Пускай приезжает. Что вы делали вчера вечером после десяти? За Нейкой пошёл. В квартиру этого Кулагина. А если вы будете его бить, не знаю, что с вами сделаю. Слышите? Я прокурору напишу, генеральному. Кто это может подтвердить? Наталка может. Сестра моя. Я ей ключи отдала. Она с Никой сидела. Нет, нет, не может. Наталки не было в квартире. Я не знаю, она, наверное, вышла куда-то. Я не её взял и сразу сюда привёз. То есть, как вы забирали ребёнка, никто не видел? А как вы вообще в квартиру попали? Да просто зашёл. Дверь была открыта. Вы всё хотите на нас свалить, да? А только, может быть, сам упал и умер. А вы хотите так всё изобразить, будто это мы убили. Настя, всё, 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 не плачь, не надо. Не унижайся. Ты какого лешего побежал-то, а? Ну, какого? Маш, тебе-то что надо, а? Мне что надо? Я хочу понять, кто убил человека, которого я знаю тысячу лет на пороге моего собственного дома и зачем? Это ты его убил, Артём? Нет, не я. Но хотел бы. Он всю жизнь Насте испоганил, урод. Он надо мной издевался. Как издевался? Бил. И спать не давал. Не помню, когда спал, а последний раз нормально. Приезжал ночью, включал свет, доставал пистолет свой брёбаный и начинал тыкать мне им в лицо. Подъём. Подъём. Ну? Где ты была, тварь безмозглая? На работе. Чё ты мне лапшу на уши вешаешь? Я был в редакции, ты там не появлялась. Я на выезде была. Да всё ты врёшь. К любовничку ты своему ездила. Да нет. Говорю же, на работе. Сейчас я тебе покажу, стелька драная. Пристрелю, как собаку. За всё, что ты сделала. Зачем ты всем набрехала, что я тебя избиваю? Что я должна была молчать? Должна! Почему? Да потому что я тебя обеспечиваю, потаскуха. Потому что я тебя кормлю, пою и одеваю. Вот почему. А в полицию обращаться не пробовали? А смысл какой? Будто вам есть дело до чужих избитых жён. Есть. А откуда у Кулагина пистолет? Не знаю. Он им часто хвастывал. Говорил, у каждого писателя на стене должен пистолет висеть. Не пистолет, а ружьё. И не висять, а выстрелить в последнем акте. В общем, Настя вчера вечером мне позвонила. Сказала, что на съёмках у этого писателя, Лорера. И что там муж её пьяный и буянит. Дала адрес. Ну, естественно, я сразу приехал. Артём! Всё в порядке, милый. Он ушёл. Не беспокойся. Хорошо. Пойдём. Темочка, я сейчас не могу. Я на работе. Идём. Ага, я вернусь. У тебя снова бил? Бил. Темочка. Слушай, я убью этого козла. Серьёзно, пускай сажают. Темочка, не надо. Подожди. Потерпи, пожалуйста. Он всё равно со мной разведётся. Настя, я слышу, это уже целый год. Сколько можно на тобой издеваться? А если он тебя убьёт? Скоро, Темочка. Он разведётся, будет платить некие алименты. А если я сама на развод подам, он судиться будет. У него связи. Он нас без копейки оставит. Где Ние? С ней Наталка сидит. Не волнуйся. Потом она ушла. На это интервью. А вы? А я понял, что всё. Нельзя так дальше жить. Что Настя должна ко мне переехать. Артём, скажи, пожалуйста, а что ты делал рано утром около моего дома? Настю ждал. Понял, что должен спасти её от этого ублюдка. Но ты же взрослый человек, Артём. Ты же должен понимать, что спасти можно от того, кто хочет спастись. А ты уверен, что она хочет? Я хочу. Я устала. Кулагин мне денег не давал. Нике даже сандалики не могла купить. Мне вот Наталка привезла от матери из Ростова. Он меня мучил. А что ж ты так мучилась-то? Ты что, что-ли любила его? А куда мне было деваться? Ну, не знаю. Обратно в Ростов. Вечерней лошадью. Без денег? Легко сказать. Я у него семь лет, как прислуга. Он мне должен. Так, всё, господа хорошие, это всё лирика. Хватит. Значит так. Вы, Гудков, задержаны по подозрению в убийстве Кулагина. Вы, Абдуренко, по подозрению в покушении на убийство Александра… Что? Как его? Шангирея. Вот именно. Собирайтесь оба. Всем привет. Алекс уехал в аэропорт. Куда? В аэропорт. Зачем он поехал в аэропорт? Ловить того, кто в него стрелял, это не таится. Александр Павлович, может вы мне расскажете в конце концов, что здесь происходит? Капитан, хорошо, что вы пришли. Мне понадобится ваша помощь. Это рейс на Рио. И объяснение потом. Пожалуйста, багаж ставьте сюда. Спасибо. Анастасия Абдуленко. Анастасия. Анастасия, а вы уверены, что это ваш паспорт? Анастасия, а вы уверены, что это ваш паспорт? Конечно. Чей же еще? А я думаю, что это паспорт вашей сестры Наталья. Ведь вы же на самом деле Наталья Абдуленко. Здравствуйте. Вы задержаны? На каком основании? По подозрению в убийстве. Анатолия Петровича Кулагина. На даче у Кулагина все телефоны были выключены. Абсолютно все. Сергей Петрович, отпечатки у задержанной взяли. И что? Совпадают с теми, что на пистолете. Она что-нибудь сказала? Нет, пока молчит. Ну, тогда вези в контору, оформляй. Есть. А теперь главный вопрос. Зачем? Я думаю, деньги и большие деньги. Деньги? Вот. Это телефон юриста из Рио-де-Жанейро, который интересовался с Кулагином. Альберто Бараха? Да. А на обороте данной некоего Котина. Петечке, как его называет Аннет, он давно с ней связан и тоже юрист. Так. Аннет ездила с Кулагином в Рио. Этот Альберто звонил Котину тоже оттуда же. И Наташа стремилась туда же. Так что я думаю, что нужно начинать в солнечной Бразилии. Сейчас начальству позвоню, командировочку выписать. Как думаете, пошлют? А я думаю, пошлют. Александр Павлович, ну зачем? Зачем? Зачем вы сбежали? А если кровотечение или еще что-нибудь? Это же подсудное дело. Ну, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Да это ваше, извините. А что это у вас такое? Что это? Это книга. Супруги ваши. Вот, видишь, с автографом. А можно я у вас ее возьму почитать? Я верну. Точно? Честное слово. Спасибо. С возвратом. Все непременно. Привет. У тебя тут уныло как-то. Мань, знаешь, ты меня с утра неправильно поняла. Мне все равно. То есть, мне не все равно. Мне не важно, с кем ты была вчера. Мне важнее, с кем ты сегодня. Сегодня ты со мной и… А я с тобой. Просто решать проблемы нужно сразу и на месте. Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита. Покровский ворот. Дурацкий был день. И ночь дурацкая была. У нас по расписанию романтический ужин. Малиновый пирог. Только не вздумай сбежать от меня ни на какое интервью, ни к каким журналистам. Прошу прощения, я на пять минут. Можно? Здрасте. Да. Конечно. Пожалуйста, капитан. Как рука? Обезболивающее пока действует. Обезболивающее? Это я. В общем, вы были правы. Есть деньги. И очень большие деньги. Да? Наследство. Да. Его бывшей бразильской жены. Ну, вернее, ее дочери. Ну, та, которая Кулагина. А жена-то умерла 15 лет назад. И кроме дочери никого не осталось. Вот она в завещании и указала ближайших родственников. Ну, тех, которые найдутся. Твоя дочери-то от силы лет 20. Там до завещания топать и топать. 23. Ну, помирать-то она, конечно, не собиралась, но куда-то там полетела. То ли на параплане, то ли на парашюте. Ну, и, в общем, неудачно. Завещание вступило в силу. Стали искать этих родственников. А что их искать-то? Если есть, отец. И вполне официальный. Только вот бразильский поверенный, ну, имя-то Кулагина знал, а где искать его нет. И связался со своим российским коллегой Петей Котиным. И попросил его помочь в поисках. Точно. Да, Петечка начал свою игру. Решил женить Кулагина на балерине, который тот был неравнодушен. Пока Анатолий не узнал про наследство. Слушайте, ну, вы так уверенно рассказываете, как будто он сам перед вами отчитался. Ну, это не трудно было догадаться. Я просто поставил звонок из Рио с рассказом официанта из ресторана. Да не буду я. Он умерзителем. Ты идиотка. Значит так, или ты будешь меня слушаться, или я тебе не помощник. Поняла? С ума не сходи, Петечка. Самое главное, фиксируй все его телефонные разговоры. Особенно запоминай имена. Ну, и, конечно, хорошо было бы, если бы ты сегодня поехала с ним на дачу. Сегодня? Угу. Время-то поджимает. Приедете на дачу, постараешься его там напоить, а выпивку капнешь пять капель вот этого. Он уснет, заберешь телефон и увидишь. Это все? Телефон, естественно, привезешь мне. С телефоном я разберусь. А зачем им телефон-то? На всякий случай. Чтобы бразильский юрист не смог дозвониться до Кулагина. Петечка, конечно, ему никакой информации не дал, но предполагал, что тот может выйти сам на Кулагина. Кстати, с этой же целью Аннет отключила все телефоны на даче. Слушайте, ну он же был женат. Таисты, они куда собирались, дети? Утопить, что ли? Зачем топить? Отправили бы домой, в Ростов. Ну да, развестись сейчас можно очень быстро и на расстоянии. Особенно при наличии известных связей. Петечка легко бы это устроил. Да. Сунули бы ей тысячонку-другую, и она бы подписала все бумаги, как миленькая. А хотите, я вам открою маленькую тайну? Конечно, хочу. Мы с Анатолием скоро поженимся. Как же так? Насколько я помню, он женат. Вы знаете его жену? Нет, не имею чести. Ну что вы, фурия. Она замучила его совсем. Ну ничего, скоро они разведутся, и мы с ним будем вместе. Встретился я с Аннет, и Котину позвонил. Подозреваю, что горького раскаяния не было. Не было. Да, ничего противозаконного они не совершали. Петечка со мной вообще разговаривать не стал. Аннет поубивалась немножко, узнав о смерти Кулагина, но сказала, что о наследстве ей ничего не известно. Просила извинить, что сбежала с дачи, не оказав вам помощи. Испугалась, говорит, как бы ее саму не подстрелили. Ну, запросто могли подстрелить. Подождите, но у Кулагина была дочь Ния. Ее-то они как собирались обойти? Ну, никак. Поэтому Кулагин и стремился оставить дочь себе. И вовсе не из отцовских чувств. Точнее, он думал, что из отцовских. Потому что его Аннет очень правильно обработала. Все, Маня. Развожусь. Опять? Ну, только не надо мне читать мораль, ладно? Лучше с адвокатом помоги. Пусть голый ее оставит. Как подобрал ее под забором нищенку, так под забором и оставлю. А дочкой чтоб со мной. Ничем я тебе помогать не буду. Толя, у тебя ребенку шесть лет. Тебе зачем это надо? Тебя дома не бывает. Ей кто будет заниматься? Дура! Вот вы бабы все одним местом думаете. Я что, должен Нику на воспитание ее любовникам отдать? Нет, ты должен отдать Нику на воспитание своим любовницам. Ника, моя дочь! А что даст ей эта безмозглая дрянь? В случае, что с Анатолием следующей наследницей была бы не я. Поэтому отдавать ее матери никак нельзя было. А как вы догадались, что у вас стреляла не Таис, а ее сестра? А это благодаря Дэну. Когда меня везли в больницу, я долго думал, почему Таис стрелял в меня. И никак не мог найти ответа. А потом я предположил, что она стреляла не в меня, а в Аннет. А пуля в меня попала случайно. Так, а зачем ей стрелять в Аннет, если они даже не знакомы? Вот именно, незачем. Она обозналась и стреляла не в Аннет. А в того, кто по ее разумении должен был оказаться на ее месте. А кто должен был оказаться? Таис. Наташа ведь ничего не знала про Аннет. И по ее мнению, на даче у Кулагина мог находиться либо он, либо Таис. А поскольку Таис сама в себя никак не могла стрелять. А, то ты предположил, что это ее сестра. Конечно. Ты же сама сказала, что она приехала только что из Ростова. Да. Таис я постелила в комнате для гостей. А почему она осталась? Потому что она боялась идти домой из-за Анатолия. А как же шестилетняя дочь? А все в порядке с дочерью, она была под присмотром. У Насти как раз приехала сестра из Ростова, Наташа. А при чем тут наш Дэн? А он мне рассказал забавную историю про двух одинаковых собак. Я подумал, почему Таис и ее сестра не могут дуть близнецами. Вы же Наташу никогда не видели? Точнее, я думал, что никогда не видели. А на самом деле? А на самом деле видели. И я видел. И ты Маня видела. Ушла эта гадкая псина. Здрасте, Софья Захаровна. Ой, здравствуйте, Машенька. Вы тут поаккуратнее ходите. У нас во дворе собаки бездомные шастают. Ты приняла ее за Таис, когда Наташа выходила из нашей парадной. Настя! А вы уже закончили? Ты еще удивилась, почему Таис так быстро вернулась. А она никуда не уходила. Она просто передала ключи от квартиры Наташи, чтобы посидела с ребенком, пока Ольга берет у меня интервью. Хорошо. А когда вы видели эту Наташу? Сегодня утром. Она приходила за телефоном Кулагина. Анастасия, вы что-то хотели? Да. Я у вас вчера телефон забыла. Можете его отдать? Чей телефон? Чей? Мой, конечно. Мне его нужно найти. Очень нужно. Может быть, вы его оставили где-то еще? Нет, я нигде больше не была. У вас есть закурить? Все оказалось очень просто. Я должен был сразу обратить внимание на одну ее фразу. А что странного в этой фразе? Таис не курит. Накануне она сама об этом сказала. Я не курю. Воды попить нельзя. А зачем Наташе убивать свою сестру? Затем же, зачем она убила Кулагина? Да, на том ломике, который я у вашей соседки забрал. Масса всяких отпечатков. Кто за него только не хватался. Но есть и ее пальчики, которых быть там не должно. Если только она сама этим ломиком вашего Анатолия не припечатала. А про наследство, по всей видимости, она узнала, когда сидела с НИИ. Этот бразильский барах, в конце концов, раздобыл номер Кулагина и позвонил на него, когда тот оставил телефон дома. Кстати, он тебе про это сам сказал. Кулагин? Ты что, спишь, что ли, Кулема? А что, заранее-то не позвонить? А я телефон дома забыл. Когда раздался звонок из Бразилии, ни Кулагина, ни Таис дома не было. Наташа, скорее всего, представилась женой. Юрист ничего не заподозрил. Кулагин-то ведь женат вполне официально. Он ей рассказал, что нужно вступать в наследство. И она стала думать, как бы к этому наследству примкнуть. А никак не примкнуть. Кулагин же собирался разводиться. А все, что не в браке нажито, не делится. И достанется ему и новой жене. Вот именно. Поэтому Наташа и вспомнила про нее. От нее до наследства рукой подать только Кулагин и Настя. А если их нет, денежки получит девочка. Прямая родственница той самой бразильской дочери Кулагина, которую неудачно прыгнула с парашютом. И ее единственная младшая сестра Ния. Да. Или, соответственно, тот, кто в данный момент ее опекает, потому что девочка маленькая. Наташа понимала, что у нее мало времени. Потому что в любой момент Кулагин и Настя могли узнать про наследство. Поэтому она решила действовать быстро. Да. Она не могла знать, что Кулагин к вам придет в тот вечер. Совершенно верно. Она шла намеренно убивать Таис. А с Кулагиным разобраться позже. Он просто попался ей под руку. А, кстати, а почему он вернулся? Вы же с Дэном его отправили на дачу. Или он не доехал? Доехал? Я больше скажу. Его даже Аннет встретила. Хотя в разговоре со мной она утверждала, что приехала только утром. Почему? Потому что в спальне была расстелена только одна половина кровати. А на кофейной чашечке была губная помада. А это значит, что ночевала там Аннет. И, судя по всему, одна без Кулагина. Я решил, что таксист все-таки Кулагина до дома не довез. Однако во время разговора с Аннет мне удалось заглянуть в ее телефон. В начале второго ночи с него вызывали такси. Думаю, для Кулагина. Своего-то телефона у него не было. А зачем он все-таки вернулся? И почему Аннет его отпустила? У нее же была инструкция от Петечки. Вот за этим. Что это? Это телефон Кулагина. С него все и началось. Пошло не так, как они задумали. Да что ж такое? Телефон не работает. Можно я с твоего позвоню? Ну, конечно. Обнаружив отсутствие телефона, Кулагин сказал Аннет, что должен за ним съездить. А ее отправил на дачу. По дороге он зашел к Мане, чтобы посоветоваться по поводу адвоката. А когда мы его выставили в первый раз, он, вероятно, все-таки дошел до дома и забрал телефон. Произошло это уже после того, как позвонили из Бразилии. Поэтому Наталке нужно было не только избавиться от Кулагина, но еще и вернуть как можно скорее телефон. Александр Павлович, а вы знаете, что бывает за сокрытие улик? Сергей Петрович, у меня в мыслях ничего не было такого скрывать. Я просто вам его не успел отдать. Вы с Мане так быстро убежали из больницы. Ну, хорошо. Где вы взяли этот телефон? Таксист отдал. Анатоль по пьяни забыл его в такси. А Аннет, когда узнала, что Анатоль приехал опять без телефона, отправила его за ним во второй раз. А дальше… Дальше? Что было дальше, я могу рассказать сам. Софья Захаровна видела в арке курящую фигуру, когда закрывала дверь на ночь? Закрываю дверь. Двери закрываю. Это была Наташа, которая поджидала сестру. Митя, внучатый племянник Софьи Захаровны, уходя, дверь открыл. В парадной, по его словам, было душно. А чтобы она не закрылась, подпер ломиком. Вскоре приехал Кулагин. Он был пьяный и, я думаю, еле стоял на ногах. Зашел в парадную. Вероятно, собирался за телефоном идти к вам. Наташа пошла следом. Дождалась, когда уедет такси, взяла ломик и шарахнула Кулагина по голове. Вот и все. Обыскала труп, не нашла телефон и ушла. Домой? Вряд ли. Ходила где-то рядом, поджидала Таис. К счастью, не дождалась. Да. А утром вернулась домой и не нашла там ни сестру, ни ребенка. И отправилась на дачу, прихватив с собой пистолет Кулагина. А почему она сразу не взяла пистолет? Я думаю, что она его случайно нашла. Ей нужны были деньги, она рылась по шкафам. Кстати, там же нашла паспорт Таис. Погоди, а как же Рио-де-Жанейро? Это же надо было спланировать заранее? Пошла ва-банк, когда поняла, что выстрелила не в того. А виза? В Бразилии не нужны визы. Господа, ну куда вы идете? Послушайте, ну это же ни в какие ворота не лезь. Пропустите нас, пожалуйста. Устроились в больнице, черт знает что. Извините, извините, извините. У нас же здесь все стерильно. Она стерильная, я ее лично мыл. На одну секундочку, пожалуйста. Как ваша рука? Пулю-то отдали. Моя милиция меня бережет. С малиной? Как ты любишь. Нравится тебе у Володьки, да? Да, это ваш леший? Да, именно он. Слушается только Катю, как и я. Ребята, у нас для вас новость. Какая? Ну, в общем, друзья, такие дела. Мы решили с Екатериной Петровной. Да? Ой. Будете у нас свидетелями? Конечно. Так, я не понял, какими свидетелями? Кольца мы еще не купили, но в ЗАГС заявление подали. Нет, в самом деле, вы когда успели-то? Дурное дело не хитрое. Я тебе дам дурнуть. Иди. Ну что, приступим? Не пойду, мне работать надо. Не пойду. Мария Алексеевна, извините, что поздно, я буквально на минуту. Я паспорта вам забыл отдать. Так, Сергей Петрович, вы проходите, проходите. А то они у меня так и болтаются. Да я поняла. Вот, Мария Алексеевна, простите, что так получилось. Работа у нас такая. Такая, я понимаю. Давай, ну ты. Давай. Кофе будешь? Угу. Нет, спасибо. У меня своё. Но если… Дам стакан, то скажешь спасибо. Точно. Садись. Ну, как там, раненый боец? Хорошо, утром выписывают. Хотел сегодня, но на ночь нельзя. Охрана, всё закрыто. Поговорили с главврачом, он сказал, если сбежите, вас поймают и сдадут, куда следует. Ну, видимо, тебе. Обязательно. Да, да, а у меня что-то из головы не выходит. Ни сестра эта, ни Кулагин с миллионами. Вот как у людей так бывает. А так не бывает. Ну, вот у людей так точно не бывает. А у кого бывает? Не знаю. Мне кажется, они не люди. А кто же не такие? Бесы, что ли? Да куда им бесы? Ротоплазмы. Кто? Роман есть такой, фантастический. Там вместе живут люди и другой биологический вид, который от людей ничем не отличается. Ни роботы, ни машины. Вот точно такие же существа. Им нужно есть, пить, спать, производить потомство. Но они не люди. Протоплазмы. Материал, понимаешь? А материал, он же не может любить, страдать, жалеть, спасать, бороться, думать. Я не знаю, писать стихи. Он может только принимать удобную форму. Так вот, чтобы ему материалу было комфортно и прекрасно. А на остальное ему плевать. Ладно, пойду я. А то ваша соседка Софья Захаровна дверь закроет и придется мне на лестницу куковать. Ну все, пока. Найдешь еще один труп, звони. Все непременно. Сергей Петрович, так все-таки самый главный вопрос. Зачем? Не. Самый главный вопрос, как вы начали писать и где берете сюжеты. Я не знаю, как вы начали писать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я рад приветствовать в нашей студии Александра Романова Моего друга и любимца, не побоюсь этих слов, миллионов прекрасных дам Здравствуй, Саша Сергей Проходи, присаживайся И чувствуй себя как дома Благодарю Скажи, трудно жить между Питером и Москвой? Совсем не трудно, а главное не скучно Ты же знаешь, я романтик А эти два города настолько прекрасны, что я никогда не устаю Спасибо Я слушал твое великолепное выступление, стоя среди наших зрительниц И вон та очаровательная девушка в полосатой кофточке подсказала мне первый вопрос Скажи, ты женат? Был, но пару месяцев назад развелся Вот как А почему? Не сошлись характерами Значит, теперь ты свободный человек? Без комментариев Что ж, эта новость тянет на сенсацию Сереж, не надо сенсации Обычная житейская история Саша, позволь с тобой не согласиться Всего пять минут и мы вернемся в нашу студию Сразу после выпуска новостей Оставайтесь с нами О, Сережа Это успех Поздравляю Первая половина бабской аудитории тащится от тебя Вторая от Романова Подожди, где Лариса? Где-то здесь была Сейчас Алло, да Лариса Ну, где ты ходишь? По прямой эфир Вопросы готовы? У меня здесь выпуск Сережкиной программы Я ж не могу все время парализировать Ну нет, давай не по телефону Что случилось? Москва подождет С тобой все в порядке? Нет, жюри не пойду Лариса Ну не знаю Позовите его Фадеева или Градского У меня сейчас дело по горло Давай, пока Федя Пойдем-ка Нам надо поговорить Пойдем 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 К Пойдем Дедюсик, галстуки сейчас никто не носит Он где-то здесь Тем более на свидание Ай, Шурочка, ты не знаешь предмет его обожания Это ж человек в футляре У нее дресс-код даже в постели Дэн Ну, мне так кажется Девушку надо поражать не галстуками, а мозгами На первом свидании в человеке все должно быть О, нашел, моя тетушка Моя кисочка привезла с самого Парижу с Елисейских полей О, шан-зелизе Кошло Классно Ребят, слушайте, может просто без галстука Зарион мне все равно не нужен Так Да, Олег Николаевич Шурочка Интервью с Романовым Позвольте ваше зеркальце Да, почти готово Благодарю Через пару часиков Хорошо, через час Главному не иметься Черт бы его побрал Требует от меня статью, я даже не начинал Чего ты смеешься, змея? Лучше помогла У меня обзор ресторанов Обзор, обжор у тебя Хорошо устроилась, лопает каждый день за нас счет Ну не за ваш, а за хозяйский Ага, вы, кстати, куда намылились? В ресторан Арнуво Это где такое у нас? На Невском, высшей категории Молодец Только омаров не берите, я в прошлый раз замучилась их Расковыривать с непривычки, как дура сидела за столом А ты и есть такая Где мой диктофон? Хам Мерси Шурочка, вы галстук умеете завязывать, а то я Умею Тебе, кстати, еще Журналы Балашов вести Какие журналы? Со статьей Ты их сам, секретарша, обещал И тискосилы, я действительно обещал А, подав... адрес А где адрес? Адрес где? Мне точка написала Посмотри на столе, там на компьютере бумажка должна быть приклеена Шурочка, вы понимаете Я месяц не мог решиться, а она сразу согласилась Сразу поставляет Барские угодья Это ж за городом, километров двадцать, может курьером, а? Каким курьером? В воскресенье, ты с ума сошел? И за что мне все эти нищие... Спасибо На здоровье Володь, а у тебя рандеву с Митрофановой во сколько? В 22.00 Дэн, я не поеду Слушай, а ты классно выглядишь Правда? Угу Эк! Тук-тук-тук Есть кто живой? Я люблю свою публику и надеюсь, что это взаимно А выходить на сцену надо в любом состоянии Зритель, купивший билет не виноват в том, что у тебя плохое настроение или болит голова после вчера Да, да, говори скорее Дэн, я приехал, здесь дверь открыта, никто не отзывается Я зову, зову, похоже нет никого Да ну и черт с ним, сунь в ящик и все, наше дело передать Все, вискарь за мной Где тут почтовый ящик? Добрый вечер А есть кто-нибудь дома? Извините, у вас дверь открыта была Я журнал положил на стол На всякий случай, до свидания Что за ерунда Девушка, что с вами? Вам плохо, девушка? Видно, на выходные все по вилам разъехались Погоди, да? Здравствуйте Здравствуйте Чем могу помочь? Здесь заказан столик на фамилию Береговой Да, конечно, прошу вас, проходите Сюда Ваш столик Спасибо Так, куда? Сюда Что же происходит-то такое? Так, скорую, скорую, скорую Надо вызвать скорую Черт, телефон-то где? Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-нибудь выбрали? Нет, спасибо. Я ещё посмотрю. Ага. Пожалуйста, присаживайтесь сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я очень рекомендую консамер. Его здесь готовит повар, настоящий француз. Просто сумасшедший. Э-э, столик Берегового. Здрасьте, где? Да, здравствуйте. А вот здесь? Спасибо. Екатерина Митрофанова, здрасьте. Я Дэн Столитов нас с вами, Аллочкой Береговой, знакомил. Помните? Петровна! Что? Да, простите. Помню, я не в маразме. Что вы хотели? Володька только что из ментовки звонил и просил вас найти. Вы только сейчас не валуетесь, его арестовали. Арестовали? Да. Интересно, за что? За убийство. У-у-у. Не морочите мне голову. Э-э, Екатерина Ивановна, подождите, я вовсе не морочу вам голову. Я его попросил заехать к одному перцу. Он у меня достал. Привезите от журнала, да привезите. Перец достал? Нет, не сам перец. Его секретарь. Она сначала говорила, что сама заедет, а потом сказала, чтобы мы привезли. Ну, в смысле, курьерская служба наша. А сегодня же воскресенье, у курьеров выходной. Ну, не только у курьеров. Да. Я Володьку попросил. У вас же свидание в десять. Он успеть должен был к вам, значит. Журнал он завез. А потом у себя в багажнике этого. Перца обнаружил. С помидорами. Нет, не с помидорами. Мертвого. Он, короче говоря, трупак в полицию сам отвез, а его там и повязали. Трупак? Да нет же, Володьку. В общем, Денис, для первого раза Владимир мог придумать оправдание более правдоподобное. Передайте ему, что вечер был великолепный и что повторение не требуется. Екатерина Ва... Его ж... Его ж спасать надо. Ну, я, право, не знаю, что делать. Катюш, Мариночка уже второй месяц задерживает рукопись. Анна Иосифовна... Садись, садись, девочка моя. Понимаете, у Мани сейчас, так сказать, небольшой творческий кризис. Вот этот небольшой творческий кризис решительно не ко времени. Покровская востребована, ее читают. И наше издательство не может позволить себе упускать такие прибыли. Да, я понимаю. Нам придется с тобой совместно подумать, как ликвидировать эту проблему. А, ну, мне кажется, что моя сама способна. Я хотела просить тебя, поговори с ней по душам. Выясни, что мешает ей работать. Угу. Хорошо. Поговорю. Ну, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы разрешить ее проблемы. А, кстати, где она? Я не могу ей дозвониться. А, так она сейчас живет за городом с тетушкой. Маня недавно купила старый дом у родственников Дружинского. Говорит, там обстановка более вдохновенная. Машенька купила дачу Гуннера? Угу. Угу. Как интересно. А вот что, поезжай-ка к ней прямо сейчас и перезвони мне после вашего разговора. Но, Анна Иосифовна, я думаю, есть смысл… Прямо сейчас. Маня, а? Обедать будешь? Нет, Викось, спасибо. У меня что-то аппетита нет. Потом я ж худею. А чай? А? Я краковской колбаске купила. Нет. Бинго. Бинго. Проходи. Она хоть что-нибудь написала? Не строчки. Ясно. Где? Там. Это что? Алекс. Пять штук велела купить. Ясно. Чутьку с дороги попьешь? Нет. Я с тобой. Мне надо? Я сама. Ясно. Катюша. Привет. Нет. Только не начинай. Мне старуха уже сказала, что я рукопись не сдаю, что я людей подвожу, что я ленивая, как тюлень. Анна Иосифовна не могла сказать, что ты тюлень. Мань, у нас план к чертям летит. Да в гробу я видала ваш план и в белых тапочках. Ясно. Нет, не ясно. А я вот как могу писать, если мне не пишется? Я вот пишу, 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 пишу. А получается, что накропала три предложения и те в помойку. Ну, раньше ты как-то писала? Писала. Писала и, по-моему, очень плохо. Плохо? Отвратительно. Ну, вот. Тиражи за сколько миллионов перевалили? А Алекс что говорит? А что он должен сказать? Он не видит, что ли, что у тебя кризис жанра? А он знает об этом? Он об этом ничего не знает, потому что ему не до меня. Это в каком смысле? А в таком. Наследный и великий принц русской литературы во Франции. Опять? Да. У него там дела в драгоценном французском издательстве. Французское издательство жаждет заключить с ним очередной драгоценный контракт. Так он же недавно ездил. Он теперь в Париж ездит, как в Шепетовку. А сегодня его благородное высочество прибудут обратно. И как всегда на коне, вернее на самолете. Ну и ты поедешь его встречать. Не поеду. Мы свободные люди и мы не должны друг за другом бегать. То есть это ты так решила? Это он так сказал. Понятно, что вы поссорились. Катя, мы не поссорились, понимаешь? Поссорились – это немножечко по-другому, поправимо, Катя. А у него своя жизнь, своя книга, и ему не до меня. И так, похоже, будет всегда. Девочки, а я чай заварила. Молодец. Поживиться захотели. Вот вам. Ясно. Квартира Нинки, машина Тимки. Так что вам больше здесь ничего не отвалится. Даже не надейтесь. Ну а как же украшение? Ну а как ты хотела? Жить с гением – это сложно. Тихо, тихо. Вау. Ну конечно. Он же у нас гений. Он писатель, а я ремесленник. Он на пегасах по паранасам, а я свои книжки как пирожки пеку. Да, Викусь? Кстати, у меня ж пирожки есть. И с капустой, и с мясом. Но я его люблю, Катя, понимаешь? Он пишет, я пишу. Только у него получаются шедевры, а у меня ахинея. Это он так считает? Да никак он не считает. Его вообще моя писанина не интересует. Он ее и не читал никогда. Как это не читал? А вот так. А ты, Манечка, тоже его не читал. Правильно, да. Нечего зря нервы портить. Я сейчас не поняла. Вы обе шучите или каждая по отдельности? Виктория Алексеевна права. Если тебе мешает его писанина, то… Я вообще не понимаю, как можно сравнивать такие разные книги. Вот именно. Просто его не читай. Делай свое дело, и все встанет на свои места. Да не встанет все на свои места. Ему важно, чтобы я читала. Его очень интересует мое мнение. Он даже советует со мной. Да? Да. Иногда. Ясно? То есть ты решила стать Софьей Андреевной? Угу. Женой великого писателя. Его надеждой, опорой, переписчицей, матерью его детей. В эфире специальный выпуск нашей программы. Митрофанова, отстань от меня, а? Да. Вчера вечером там был убит известный телеведущий Сергей Балашов. Пока мы не располагаем подробностями данного происшествия, но известно, что предполагаемый убийца задержан по горячим следам. Его имя в интересах следствия не разглашается. Серега Балашов убит? Нам удалось выяснить, что тело нашего коллеги было обнаружено в багажнике автомобиля подозреваемого недалеко от загородного домашнего. Вы телевизор смотрите? Ну, новости. Вот, а вы мне не верили. Перец этот, которого Володька типа мочканул, это и был Балашов. Он Балашову журналы отвозил. Слышите? Только он не виноват, он никого не убивал, я точно знаю, слышите? Денис, я вам перезвоню. Береговой убил Балашова. Чего? Начальник IT-отдела издательского дома Лиана Владимир Береговой убил телеведущего Сергея Балашова. Бред какой-то. Да. Человек, который обожает свою маму и каждый день ездит к ней в больницу, который с ангельским терпением чинит мой ноутбук раз в неделю, который мухи не обидел, в убийце записали. Бред номер два. Виктория Алексеевна, он так трогательно ухаживал. На компьютере мне каждый день программы обновлял. В столе я то шоколадку найду, то розу красную. Трубку не берет негодяй. Викуся, где мой лапсердак, а? Сейчас принесу. Да, и рюкзак захвати, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Сейчас, манечка. А в пятницу приходит в кабинет и говорит, Екатерина Петровна, пойдемте с вами в ресторан. А? Катюша, заводи свой драндулет, в город поедем. Зачем? Зачем? К его высокоблагородию. Берегового спасать. Манюнечка. Ага. Овечка ты моя. Здрасте. Ух. Хороша. Ну, правда. Да, хороша. А это ваше высокоблагородие подруга моя Катя. Ага. А это, Катюш, полковник Никоненко. Гений сыска. Ой. Зевс Громовержин. Ну да, и по совместительству добрый участковый Анискин. Но только тогда, когда это ему нужно. Здравия желаю. Угу. Игорь Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Попадайте сюда, Лёпкина, Тёпкина. Курить, курить. Не стесняйтесь. Кто убил старушку? Ой, артистка. Ну что ж вы стоите-то, подруга Катя. Проходите, располагайтесь. У нас может быть такой особенной красоты нет. Зато везде чисто. Тетя Вера недавно убиралась. А может и вы брезгуете? Мы можем газетку подстелить. Да я шучу, прошу вас. Катюша, когда полковник Никоненко говорит такие речи, он превращается в доброго участкового Анискина. И он просто сканирует тебя своим рентгеном. Да чего тебе сканировать-то, жаль моя. Брысь отсюда. Сидела ты дома, как пить дядя, ахинею свою писала, когда на пороге твоя подруга нарисовалась. Ничего я не писала. Ну, тогда сидела и в окно глядела вся в печали. Ну, выкладывай. С чем пришла? Ухажение встречающих. Призыва к посадке самолёта, для компании Глазо. Ей, дайте автограф. Только показу фотографию. А может вам сфотографировать? Нет, я не даю автографа. Вы красавица. Кому даст вы для меня обучены? Такси не дорого, да? Машинка не нужна? Такси не дорого. Кому дасти? Машинка не нужна? Недорого, да, Питер? Спасибо. 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 Спасибо большое. Александр Павлович? А? С возвращением. Анна Иосифовна прислала за вами свою машину. Пожалуйста. Фи-я. Давай. Здесь, да? Ой, Ларер, так не бывает. Подождите. Подождите! Не надо меня на животе! Слабо! Как долетели? Прекрасно. Походу Париж отличная. Подождите. Вы же Алекс Ларер? В некотором роде. Я все ваши книжки перечитала. Подпишите? Ну да, конечно. Молодой человек. Ну, тихо-тихо-тихо-тихо. Это же Алекс Ларер! Бежим. Теперь точно не отстанутся. А я воздумала, представляете? Это судьба. Говорят, что вы лучше писатели из нынешних. Я? Я слышала, что вы теперь живете в Париже. Видите ли, я… Я так рада, что вас… Вот они! Быстрее! Вот они! Александр Павлович, прошу. Алекс, давайте, давайте быстрее. Давайте, давайте, быстрее. Это очень здорово, что вы согласились меня подвезти. Я согласился. Эти фанаты вообще покоя не дают. Алекс, вы меня не узнали. Дело в том, что я… Вот, вы обещали подписать. Конечно. Когда я прочитала вашу книгу, я сразу же поняла, что вы тот, кто мне нужен. Думаю, надо ехать, Александр Павлович. Уставить машину, перегорнуть. Поехали, поехали. Удачи вам! Спасибо большое! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Дело громкое, резонансное. А будет еще громче. Когда журналюги заблажат. И посему мое начальство очень желает его свернуть. Тихо и по-быстрому. То есть, как свернуть? Ну, а чего конетериться? Труб есть, есть и готовый злодей наличествует. Искать не надо. Редкая удача. Может, кофейку? У меня, правда, растворимый. Так, погоди, ваше высокоблагородие. Манюнь, ты зачем приехала, а? По ушам не ездить? Что, этот ваш из Пальмы не виноват ни в чем? Из лианы. Не виноват. А ты откуда знаешь? Хороший человек, да? Лампочек в парадных не бьет. Так эти песни нам знакомы. Я иной день их раз по десять слышу. Ты сам посуди. Береговой обычный компьютерщик из обыкновенной фирмы. Вот взял и зарезал. Или как там убили Балашова? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Грохнул звезду первой величины. Сложил ее к себе в багажник. И пришел, сам сдался к вам в полицию. Ну, по-твоему, это логично? Слушай, жаль моя. Вот что ты от меня сию минуту хочешь? Честно, в расследовании его не будет. Я персонально ничего сделать не могу. Преступник пойма. С поличным. Вот ты понимаешь? С поличным. Владимир к вам сам пришел. Это дело не меняет. Игорь, ты же вроде никогда не был идиотом. Ну, ты же высот-то таких достиг. Ну, не потому что ты хороших, нормальных, честных людей в тюрьму сажал. Мань, ты тоже вроде не дура. И должна понимать, что к чему. И не будет вашему протеже никакого снисхождения, пока тот, кто на самом деле убил Балашова, не сядет вместо него в КПЗ. Так. А вот отсюда поподробнее. Значит, на самом деле береговой Балашова так и не убивал. Ой, смотри-ка, обеденное время. Война, война, обед, как говорится. Пойдемте-ка, девоньки, по бережку пройдемся. Нагуляем аппетит. Только вы лично мне подпишите, хорошо? Как вас зовут? Фия. Анфия. Корсаков хотел, чтобы я Анфисой была. Но мне показалось, что для звезды это слишком просто. Ведь она должна быть недоступной, верно? Не знаю. Ну, я так думаю. Вот гады. Нет, ну вы подумайте. Я без грима, после перелета они все равно лезут. Никакого нет понятия у людей тактики. Спасибо. Ну, просто ноль тактики. Так-то. Точно, и так-то тоже. Закавыка в том, что не сходится в нашей сказочке про вашего злодея и ничего. Как нарочно не сходится. А я в этом не сомневалась. Во-первых, Береговой показывает, что в доме у Балашова никого не было. Что он, мол, только оставил пакет и уехал. Так, а на самом деле? А на самом деле там были гости. Полный дом. И праздновали помолвку Балашова с его подружкой. Значит, не слышать шум в доме Балашова Володя, в принципе, не мог. Не мог. Сговор? Нет. Есть записи камер видеонаблюдения, плюс показания соседей. Веселились, шумели, ждали хозяина. Никто никаких журналов не привозил. Но, Володя, в поселке-то был? Был. Это во-вторых. Камера зафиксировала въезд автомобиля, четко виден номер. Въехал, выехал. А сколько времени прошло между въехал и выехал? Двадцать минут. Ну, да. Для того, чтобы привести журналы в дом, двадцати минут многовато. Умница. Вот спрашивается, что он все это время делал? А что делал? Надо полагать, убиенным занимался. Нет. Володя не убивал. Угу. И если у Балашова гуляли, зачем ему врать, что в доме-то никого не было? Вот именно, незачем. Тем более, ему выгодно привести эти журналы так, чтобы как можно больше людей его видело. Согласен. Вот. И еще. Балашов был убит из охотничьего ружья, выстрелом сердца почти в упор. Только вот следов пороха и оружейной смазки на одежде Берегового нет. Да и сам он… Не знает, как был убит Балашов. Верно? Верно. Вот. А вы артистка? Ну да, артистка. А вы что, звездный конвейер не смотрели? Я, между прочим, в «Барбарисках» пела. Потом в сольники ушла. А кто такой Корсаков? Федя Корсаков? Ну, вы даете. Продюсер. Он раньше из нас звезд делал. А теперь ушел к Балашову рейтинг его передачи поднимать. Они давно дружат. Ну, в смысле, дружили. Почему дружили? Да ладно, вы что, не в курсе? Балашова вчера маньяк убил. Угу. Я так расстроилась, когда узнала. Очень хороший был человек. Не в курсе. А я, между прочим, в его передаче два раза выступала. Ну, как говорится, все под одним небом ходим. Под Богом. С вами я, Сергей Балашов, и это шоу «Московский вечер». Сегодня мы будем выяснять, что же такое настоящая литература и что такое чтиво. Во сколько у тебя самолет? Утром. Я тебя провожу? Ну, почему? Ну, потому что мне надо побыть одному, собраться с мыслями. Алекс, ты вредничаешь? Я не вредничаю. Мне надо просто подумать. Ну, раньше же тебе удавалось думать в моем присутствии. Мань, ну… Господа, минутная готовность. Угу. Итак, в нашей студии гости из Петербурга. Марина Покровская, суперпопулярный автор ваших любимых детективов и лауреат литературной премии «Медичи» Алекс Лорер. Встречайте! А знаете что, Алекс? Я сегодня вечером тут в Питере выступаю. Вы придете? Алекс! Что? В клубе говорю три песни, клевые пою. Я вас приглашаю. Приходите, будет весело. А… В общем, плохи дела у вашего парня. То, что не он убил, всем понятно. Только ни под какую расписку его не выпустят. Разве что настоящего найдут. Только ведь искать никто не будет. Ну, почему не будет? Да потому что официально объявлено, что преступник задержан и содержится под стражей. Чего искать? Вчерашний день? Ну, вы же сами говорите, что Володя… Манюнь, я разве что-нибудь говорил? Я молчу, как рыба об лед. Гуляю с вами исключительно заради Мациона, так? Истинно так, ваше высокоблагородие. Катюша, продолжайте. Адвоката ему наймите. Зубастого и матерого. Желательно с именем. Но самое главное в этом вопросе следующее. Допустим, ваш приятель Балашова убил. Ну, допустим. Сбросил где-то ружье, запихнул труп в багажник. Спрашивается, зачем он это сделал? Спрашивается, зачем он сдаваться приехал. Вот и получается, что пока единственное логичное объяснение – та собачья чушь, которую он несет. Из машины выходим. Пошел. На выход! Шустрее, шустрее! Он что был, поднимой? Да с зубами у него что-то. Вот, взяли при попытке реализации наркотических средств. Спасать надо Володю, товарищ полковник. Спасай. Только без меня. Моё дело – сторона. Ой, Элли. Ну-ка разверни его. Поворачивай. А как понимать твои откровения? Как хочешь, так и понимай. Хорошо. А если я тебе настоящего преступника за хобот приведу? Поменяешь мне Берегового на него? Где ж ты возьмешь настоящего-то? Опять в самодеятельность ударишься? Жаль моя. Но только тихо, аккуратно и быстро. А то ведь не сегодня-завтра дело закроют, а вместе сделаем и вашего Берегового. Не дергайся. Не дергайся. Ну ладно, давай, Манюнь, давай. Не дергайся, я сказал. На работу мне не жеваней. Ну, маленькая, что ли? Ну, удачи вам, подруга Катя. Угу. Пока. Маню, куда мы с тобой попали? Мы пока никуда не попали. А вот Володька, похоже, влип по самые уши. Они наручники надели? Давай ко мне. Чего мы с тобой старухе-то врать будем? Анне Васильевне, Володе, говорить нельзя. Ее удар хватит. Да уж, сокрушительно удар. По репутации издательства. Маня. Куда он денется? Руку вас. Куда? Стой. Куда? Семен. Митропаву помогать! Да отпусти! Отпусти ее! Отпусти! Верну! Вот ты! Что ты мне тут отпусти? Стоять! Стой! Стрелять буду! Маня! Что это было? Пальцы, блин! Аликс, душа моя, как долетели, вас встретили. Благодарю вас, Анна Иосифовна, все прекрасно. Что французы? Готовы с нами побороться за права на вашу новую книгу? Французы вам не конкуренты. А издатели, надеюсь, не намерены менять? Ну что вы, кто же меняет родной дом на пыльный угол под лестницей? Ну и слава богу. Аликс, душа моя, не смею настаивать, но не могли бы вы подъехать прямо сейчас. У меня к вам серьезный разговор. А что случилось? Ну, надо обсудить некоторые проблемы, связанные с Мариной Покровской. Хорошо, Анна Иосифовна, скоро буду. Благодарю. В Лиану, пожалуйста. Хорошо, понял. Едем в издательство. Угу. Дела, да. Дела. А между прочим, мой психоаналитик говорит, что если очень долгое время не отдыхать, то в мозгу образуются такие зоны, через которые вся энергия уходит. Обалдеть, да? Потенциальная или кинетическая? Космическая. Правда хорошо, что водитель опоздал? Почему хорошо? Ну, мы бы с вами тогда не встретились. Фатум, как говорится, от судьбы не уйдешь. Она даже за речкой найдет. За печкой. Ты что на него бросилась? Тебе что? Больше всех надо? Сама цела? Сама цела? А вот телефон разбил, сволочь. Полный двор ментов. Без тебя бы поймали. Ну, так не поймали же. Да никуда он не денется. Разрешите, товарищ полковник? Ну? Он ушел. Да я тебя… Пиши рапорт, лейтенант. После поговорим. Есть. Жалко. Ну, так что, Алекс, придете ко мне сегодня? Начало в восемь. Я буду очень рада вас видеть. Я, правда, адрес клуба точно не помню, но это не проблема. Придете? Что вы говорите? Что делать будем? Упсердак, теперь нять стирать будет. Твой Анизький нам не помог. Эй-эй-эй, плохо ты знаешь его высокоблагородие. Та-дам! А… Номерок секретный. Сказал звонить в экстренном случае. А свидание с Береговым он нам устроит. Вечером. Надо к маме Володе в больницу съездить. Успокоить ее. Вот отлично. Ты как раз этим и займешься. А что я ей скажу? Что ее сын в тюрьме за убийство сидит? Ну, ясен, пей. Еще не забыть добавить, что ему пожизненное светит. Маня! Кать, ну что, как маленькая-то? Придумай чего-нибудь. Да, вот еще. Найди там Дмитрия Долгова. Я ему позвоню, он тебя принят. Возможно, он ее посмотрит. А Долгов-то кто? Кать, ну это великий русский поэт. Врач. Так, а я тогда созвонюсь с адвокатом и съезжу в дом к Сереже. Узнаю, что там происходило, когда он погиб. Ну, тем более, что Ларису я знаю хорошо. Вот. Ну, надо заехать переодеться, а то меня в дом не пустят в таком виде. И, Катюш, давай заедем в какой-нибудь салон связи, купим мне телефон. Старый у меня, похоже, того подфункционировался. Клуб жутко престижный. Туда, кто попал, не ходит. Вход только по приглашениям, но я про вас скажу. Там будет очень крутая тусовка. Заметана? Заметана. Давайте руку. Зачем? Да не бойтесь, давайте. Вот мой номер. Вы мне часиков всем позвоните, я вам точно адрес скажу, окей? Уи. Буду ждать. Давай. Ключ. Ключ. Здравствуйте. Уваж realidade. Субтитры подогнал «Симон» 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 А, спасибо. Приготовьте, пожалуйста, историю болезни. Я щас подойду. Маня очень хороший человек. И писатель неплохой. Я, правда, не читал, но говорят. Я вообще ничего, кроме этого, не читаю. Времени нет. Это ужасно. Алекс, а вы знаете, что на этой даче раньше знаменитый писатель жил? Гуннар Дружинский. Вы помните Гуннара Дружинского? Нет? Как нет? Это же детективы про майора Бунина. А Гуннара даже называли русским Семеноном. Манечка с ним очень дружила. Да. Чай будешь? Викусь, я поехала. Куда? По делам. Мань, поговори со мной. Маня. Ой, у меня молоко на плите. Фауст за мной. Я просто не знаю, когда я вернусь. Я не хочу ждать завтра или вечера. Какая разница, хочешь ты или не хочешь. Маня! Дело в том, что я еду в дом к Сергею Балашову. Его убили и обвиняют во всем Володю Берегового. Берегового из Лианы? А при чем здесь он? Ну, там очень много несостыковок. Мне там нужно со всеми поговорить, с кем есть возможность. Вот. Мне некогда. Подожди, подожди, я ничего не понял. Ты-то здесь при чем? Я? Да. Ни при чем. Я уже давно ни при чем. Такси. Мань, подожди, я поеду с тобой. Ты мне все по дороге объяснишь. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Лежите, лежите, лежите. Не вставайте. Я хотел бы вас осмотреть. Вы не возражаете? А? Вот ваш доктор, он не возражает. Да? Николай Давыдович, Катерина, подождите в коридоре несколько минут. Мы вас позовем. Хорошо? Ага. Спасибо. Так. Улица Сосновая и ни одной сосны. Да, за такой дом во Франции можно было бы купить пять квартир. И виноградник в Провансе. Только во Франции кому ты нужен? Никому. А здесь все смотрят, в какой коляске малыш, в каких сапогах пришла, на какой машине передвигаешься. Да и главное, все свои, чужие здесь не ходят. Да, когнитивный диссонанс никогда не коснется жителей этого прекрасного места. Чего не коснется? Состояние психического дискомфорта, вызванное столкновением в сознании индивидуумов, конфликтующих представлений. Я очень рад тебя видеть, Маня. Пошел ты к черту. Матерь Божья, а? Траурная книга. Совсем с ума сбриндели. Ой, бедный Серега. Даже после смерти фарс. Манечка, здравствуй. Ой, привет, Ларисочка. Алекс сказал, вы приехали. Соболезнование выразить? Да. Ну, я должна была с ним встретиться и не встретилась. Теперь уже не встретишься. Ну, моя хорошая. Все, 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 родная. Успокойся. Спасибо, Николай Давыдович. Я думаю, что после КТ все будет ясно. А с зав. отделением? Я договорюсь. Ну, хорошо. До свидания. Завтра коллеги сделают дополнительные исследования. Я думаю, что можно будет делать выводы. Выводы? Вы не переживайте. Проблема есть серьезная, но решаемая. Я бы подробнее родственникам объяснил. А сын сейчас никак не может? Ну, значит, поговорим, когда сможет. Если наши предположения подтвердятся, то на следующей неделе я смогу сделать операцию. Это, конечно, не совсем этично, но Николай Давыдович все понимает. И вообще, он очень хороший врач. Извините. Угу. Да, я в больнице. Мане, большой привет. Хорошо. Да, буду до вечера. Вы дочь? Мы незнакомые, обычно сын приезжал. А он в командировке. Пройдемте. Мама очень волнуется. Ей повезло. Профессор Долгов, врач от Бога. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я Екатерина Митрофанова. Мы с Володей вместе в издательстве работаем. Нет-нет, с ним все в порядке. Он просто улетел в командировку. О, Господи. Вы не переживайте. Просто он сразу с работы, на самолет, телефон забыл. Ну, а я приехала вам сказать, чтобы вы не волновались. Я апельсин. С Володей какая-то беда случилась, Катя? Нет. Ну, что вы. Вы понимаете, мы открыли новый центр. Дистрибьюторский. В Анадыре. А там не работает ни один компьютер. Ну, и кому же лететь, как не Володе? На, мой хороший. Звучит, конечно, глупо, но я поверить не могу. Ладно бы, он там болел, страдал, а то ведь в одночасье… Лариса, ну… А откуда вы узнали, что Сергей погиб? Алекс. Ну, а что такого? Мне, например, в аэропорту сказал совершенно незнакомый человек. А вы откуда узнали? Мне позвонили. Это его позвонила. Это… Это кто? Паси его. Ой, у Сереги было столько любови, я уж и не припомню. Нет, это главное. Любовь всей его жизни. Они даже по этому поводу помолвку устроили. То есть вчерашняя вечеринка была по поводу помолвки Сергея и… Даша ее зовут. Да. Вся московская тусовка съехалась на этот фарс поглядеть. А вы, значит, не пошли? Мне не здоровилось. А где живет-то эта Даша? Тут и живет. Где же еще? После того, как Сережа в Питер перебрался, она за ним приперлась. Все еще страдала по этому поводу. Культурная провинция. Кстати, а почему Сергей перебрался из Москвы в Петербург? Его пригласил руководитель нового канала. Да, он хотел передачу свою сюда перенести. Рейтинги в последнее время были не очень. Надеялся, что питерская атмосфера вдохнет в его проект «Новую жизнь». Ну, наверное, Даша его сильно любила, раз он поменял Москву на Петербург. Черт из два, она его любила. Ее больше деньги его интересовали. А что у вас на втором этаже? Не знаю. А что такое? Манечка, он же работал день и ночь. Ты даже представить себе не можешь, как он уставал. Я ему говорила, так нельзя, нужно отдыхать. Ты себя загонишь. Куда там. Ему ж зарабатывать надо было. Пахал, как проклятый. А это ему все новые счета предъявляло. Я ведь, Катенька, давно болею. Володю измучила. Операцию обещали сделать, да все откладывают. Может, поздно. А может, уже и смысла нет. Елена Васильевна. Сто раз ему говорила, давай выпишусь, буду дома. А там уж как Бог пошлет, столько и проживу. Переезжает ко мне. И мы все мечтаем, как летом в Мартышкино поедем. У нас там домик свой. А еще про собаку говорим. Он очень собаку хочет. Придумал, что я с ней гулять буду, пока он на работе. А вы, Катенька, давно с Володей работаете? Три года. О, как? Никогда про вас не говорил. Да он такой стеснительный. Друзей его всех знаю, а вот подруг… Ой, а как же я про операцию-то ему скажу? Мы уже не надеялись, что оно будет. А тут вон как вышло. А, ну, так он позвонит на работу, мы ему и скажем. И вообще он сам скоро приедет. Пока не знаю, конечно, когда, но думаю, что скоро. Вы думаете? Конечно. Он все там наладит и вернется. Ну, я, наверное, пойду. Да, Катенька, конечно. Иди. Спасибо вам большое за все. А, Елена Васильевна, а можно я к вам еще раз приеду? Ну, мало ли Володя задержится. Да я только рада буду. Знаешь, Манечка, я боялась, что он ее выдержит. Инфаркт его хватит. Или, не дай бог, кто? Выходит, что я боялась. Не понимаю, зачем постоянно демонстрировать свои долбанные эмоции. Очень просто. Я все равно не оценю, а с Сережей уже нет. Лара вечную делает из Махиславна. Даша. А, я… А вы Алекс Ларер. Я вас узнала. Мы с Сережей вместе читали вашу последнюю книгу. Надеюсь, не последнюю. Он мне рассказывал, что вы дружили. Или он бы нас обязательно познакомил. Ну, мы, собственно… Пойдемте. Будем пить кофе. Вы же из Парижа, там вкусный кофе. Но самый вкусный, мне кажется, в Италии, на Плаце Донавона. Никогда не забуду вкус этого кофе. Вот в том кафе, которое под полосатыми тентами. А вы кто? Я? Автор детективных романов Марина Покровская. А вы, простите, кто? Знаете, я здесь не детектив и не роман. У нас большое горе. Лара, сделай, пожалуйста, нам кофе. А потом уезжайте со своей подружкой. От ваших слез у меня уже голова кружится. И вообще это свинство. Я тебя не приглашала. И вас, между прочим, тоже. Манечка, прошу тебя, не надо. Даш, просто мы приехали, чтобы выразить вам свои соболезнования. Я и Мария и Алексеевна хорошо знали Сергея Дмитриевича. И для нас это тоже очень большой удар. Да? Да. Тогда присаживайтесь, Алекс. Благодарю вас. Вы знаете, я до сих пор не могу отойти. Говорят, что после таких несчастьй нужно продолжать жить. И я продолжаю. А некоторые мне мешают. Даша, я не могу уехать. Я жду адвоката. Со студии должны привезти Сережины бумаги. Мне надо все просмотреть. Господи, зачем? Завещаний у него все равно не было. И эти бумаги уже никому не нужны. Нет, вы не подумайте. Я не такая бездушная. Я… Мне, конечно, жалко Сережку. Я поплакала уже и еще поплачу. Но я ведь не могу рыдать все время. А то я стану страшная, как черт. И мы с вами не поговорим. А у вас очень интересный разрез глаз. Правда? Угу. Скажите, а откуда вы узнали, что Сергей погиб? Мне позвонили. Из полиции. Я даже сразу не поняла, потому что у нас была вечеринка. Шумно. В честь вашей помолвки? Ну, да. Что-то вроде того. Мы хотели как-то это обставить. Там кольцо и все такое. Кольцо? Да. С бриллиантом. Я сама убирала. Сережа ничего в этом не понимал. А кольцо у вас? Нет. Он должен был как раз его привезти. В полицию вам его не отдали? А я там не была. На опознание ездила Ларка. Вон та вот, которая ревет. Лариса, а вам кольцо не вернули? Скажите, а он вам вчера вечером не звонил, не говорил, что задерживается? Да он все время задерживался. Вечная история. Постоянно вкалывал, а когда не вкалывал, то спал. Такой скучный-скучный парень. Совсем не понимаю, как он выбился в знаменитости. А вы, Алекс, вы же не можете быть скучным. Даже я вообще страшный зануда. Никогда в это не поверю. Лар, ты принесешь нам кофе в конце концов? Да, да. Сейчас. Ну да. И я, наверное, тоже, пожалуй, пойду. Мне ничего не надо. Так сядьте обе, пожалуйста. Даша, скажите, он вчера был сам за рулем или с водителем? Понятия не имею. А у него одна машина? И где они сейчас? Понятно. Был рад знакомству. Надеюсь, еще увидимся. Нет-нет, пожалуйста, не уезжайте. Не оставляйте меня с этими страшными женщинами. Я их боюсь, они все время рыдают. Ну, к сожалению, нам пора. Ну что ж, спасибо, что зашли поддержать. Ларис, проводи гостей. Если соскучитесь по мне, разрешаю вам мне позвонить. Вовсе непременно. Дрянь. Фауст уже сидишь, ждешь. Приготовился, причесался. Гулять пойдем. Ты мой дорогой, пес ты мой ненаглядный. Маня, Маня, это ж в кинчистку надо. Ну что ж, придется и туда нам прогуляться. Ушла. Без тебя вижу. Чтоб тебя разорвало. У меня, походу, аллергия на собаку. Значит так, сидишь пять минут в машине, и если все тихо, идешь за мной. Понял? Понял. Маня, ты можешь ехать домой. Правда? А ты? А мне нужно задать Ларисе еще вопросы. И мне надо задать вопросы Ларисе. Да? Да. Задавай. Какие вопросы? Вы же сами все видели. Это невыносимо. А почему вы ей потакаете? Вам доставляет это удовольствие? Алекс. Маня, сейчас я не с тобой разговариваю. Потакаю? Я ее видеть не могу. Это она его в могилу свела. Он должен был от нее освободиться, а он не мог. Не умел. Или не хотел. Алекс, помолчи. Маня! Завещания действительно не было? Нет. А Даша точно не жена? Штампа в паспорте нет? Два дня назад не было. Помолвка была только объявлена. Это еще ничего не значит. А где его машина? Здесь? Не знаю. Джип, наверное, в гараже. Джип? Джип – это такая большая машина. В багажнике. Медведей, бобров возить. Он что, в багажнике медведей возил? На нем он только на рыбалку ездил. Угу. И вы тоже не знаете, где вторая машина, да? Угу. А он вчера утром на работу на машину приехал? Да, конечно. Вот на этой? Лара же тебе сказала, что на ней он ездил только на рыбалку. А, да-да-да, с медведями. А его привез водитель или он сам был за рулем? Олег привез. Точно Олег. Он когда подъезжает, всегда звонит. Сообщает, что они через пять минут будут. Олег – это водитель. Угу. Он у нас уже лет пять работает. А как мне его найти? Я вам дам телефон. А если хотите, могу сначала сама позвонить. У-у-у, я был бы вам очень благодарен. У-у-у. 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 Ну что? Пусто. Как в твоей башке. Вы думаете, Серёжа убил не тот, который в полиции? Нет, не тот. Кто-то другой. А кто ещё, кроме вас, был с Витей Балашова? С Витей? Ну, в ближайшем окружении. Постоянных трое. Я с Олегом и Анечка. А кто такая Анечка? Помощница. Новенькая. Которая гремёрша по совместительству. Недавно работает. Славная девочка. Да, ещё Федя Курсаков. Но он не с Витей, он партнёр, сопродюсер программы. А, да-да-да. Сначала делал звёзд, а потом приехал поднимать рейтинги. Что вы сказали? И вы все вместе переехали в Петербург? Да, это было Серёжина условие. Мы всегда вместе. Ну, кроме Феди, конечно. У него свои проекты в Москве. А вчера с работы Сергей забирал водитель. Олег? Я не знаю. Я ушла раньше. А на вечер у него были назначены какие-нибудь встречи? Нет. Он собирался только сюда. А если бы ему позвонили, он мог бы срочно уехать? Вы не очень понимаете, как Серёжа жил. Как? Да, как звёзды. Так же график расписания, а, Алекс? По расписанию, которое составлено на месяц вперёд. Поминутно. Кем составлено? Мной. Ага. Ну, да. В воскресенье я ему говорила, что у нас понедельник. Во сколько грим, студия, какие темы, с кем он встречается и где именно. В понедельник я ему сообщала, что будет во вторник и так далее. А если ему нужно было на свидание или к зубному врачу? Ну, тогда Лара вносила в график свидания или зубного врача. Ехали вместе с ним? К врачу — да. На свидание он ездил один. Аликс, Аликс, просыпайся, ты приехал. А он был хорошим человеком? Кто? Балашов. Ну, он был хорошим ведущим, очень хорошим. А за что его могли убить? Понятия не имею. Маня, почему ты перестала мне звонить в Париж? А я сейчас тебе в хронологическом порядке или в алфавитном должна объяснить? Поднимись ко мне. Мне некогда, у меня полно дел. Ну, не дури. Слушай, ты меня измучил уже. Я устала от тебя, Аликс, прости. Я тебя не мучил, ты все выдумываешь. Хорошо, тебе виднее. Господа, мы платим или как? Да, пожалуйста, пожалуйста. Извините. Вот возьмите. Я не предлагаю романтический ужин. Просто нам нужно с тобой поговорить и об этом говорить в такси не очень удобно. Или ты уже не хочешь спасать Берегового? Мань, я не знаю, что говорить. А я не знаю, чем тебе помочь. Мань, не нужен перерыв, понимаешь? И все время я тебе думаю, звоню тебе, жду тебя, сплю с тобой, просыпаюсь с тобой. Это перебор. Понятно. Ну, здорово придумал перебор. Ладно. Давай по делу. Итак, что мы должны обсудить в рамках спасения несправедливых заключенных под стражу. Да. Нужно узнать, где вторая машина. Угу. Если она на стоянке, значит, у Балашова кто-то другой забрал со студии. Угу. Это можно узнать у водителя? Возможно. Но все-таки могла бы ты спросить у своего полковника, можно ли посмотреть запись из камеры видеонаблюдения возле телецентра. Будет сделано. У меня есть чай. Будешь? Класс. Это первое. И второе, нужно как можно скорее увидеться с Береговым. Уже? Наше высокоблагородие обещало нам устроить встречу. О, здорово. У Берегового нужно узнать, что он делал после того, как получил журналы. Я думаю, что журналы и труп – часть одной игры. И Береговое до того, как повез журналы, к этой игре отношения не имел. Угу. И далее. Нужно узнать, как труп попал к нему в машину. Важно, чтобы он вспомнил все, что с ним происходило до того, как он прибыл к Балашову. Может быть, где-то останавливался, куда-то заезжал. Можно. На заправку. Кто такая Фия? Неважно. И третья. Спроси у него, что он делал 20 минут в коттеджном поселке. Хочешь – можешь его питать. Не хочу. Не пытай. Он должен все тебе рассказать. И еще. Я не понимаю, почему Даша такая спокойная. Если завещания нет, она должна паковать чемоданы. Дома ей не принадлежит. Сейчас начнется дележ имущество среди родственников. Она к этому отношения не имеет. Я не понимаю, почему это ее не волнует? Потому что смерть Сергея ей неудобна. Она мешает ей жить так, как она привыкла. Поэтому этой смерти для нее не существует. Она свободна. Да. Еще раз хеллоу. Это Фия. Кто? Откуда вы взяли мой телефон? А это мой маленький секрет. Ну что, вы уже освободились? Я… Да, освободился. Собираетесь? Куда? Ко мне на выступление в клуб. Помните? Мы же с вами договаривались. Нет, нет. Я помню. Ну, тогда записывайте адрес. Фия, платье в примерке. Угу. Сейчас. Пишу. Лесной, 95. Клуб и Эльза. В 9. В 9. Хорошо. Буду ждать. Уже освободился. Ну, почему? Не знаю. Диктуйте. Пишу. Пишу. Сейчас. Да, здрасьте, ваше высокоблагородие. Значит, все так. Наверху сполошились. Дело завтра берут на особый контроль. Поэтому, что нужно, выясняйте прямо сейчас. Второго шанса не будет. По легенде, вы его сестры. Понятно. Никаких фамилий. Нашего брата не ругать и белугами не завывать. Есть вопросы? Нет, никак. Нет. Все ясно, как божий день. Отвезешь, подождешь, привезешь. Есть. Игорь Владимирович, скажи, а ты не помнишь опись вещей, изъятых у Балашова? Что интересует? Кольцо с бриллиантом. Не было никакого кольца, это точно. И у Берегового тоже не было. Давай, давай, садись. Маня, успокойся. Не могу. Может, ты уже сядешь? А что, стоять нельзя? Здесь вообще ничего нельзя. А что ты ж опытом-то разговариваешь? Вперед. Не знаю. Стоять. Вперед. Лицом к стене. Ну, принимайте родственника. Спасибо. Вы тут не особо. Ну, конечно, разговаривайте сколько хотите, раз товарищ полковник разрешил. Но только поаккуратнее. Да-да, конечно. А я вам потом книжку подпишу, когда мне еще дать. У вас же наверняка мама мои книжки читает. Мама? Да. Мама это читает. Мама ваша поклонница. Да, спасибо. Вы мне книжку подпишите. Ну, там по фамилии, по должности. И по званию. Точно. Она рада будет. Хорошо. Ну, я пойду. Если что, я рядом. Да, есть товарищ командир. Катя, надо что-то маме сказать. Не переживай. Я у нее была. Все в порядке. Я сказала, что ты в командировке. В анаторе. Мы договорились, профессор Долгов сделает ей операцию. Сам Долгов? Спасибо. Мане спасибо. Так. Нам дали только одно свидание. Поэтому ты нам сейчас должен все рассказать. Да что рассказывать. Я никого не убивал. Сейчас, девчонки, расскажу вам что-то Однажды встретила во сне пилота Такой отважный, важный парень, что ты Многозначительный такой Он мне рассказывал такие вещи Все так секретно, аж разведки хлящи Как будто взял он мое сердце в клещи Залез мне в душу целиком Ах, мой пилот, какой удачный лот Пусть наконец мне повезет Пожалуйста, сюда С тех пор ищу его по белу свету Уже совсем во мне терпения нету Как я хочу с ним улететь на лето В край солнца, море и песка О, мой герой, ну где же он летает? Там в облаках он обо мне не знает А здесь внизу меня давно следует Моя зеленая тоска Ах, мой пилот, какой удачный лот Пусть наконец мне повезет Ах, мой пилот, какой удачный лот Пусть наконец мне повезет Ну как? Что? Песня, говорю, как? Песня, песня весьма не дурна Забавный вы Я слова сама написала, понравились что-то на аперитив? Будьте любезны, мне чай с чабрецом и милиссой Чай? Да А мне? Мне вино! И побыстрее! Конечно! Алекс, помогите мне выбрать вино, я в этом полный профан, как говорится Профанно? Да Феечка, можно автограф? Будьте любезны, вот это Спасибо Пожалуйста Спасибо Алекс, а вы чем сегодня занимались? Книжку свою писали? Нет, я ездил в дом к Сергею Балашову Соболезновали? Ну Круто! Там, наверное, много народу было Никого? Вы знаете, Фи, его никто не любил Точнее, по-моему, любила одна женщина Но он либо не знал про это, либо просто не замечал Алекс, его любили многие Его каждый день по телеку показывали Ммм Скажите, а вы из-за него в таком плохом настроении? Из-за того, что его убили, да? Вы такая Проницательная девушка Так Оставил пакеты, дальше что? А дальше все как в ваших детективах Выхожу, там тело лежит Где тело? Тело у входа, у входа в дом Так, хорошо, ты взял тело, положил в багажник и уехал? Никуда я ничего не клал И вообще это был не Балашов А кто? Девушка какая-то А вы что на меня так смотрите? Вы мне не верите, что ли? Тихо, мы верим тебе, верим Просто пока ничего не понимаем У нее еще кровь капала, когда ее нес Куда нес? В дом нес Зачем? Скорую хотел вызвать Человеку помочь Но телефон посеял куда-то Сюда Черт, телефон-то где? Я вообще ничего не понимаю Ты ничего не придумываешь, Володь? Да ничего я не придумываю, это правда, ну Тише! Ты чего ты? Так Хорошо Давай Зачем ты понес тело в дом? Я сразу не сообразил Мертвая она или живая Тихо, тихо, успокойся Ты признание не подписал? Да вы что? Нет, конечно Мы тебе наймем лучшего адвоката Не-не-не, я лучшего не потяну Мы потянем Мы потянем Давай дальше Так, потом я подумал, что им нужна перевязка И побежал в машину За аптечкой А когда вернулся Ну что было-то, когда вернулся? Вернулся, ничего там не было Диван был пустой А самое главное, следов-то никаких Ни крови, ни девушки Это просто какая-то чушь Чушь А это мой диск Послушаете? Все непременно, чешное слово Ну вы какой-то очень странный Может быть поедем куда-нибудь? Куда? Да куда угодно Ой, Корсаков Федя! Пойдем подойдем Федя, привет! Привет, детка Ты пела просто великолепно Спасибо, твоя школа Это Федя Корсаков, мой любимый продюсер А это Алекс Лорер, писатель Очень приятно Симона Я вас читал, мне понравилось Благодарю Может мюзикл напишете? Сейчас это модно? Я не пишу мюзиклы, у меня нет слуха Нет слуха У него вообще ничего Это не страшно, я сам поставлю А вы либо это напишите Бабла поднимем Феденька у нас гений Милый, нас ждут вообще-то Идем Извини, пока, Лопуля А вы, кстати, про мюзикл все-таки подумайте Пойдем Алекс, это же круто! Федя сходу предложил вам проект Ух Когда ты ехал в поселок, ты где-нибудь останавливался? Нигде Сразу туда Угу, понятно А ты куда журналы вез? Володь, адрес помнишь? Ну конечно Барские угодья, улица Новая, дом 5 Да, ну правильно, все верно Погоди, не Новая, Сосновая Да Новая У меня на бумажке, на пакете было написано Ты точно помнишь? Ну точно, на стикере Угу, Новая, Сосновая А ты куда бумажку делал? Выбросил? Так, давай вспоминай, это очень важно Вот ты приехал в барские угодья А пакет был… Пакет лежал на переднем сиденье Так, ты взял его с сиденья и… Я взял пакет, пошел И… Бумажку я сорвал И приклеил на торпеду машины На торпеде машины она у меня Молодец Так, хорошо, значит бумажка у нас на торпеде машины Машина у нас где? А где машины? Ну так в полиции А, да Ну логично Вы обязательно позвоните Феде И он согласится с вами сотрудничать Видите, как хорошо, что мы с вами познакомились От судьбы не уйдешь Да, Фатум Санька, привет Санька, и ты здесь? Чего не позвонила, когда летела-то, а? Не успела Здрасте Здрасте У нас тут такое приключилось, ты даже не представляешь А кто же такая Санька? А это… Она А вы что не знаете? А еще кавалер называется Ну я не кавалер Он писатель Фейка, Оксана у нас Санька из Кривого Рога У меня тут босс перекинулся Представляешь, уму непостижимо Да я знаю, Алекс Анька гримера Балашова Но у него на программе Да ничего я не гример, я помощник Ну, правда, сейчас я и не помощник уже Потому что какой-то придурок его замочил Знаешь, даже жалко Жалко у пчелки, я смотрю, ты подстриглась Да, нравится? Ничего так интересно, даже масть сменила Весна пришла, пора меняться А вы его тоже не любили? Спасибо Кого? Вашего шефа Ну не то чтобы… Нет, он нормальный мужик был За кедонами… Слушайте, а вы действительно на него ужасно похожи На Балашова? Да нет, на писателя знаменитого Ну я же тебе говорю, это Алекс Ларер Так, погодите, погодите Вы же у нас на программе были Да Был А я-то думаю, откуда я ваше лицо знаю? Ну, Ксанька, ты даешь Сейчас всем блоги растреплю Так, прекрати Мы просто ужинаем Ага Ты у Наташки подстриглась? Да Тоже так хочешь? Нет, у меня имидж И вам его не жалко, Аня? Кого? Балашова Ну жалко, конечно Только это уже не мой вопрос Ладно, Ксанька, ты мне потом позвони Еще потриндим Пока Пока Я вам говорю, если вам вдруг понадобится солистка Чиз! Так, пока Вы договоритесь, сниму постановку Фия, Ксанка, душа моя, мне не нужна солистка Да Курсаков наверняка сто процентов согласится Да не надо, мне не нужен мюзикл Я... Все, простите, простите, мне надо идти Честно, всего хорошего Подождите, а как же... Слушай, мы сможем его вытащить? А то... Завтра поеду подлизываться к его высокоблагородию Надо разобраться с этим адресом Ладно, все, не вздыхай Пока Пока Пошли Угу Пошли Угу Ку-ку! Манечка! Я заждалась, где ты пропадала? Перекусочка родная, даже не спрашивай Фауст, прекрати Господи, чего он там увидел? Кошка, наверное Пойдем, я мясо приготовила По-французски Фауст, домой Засухни Угу 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 Федя, пойдём-ка со мной, нам надо поговорить. Пойдём. Пойдём. Это что такое? Понятия не имею. Это Федя. Неогранённые алмазы. Ух ты! И здесь, насколько я понимаю, тысяч на пятьдесят американских рублей. Ничего себе! А откуда они у тебя? Хватит пудрить мне мозги, Федя. Это лежало в моей сумке. Если бы вчера меня досматривали, то сегодняшний эфир был бы уже у следователя. Ну, тебя же не досматривали. Ты соображаешь, ты… Что ты делаешь? Ты ставишь под удар не только мою репутацию, но всю нашу программу. Короче, Федя, либо ты завязываешь, либо я тебя выберу, чертовой матери, и всей стране расскажу, чем на самом деле занимается продюсер Корсаков. Серёга… Не слышу, понял? Понял. Молодец. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Маня! 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 Ты будешь вставать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сколько время? Половина двенадцатого. Ой! Святые угодники, у меня же дело до черта. Завтрак на столе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уже пришел. Молодец. Первый к завтраку на очереди будешь. Ой. Фауст, привет. Привет. Не кусовничай. Викуся. Поешь нормально. Я кашу сварила. Не хочу кашу. Для кого я кашу варю? Фауст. Нам с Фаустом в город надо. Что-то ухо у него чешется. Пойдем к врачу. Фауст, что это у тебя ухо чешется? Ну-ка рассказывай давай мне все. Так он тебе и сказал. Вот компоты с сухофруктов, как ты любишь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Олег. Здравствуйте. Это Шангирей. Вам должна была Лариса звонить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что я могу сказать? Мужик он нормальный был. Строгий, но в меру. Порядок уважал. Умный был как черт. Ну бабы его конечно обожали. А недостатки у Балашева были? Это смотря что недостатком считать. Кто-то бережливость за добродетелю считает. А кто-то жадный за порог. Неужели жадный был? Нет. Зарплату всегда вовремя платил. Отпускные, больничные. Отпусков, правда, я за пять лет почти не видал. Он же вкалывал, как папа Карла. Ну и мы с ним без выходных. На прошлой неделе вон из Якутска прилетели. Так что все-таки по поводу недостатков? Не мог молчать, если вранье видел. Ну разве это плохо? По-моему наоборот хорошо. Ну знаете, как говорят, чем короче язык, тем длиннее жизнь. Скажите, Балашов обычно на какой машине ездил на работу? Да вот на этой ездил. И вы на ней его всегда возили? Обычно, да. Но если надо, он и сам за руль садился. А позавчера вы его забирали с работы? Вы имеете в виду, когда его убили? Конечно. Нет, не я. Почему? Да инжект разбрахлил. Пришлось на станцию везти. А, то есть как он добрался домой, вы не знаете? Такси взял, наверное. Угу. Ну, может быть ему нужно было еще куда-то в тот вечер? Понятия не имею. Мне он ничего не говорил. Как же так получается, Олег? Вы бросили, извините, своего шефа. Насколько я понимаю, вы же не только водитель, еще и охранник? Охранник, да. Но не нянька. К тому же Сергей Дмитриевич меня в тот вечер отпустил. Сказал, что его отвезут. А, значит, все-таки не на такси? А кто отвезет, не сказал? Нет. Внимание. Добрый день. Это редакция газеты «День сегодняшний»? Я в собес зайду, потом в химчистку твой лапсердак заберу. Да, понял. Будь умницей. Буду. Ну, мой хороший. Все, пошел. Так. Пауз, не спеши. Маня, кашу поешь. Пока. А вареницы у вас нету, хозяйка? А то я осечку с Малиновым уважаю. Тихо, 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 тихо. Не надо дергаться. А то испужаюсь и стрельну ненароком. Ну что, кричать будем? Как вас по отчеству? Алексеевна. Вот и славно, Марина Алексеевна. Вперед, 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 вперед. Я вам хочу сказать, что у меня нет больших денег. Все, что у меня есть, я вам отдам. Ну что вы. Марина Алексеевна, какие деньги? Мы с коллегой просто ваши давние поклонники. Ага. Я уже второй день. Бойко пишите. С фантазией. А хотите, я вам автограф дам? У меня второй экземпляр есть в комнате. Я вам сейчас принесу. Не надо резких движений. Я человек спокойный, а вот коллега мой немного шибанутый елкой. Его на зоне придавило, когда он за шишками лез. Будьте здоровы. Скажи, тетя, спасибо. Чего? Спасибо, говорю, скажи. Спасибо. Пожалуйста. Хам. Мужлан неотесанный. Ладно, ближе к делу. Мы, собственно, за нашим имуществом. Вы нам его сами отдадите или как? Каким имуществом? Я не понимаю. Которая вот эта вот жертва аборта вам в карман сунула. Не в карман. В ментовке, а? Ага. Да, да, он. Когда? Не понимает. Ага. Ага. Колян, ты что? Мы же так не договаривались. Слышь, писательница, отдай, что дядя просит. Ну, будь хорошей девочкой, а и мы пойдем. Да я бы отдала. Я не знаю, что мне вам отдать-то надо. Я считаю до двух. Потом твои литературные мозги лягут вот на тот книжный шкаф. Между Достоевским и Чеховым. Раз. Раз с половиной. Слышь, Колян, она по ходу реально не догоняет. Убрешь. А я на мокрое не подписывался. Я сейчас тебя убью. Как козла больного. Что ты с товаром на точку поперся? Да откуда я мог знать, что там этого наркомана пасут? Так вот знать надо было. Сидеть. Сидеть, я сказал. Тихо. А Алекс какой-то? Брось его. Продолжим, Марина Алексеевна. Не надо давить телефон. Это мой друг. Он француз. Мы вместе с ним вчера привезли. Это… Камушки. Камушки. Куда? Камушки мы привозли. Куда? Куда? В эту… В ментовку? Нет, в ментовку. Мы не в ментовку привозили. Куда? В ювелирку. В ювелирку, да. Я же говорил, надо было на хвоста им сесть. Помолчи. Ну вот. А ты говоришь, не догоняет. А вы нас не парите? Марина Алексеевна. Слышь, Калян, я слышал, как этот фраер вчерашний ей бонжур говорил. А больше он ничего не говорил? Я смотался из-за псины этой гребаной. Просто если я ему сейчас не отвечу, он не будет знать, куда их везти и отвезет их в полицию. Ну-ка, дай-ка телефон. Смс-очки. Так. Митрофанова. Алекс. Пон йорм мон хер ами. Ами. Да, похоже на французский. Точно французский? Говорила мне мама, учи языки, сынок. Чё делать-то будем? Битте, мадам. Звоните своему другу. Нет, только я буду говорить по-французски. Просто он по-русски, кроме слова «водка», я ничего не понимаю. Калян! Марина Алексеевна не дура. Она понимает, что пуля летит быстро. Звоните. Только громкую связь включите. Да. Алло. Алекс. Алекс. У меня на даче два бандита. Один из них с пистолетом. Они, наверное, меня убьют. Я не знаю, что делать. Ничего не делай. Тяни время. Что они хотят? Не знаю. Говорят про какие-то камушки. Я сказала, что они у тебя. Молодец. Скажи им, что я все привезу. Алекс. Маня, все будет хорошо. До свидания, мой дорогой друг. До свидания, мой друг. Сказал, что скоро все привезет. Марина Алексеевна, браво. Пора народную давать. Прямо Нонна Мордюкова. Зал рукоплесчет. Бульк. Семь футов под килем. Второй. Это чё б кипишу не было? Придурок. Зачем в компот? Можно было просто симку вытащить. Испортил полезную вещь. Заткнись. Заткнись. Я же говорю тебе, у меня аллергия на шерсть. А здесь везде шерсть. Блин, ты мне чуть ухо не отфигарил. Надо парадизендифин. Ты меня уже достал, Ван Гог Хренов. В общем, чтоб заражение костюм не было. Если твой ха-ха стекляшки не привезет, я тебя живой закопаю. Вот здесь, в твоем саду. Стерва. Тихо. Сиди, сиди, сиди. Кажись, ейный француз приехал. Сержи. А? Рыбнешься, я пристрелю обоих. Заходи, Бонапарт. Э… Чё сказал? Сюда, иди. Чё ты? Я по-вашему не ботаю. Сверкальцы где? Уи. Мерси Баку. Э-э… Вот. Что это? Шерсть. Собачья. Будьте здоровы. Ай! Бонжур, Маня! О-ля-ля. Тихо. Парле франце. Сетунэкзистэ па. Марсальеза. Ага. О! О! Слушай, нужная вещь? Да. Маня. О! О! Слушай, нужная вещь? Тихо. Бу! Сиди тихо. 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 Читайте, пожалуйста. Угу. Здрасьте. Привет. Куда Поливанову дели? Товарищ полковник, я прибыл и сразу… Наверху? Начал. У неё врач. Сиди пока. Потом. Есть. Угу. Всё правильно? Пишите, с моих слов записано верно, мною прочитано. Ну, что я могу сказать? Перелома нет. Угу. Сильный ушиб и, возможно, трещины. Вот вам направление на рентген. Я возьму. Вы сами довезёте или спецтранспорт вызвать? Сами. Тогда всего вам хорошего. Управляйте. До свидания. Спасибо большое. Поправляйте. Манюня! Ранена? Нет. Всё в порядке. Царапина. Сотрясения нет? Там трястись нечем. Это точно. А нога? Нормально. Так не больно? Так не больно. А вот так больно мне. Тихо-тихо. Всё понятно. Я тебе сколько раз говорил. Заведи охрану. Я не собиралась становиться подпольным курьером по переноске похищенных драгоценностей. Простите. Меня зовут Шангирей. Александр Шангирей. Здорово. Никоненко Игорь Владимирович. Старый друг нашей овечки. Так это вы, что ли, злодеев приструнили на пару? Да. Дэн. Дэн Столетов. Журналист. Молодцы. Ничего так приструнили. Находчиво лопатой. Ну так… Служил в спецуре. Нет. Алекс у нас знаменитый писатель. Он у нас головой кирпичей не разбивает. Он пишет книжки. Угу. Ну-ну. Где бриллианты-то? Жаль моя. Здравствуйте. Мань, что здесь происходит? Всё в порядке. Викуся, скажи мне, пожалуйста, а ты мой лапсердак из химчистки забрала? Забрала, забрала. И вот, это мне в химчистке отдали. Они сказали, в кармане нашли. Ничего себе. А чего они такие некрасивые, ваше высокоблагородие? Ты уверен, они настоящие? Самые, что ни на есть настоящие. Но экспертиза, конечно, поточнее скажет. Угу. Приглашай понятых лейтенант. Есть. Стаканы нашла? Так, Дэн, помогай мне. Ага, ага. Держишь? Держу. Вот. Птицкая сила, сейчас чаю попробуем. О, уже прыгает овечка. Ой, ваше благородие. Проходи, сейчас мы. Та-дам. О, вот это дело. Давай. Надо же нервы успокоить. Надо. Ну-ка, присни, парень. Есть. Ну, Манюня, жаль моя. Дай Бог тебе здоровья на долгие, как говорится, годы. Ты нам такое дело раскрутила. Мама, не горюй. Мы этот канал, ну, по которому шли ворованные бриллианты, год выпасаем. И выпасти не можем. Разрешите. Игорь Владимирович, понятых пригласили. Ну, пусть посидят. А прокуратура чего? Прокуратура заканчивает. Это хорошо, что заканчивает. Но ты прикрой дверь-то. Да, да, я понял. Там, конечно, все свои, но мало ли чего. Мне ведь пить пострадавшей со свидетелями не положено. И правильно, что не положено. Там схема от Якутска до Москвы была. Миллион посредников. Концов не найти. А ты нашла. Потянется ниточка. И мужики тоже молодцы. Только когда в следующий раз задумаете фортецию штурмовать, вы мне позвоните, ладно? Сбякнем. Ну, Манюнь, проси чего хочешь. Отпусти Володю Берегового. Да. Нет. Так это вы Володькино дело ведете? Послушайте, он не виноват. Я вам точно говорю, его подставили. Но ведь он же не кретин, чтобы убить, а потом ехать сдаваться, да еще и с трупом. Разберемся. Кстати, у Володи в машине бумажка осталась с адресом, куда он вез журналы. На торпеде должна быть прилеплена. Так вот, там адрес написан не Балашовский. Поселок тот же, а улица не Сосновая, а Новая. Вот тебе бабушка Юрия в день. Да на этот адрес ты написал? Нет. Секретарша наша писала. Неточка. А она откуда взяла? А ей это… Лариса, помощница Балашовская диктовала. По телефону. А это ваша секретарша? Часом не глуховато? Ну… Слушай, Игорь Владимирович, найди, пожалуйста, эту бумажку. И узнай, чей это адрес на улице Новая, дом 5. Узнать. Есть узнать. Получается, что Владимир Береговой совершенно случайный человек в этой истории. Журнал должен был привезти Дэн. Он хоть как-то знал Балашов. Ну да. Ты сколько раз у него брал интервью? Ну раза три, еще на тусовках встречались. Ну вот. А один раз даже водку вместе пили. Хочешь сказать, что хотели подставить не Берегового, а Столетова. Ага. А Береговой так, по ходу, нарисовался. Ну да, так получается все логично. Если бы Дэн у себя в багажнике нашел труп, тогда появился бы мотив, которого сейчас нет. Какой мотив? Я не знаю. Может быть, он плюнул тебе на ботинок или пляснул в лицо газировкой. Да не было такого. Да. Я бы еще хотел узнать, нет ли у вас чего на Ларису Фадееву. Она долгое время работала с Балашовым и, похоже, была в него влюблена. Так что при определенных обстоятельствах могла его и убить. Ну и чего у нас на нее может быть, если она по судовому следствию не состояла? Нет. Ну, Балашов же ездил по корпоративам, к каким-то закрытым вечеринкам. Черный нал, налоговые проверки. Может быть, пропадали крупные суммы денег. Еще мне бы хотелось знать, был ли Балашов женат на своей нынешней подружке. А ее зовут Даша, фамилию, к сожалению, не спросил. Живет в его доме. Ага. Может быть, есть какие-то фотографии ее давние? Ну или не очень. Я найду. Ну да, чего? Это же просто. Зачем тебе ее фотографии? Я хочу узнать, блондинка она или брюнетка. От природы. Если ты прав, и труп хотели на него повесить, надо в этот сегодняшний день ехать и аккуратненько там оглядеться. Сегодня поедем? Нет, сегодня я не могу. Сегодня надо Маню отвезти на рентген. Да, и мой совет тебе, парень, ты потом после рентгена привяжи ее к кровати. Или часового приставь. Потому что в следующий раз мы костей не соберем. Пока. Ага. До свидания. Угу. Угу. Вот, свеженький заварила. С мятой. Спасибо. Угу. Уснула? Угу. Представляю, сколько она сегодня пережила, натерпела. Все, все, ухожу, ухожу. Я не буду больше мешать. Пейте чай. Я не могу написать ни одного слова, представляешь? Уже столько времени. Я не могу написать даже «настурция». не могу написать «настурция». Угу. 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 «Угу». Угу, угадаю, нет. А где нет? Угу. Угу. Потому что… Потому что я был в офисе у него. И после этого звонка он сразу согласился помочь. А потом мне же как-то нужно было сюда добраться. Вот это мотоцикл. Я так быстро летал только на самолете. А если бы вы с ним не справились, Алекс? Я об этом как-то не подумал. Ну, если бы они начали стрелять. Нет, они бы не начали стрелять. Потому что мы с Дэном были готовы, а эти двое нет. Вот и все. Еще у нас было кодовое слово. О-ля-ля. Да вы Джеймс Бонд. Спасибо. А как они разрешили тебе со мной поговорить? Ну, ты помнишь, мы же с тобой договаривались, что ты из Парижа будешь писать мне эсэмэски только по-французски. Да, это было давно. Ну вот, я их не удаляла. Здравствуй, мой друг. Я скучаю по тебе. Жду не дождусь, когда мы снова будем вместе. У тебя такое чудовищное произношение. Да? А как надо? Я очень испугался за тебя. Ты правда испугался за меня? Угу. Настурция. Да. Здрасте. Кстати, получите? Угу. Спасибо. Угу. Привет-привет. Здорово. Судоруня. Госпожа Балашова. Клининговая компания. Чисто-чисто-чисто. У меня заказ на мытье окон в вашем доме. Это какая-то ошибка. Я ничего не заказывала. Да как же так? Вот смотрите. Адрес улица Сосновая, дом 5 и подпись Балашов. К сожалению, хозяин дома умер. А я в ваших услугах не нуждаюсь. Извините. Да, и я не Балашова. Ах, да? Подождите, послушайте. Распишитесь в наряде хотя бы, а то меня с работы уволят. Ладно. Где? Вот здесь. Слушайте, а окна-то у вас ведь действительно не айс. Может, все-таки помоем? Ничего. Переживу. Да, а как же так? Дефицит солнечного света, пониженное содержание эндорфинов в крови, депрессия, вы одна в квартире, не дай бог… Знаете, у меня хороший психоаналитик. Да? Да вы что? Да. Послушайте, а вот как раз по поводу психоаналитика. Я хоро… Так, 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 так. Ага. У. Ага. Ух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА